Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет Артур Сатаркулов «Вектор Чернобыля» Читает Олег Шубин Посвящаю повесть своим родителям и Настеньке, поддержавшей меня в те моменты, когда мозг отказывался что-либо придумывать, а руки стучать по клавиатуре. Пролог Солнце разделилось на две части. Широкий черный цилиндр, как бы сплетенный из множества ниточек, кромсал светило, отрывал от него куски. И поверженное Солнце, теряя последние силы, беспомощно скатывалось за... Горизонт? Нет, горизонт прямой, а это что-то кривое, черное и даже как-то знакомое. Знакомое. Каждому сталкеру. Тем, кто пережил первое, кто видел второе. Знакомое тому, кто умер у подножия. Солнце, истекая светом, падало туда. Туда, из-за чего все началось. Из-за чего появилась зона, мутанты, аномалии. То, что человек создал своими руками. ЧАЭС Реактор 4 Саркофаг Сталкер лежал в небольшой канаве, селись перезарядить свой АК-104 непослушными от контузии руками. Метрах в трехстах от него залегло четверо наемников, озлобленных, усталых, но с упорством старающихся довести свое дело до конца. С трудом оклемавшись, сталкер вставил новый магазин в автомат и попытался высмотреть цель с помощью оптики оружия. Короткая и резкая очередь со стороны укрытия наемников заставила ходока отказаться от этого намерения. Он перекатился на другой бок и вскрикнул от боли. Пуля засевшего где-то снайпера пробила контейнер с артефактом, висевший у него на поясе. Мешанина из обломков контейнера и частиц артефакта смертельно ранила сталкера. Мельчайшие частицы аномального вещества мгновенно вошли в реакцию с кровью, окрашивая ее в черный цвет. Собрав в кулак последние силы, сталкер поднял ствол автомата над канавой и дал короткую очередь. Выстрелов он уже не услышал. — Волкодав, давай обходи его сбоку. Чиж, рви к тому ржавому БТРу. Если клиент высунется, вы с глазом его прижмете. Я останусь здесь и прикрою, пока вы тут бегать будете. — Пошумим. Пусть думает, что мы в лобовую идем. Тут-то Волкодав его и возьмет. Тихо, без шума и пыли. — Но! Он нужен нам живым. — Ни в коем случае его не убивайте. Сначала его надо допросить, а потом я сам отправлю этого в выродка к праотцам. — И документы, которые у него, также ни в коем случае не должны пострадать. Ясно? — Ясно. Двое наемников устремились к своим позициям. — Стратег. Клиент высунулся и пытается нащупать тебя через оптику. — Глаз, запихни его обратно. — Есть. Зараза. Он пытается уйти. Глохо хлопнуло СВД. — Глаз! Мать! Ты чего, урод, творишь? — Его просто шугнул, стратег. — Сам посмотри. Этот цуцик в канаву скатился и не пикает. В этот момент очередь из сточетверки сталкера взрыхлила землю прямо перед носом стратега, командира наемников. — Сука! Тишь! Свали его в канаву! Волкодав, выруби эту сволочь! — На подходе. Прикройте. Дождавшись сигнальной очереди чижа, Волкодав тихо и аккуратно, не издавая ни звука, подобрался к укрытию сталкера. Выставив в канаву свой вал, бывший спецназовец уже было приготовился по-тихому вырубить клиента, когда обнаружил, что тот уже находится в глубокой отключке. Точнее, у обещанных стратегом праотцов, лежа в вязкого вида красной лужице. — Стратег, он мертв! Рация Волкодава разразилась трехэтажным матом, адресованным глазу. Наемник поморщился. — Ладно, Волкодав, обыщи труп. Смотри, не повреди документацию, которую ему удалось добыть. Сумел-таки ее вытащить. — Уважаю! — Стратег, он же двоих наших положил. А ты заткнись, глаз! Снайпер хренов! За такую работу без доли у меня останешься. — Урод! Я же тебе ясно сказал, что этот сталкер нам до поры живым нужен. Часть первая. Профессор. Глава первая. Последняя экспедиция. Последний ему выход в зону начался так же, как и десятки других до него. Помню, как тогда строил на будущее радужные планы. Вернусь, возьму заслуженный отпуск, приведу все свои домашние дела в порядок и махну со своей любимой девушкой куда-нибудь на Гавайи. Однако зона имела на меня свои виды. Вылезая в тот злополучный день из нашей косатки, я не знал, что... Что через пару часов от нашей экспедиции в живых останусь я один. Что через два месяца я стану сталкером. А еще через полтора года я умру. И воскресну. Но уже в совершенно другом обличье. Хмурую тишину утра разорвал гул вертолетных двигателей. Потревоженный надвигающейся угрозой стада плоти, истошно визжа устремилась в относительную безопасность рейдингой рощицы, изо всех сил цеплявшейся изломанными радиацией и корнями за крутой склон. Над ветхими производственными корпусами, остатками погрузочных кранов и железной дороги, на которой ржавело несколько локомотивов с десятком вагонов, Словом, над тем, что много лет назад звалось заводом «Росток», показались два десантных вертолета «Косатка». Над ротором головной машины была видна темная сфера, новейший авиационный детектор аномалий. Аналогичные сферы меньшего размера были зализаны на носу и фюзеляже. На покрытой черным радиопоглощающим составом броне вертолетов белели большие буквы НК. Научный корпус. Очередная экспедиция. По иным поводам такие товарищи здесь не летают. «Жиган!» «Яйцеголовые приперлись!» «Вызванивай прицел, а пусть пацанов собирает!» — приказал своему помощнику бандит, отрываясь от окуляров. «И чтоб без кипиша!» «Усек!» Через пару минут геликоптеры с ревом пронеслись над административным зданием, полуразрушенный чердак которого служил наблюдательным пунктом авторитетов. Немного покружив над разрушенными цехами и наметив место высадки, вертолеты пошли на посадку, вздымая с земли воздушными потоками от винтов клубы пыли и начисто сдув чахлую листву с дерева, росшего неподалеку. Наконец, шасси, скрипнув твердо, встали на землю. Пилоты постепенно сбавляли обороты двигателей, а операторы бортовых пулеметов привели в полную боевую готовность свои многострадальные чудовища, чтобы при необходимости поддержать огнем высадку экспедиции. Заверещал датчик движения. Целеуказатель захватил вероятные объекты прицеливания, несколько отставших от своего слегка фонящего стада «Хавронь». Пулеметы, раскрутив свои многочисленные стволы, изверг лавину огненных стрел, в мгновение ока превратившую плоти в кровавую пыль. После того, как специальная аппаратура автоматически сделала замеры радиационного фона и состава воздуха, а детекторы подтвердили отсутствие аномальных образований в радиусе 10 метров, двери десантного отсека скользнули в сторону. Из вертолета выпрыгнул военсталкер, упакованный в модернизированный защитный комбинезон «Каскад-3М» разработки ИФПБТ. Боец практически мгновенно залег, беря на прицел своей грозы зону, непростреливаемую бортовыми пулеметами. За ним последовал второй военсталкер, третий, взвод в 10 человек. Из второго вертолета вылезли еще пять военсталкеров. Быстро произведя рекогностировку, они дали добро на выход основного состава экспедиции, пятерых ученых. Жмурясь от солнечных лучей, которые после темноты десантного отсека оказались огненными рапирами, протыкавшими глаза насквозь, ученые на ходу поправляли лямки объемистых рюкзаков и подтягивали ремешки кабур с оружием, неестественно смотревшихся на усиленных скафандрах «Оберег-6УГ». Как правило, носить оружие ученым не полагалось. «Хорошее утро, не так ли?» Пытаясь перекричать вертолетные двигатели, спрашивал своих коллег седоватый мужчина, чье лицо будто было вырезано из камня. Да и имя у него было очень подходящее. Святослав Каменник. Вопрос Каменника удалось расслышать самому молодому из ученой братьи, чернявому крепкому парню 27 лет, что-то прикручивающему к диковинной винтовке с оптикой. «Перед выбросами всегда бывает хорошее утро. Да брось ты эти околосталкерские бредни, Стрелков!» Ничем не обоснованная басня. Скорее для себя, чем для Стрелкова. Двигатели ревели вовсю, заметил третий ученый, утирая пот с морщинистого лба рукой, явно недавно обожженной какой-то кислотой. На именной нашивке у него значилось «Зав-Хим-Лаб-А-В-Володин». Володин попытался еще что-то сказать, но его слова потонули в гуле работающих двигателей. Пилот главного вертолета кивнул командиру «Вейнсталкеров». «Высадку закончили, будем улетать». «Вейнсталкер кивнул пилоту в ответ и сделал жест в сторону ученых. Надо выдвигаться». Исследователи зоны тоже закивали и достали из чехлов автоматы. Шум вертолетных двигателей, выходящих на взлетный режим, заглушил звуки вставляемых в автоматы магазинов, щелчки затворов, писк включившихся портативных детекторов аномалий и шипений продувки систем замкнутого дыхания научных скафандров. Вертолеты почти синхронно оторвались от земли, набрали высоту и легли на обратный курс. «Роялов, да выключит его пока. Все равно он нам только на базе пригодится. Чего ради зря сажать батарейки?» Обратился к белобрысому ученому с солидными бакенбардами, занятому изучением показаний какого-то непонятного прибора, главный специалист научной группы. Главного не знал по имени никто из его коллег, хотя они вместе проработали в одной лаборатории научного корпуса около пяти лет. Поэтому они обращались к нему по ученому званию – профессор. Все, что было о профессоре известно его коллегам, могло спокойно уместиться на листике отрывного календаря. Профессор был одним из ведущих специалистов Института физики и продвинутых боевых технологий и ФПБТ – закрытого учреждения, занимавшегося исследованием физических процессов, аномалий и артефактов с не совсем мирными целями. Хотя сам профессор больше любил применять плоды своих трудов в несколько ином русле. В военном деле он разбирался неважно и вообще войн не любил. «Виноват, профессор», – сконфуженно ответил Роялов. «Ладно», – уже более примирительно сказал профессор, глядя на хронометр в его КПК. «Так, товарищи, пора герметизироваться». Ученые дружно надели шлемы скафандров, прикрутили воздушные шланги к выводам. Уныло всхлипнули системы герметизации скафандров. «С последним нашим выходом в зону, коллеги!» – обратился к своим товарищам Стрелков. «Будет тебе, Санек», – сказал Володин, поотечески похлопывая парня по спине. «Выход последний по программе!» «Поверь, еще не раз сюда слетаем!» Но Володин ошибался в своих прогнозах, а Санек и не мог представить себе, насколько он был прав. «Грач, девятый, птенцы на месте! Готовьте гнездо!» «Кулик, пятый, вас понял! Птенчики, удачи!» Пара десантных вертолетов, хищно оскалив стволы бортовых многоствольников, ушла в сторону периметра. Сделали свое дело, высадили нашу группу с десятком военсталкеров в окрестностях бывшего завода «Росток» и полетели себе на базу. «Товарищи ученые, поздравляем вас с прибытием в зону! Еще раз напоминаем, что это не парк юрского периода и не испытательный стенд в вашем НИИ. Держаться за ведущим, шаг влево-вправо — верная смерть!» «Давайте без агитации, товарищ военсталкер!» — прервал я его. «Люди здесь не маленькие, не в первый раз в зоне, и правила знают. Мы теряем время, не доберемся до янтаря к выбросу, вся наша работа на смарку». «Ну, сразу бы так и сказали», протянул военный сталкер. «Мы-то думали, что очередную партию яйцеголовых привезли». «Теперь в колонну подвое, охрана по бокам. Я впереди с детекторами. Остановки по случаю, господин ученый». Военсталкер опустил забрало шлема, пошел впереди, сноровисто кидая болты. «Для чего?» «Послушайте», — окликнул я его. «Я уже в который раз в зоне, но до сих пор не могу понять, зачем вы эти самые болты кидаете? Что это, ритуал такой?» «Нет, не ритуал, а насущная необходимость. Болтом проверяется путь впереди, а то мало ли какая аномалия впереди засела. Так что пока вы, товарищи ученые, не научились их убирать, мы простые сталкеры, то есть военные сталкеры, будем проверять дорогу на чистоту именно так». «А детектор вам на что?» «Детектор штука ненадежная, как бы ваш ученый брат их не совершенствовал. А болт никогда не подведет, всегда аномалию покажет. Ваши детекторы постоянно ухода требуют, починок, аккумуляторы подзаряжать. А болт никогда». Я с сомнением отнесся к рассказу военсталкера и его безоговорочной вере в надежность болта. «Интересно, а как болт поможет выявить призрачный очаг или адский котел?» «А?» «Тот и оно». «Детекторы включить, выставить обычный режим сканирования», сказал я своим коллегам. «Мы тронулись в путь». Шли ходко и почти без происшествий. Пару раз за нами увязались слепые собаки. Ничего особенного. Военсталкеры расстреляли их из своих валов и гроз. Наша группа, уже который раз направленная сюда по заданию научного корпуса и одного военного ведомства, должна была изучить некоторые аномалии зоны с целью выяснения их природы и пригодности использования полученных во время исследования данных для нужд Министерства обороны. Время для очередной экспедиции выбрали незадолго до выброса. Чем обусловлен такой, на первый взгляд, неразумный подход? Перед выбросом, как было установлено, аномалии не так опасны. То есть аномалии получают дополнительную энергию от выброса, становятся более активными, следовательно, более опасными. Среди сталкеров бытует мнение, что аномалии представляют собой какую-то осмысленную систему, а образуются из-за смещения физических констант или являются продуктом работы какой-то суперустановки, якобы наделенной разумом. Монолитом они ее зовут, кажется. Лично я, исходя из результатов исследований моих коллег и своих собственных, считаю, что аномалия представляет собой химический элемент, синтезированный в результате неуправляемых ядерных реакций в недрах четвертого энергоблока ЧАЭС, обладающий невероятными физическими свойствами. А смещение физических констант на локальной области это по меньшей мере невозможно. Ведь нарушается закон энергетического баланса и вообще принцип постоянства. Разговоры про какую-то там суперустановку, да ведь это просто смехотворно. Мои размышления прервал писк детектора аномалий. Всем стоп! Электро, 12 часов, 11 метров, оповестил отряд военсталкер, шедший впереди. Великолепно, сказал я. Роялов, установи датчики по периметру внешнего кольца аномалии. Каменник, попробуй докопаться до ядра электры. Остальным установить проводники и заземлители, дабы аномалия не поджарила нас зарядом. Аккуратней, старайтесь подсувывать контакты под щупальца. Я настрою записывающую аппаратуру. Пока наше ученое-братья копошилось у аномалии, военсталкеры рассредоточились и заняли круговую оборону. В этом районе ростка, называемом Дикой территорией, хозяйничали бандиты. Иногда появлялись наемники. И те, и другие были не прочь поживиться научным оборудованием и результатами исследований, которые на черном рынке стоили баснословных денег. Так что нападения можно было ожидать практически в любой момент. «Профессор, заземлители с проводниками установлены, можно начинать», прохлепел в динамике моего скафандра голос Володина, видного химика, посвятившего немало времени изучению химических свойств аномалий. Я на некоторое время отвлекся от своих приборов, чтобы взглянуть на небывалой красоты зрелища. Электро, образование на основе ионизированных микрочастиц изотопов еще неизвестных науке трансвартовых элементов, приняла из-за действия системы проводников из-за землителей, отводящих электрические заряды в землю, вид пятиконечной синей металлической звезды со сферическим образованием в центре, по которому пробегали серебряно-голубые молнии. Наш расчет оказался верен. Электрические заряды, подчиняясь законам электростатики, перекинулись в проводники с огромным амическим сопротивлением, тем самым распавшись на отдельные силовые линии и обнажая ядро, порождавшее их. Остатки электрических зарядов, порядочно ослабевших после прохождения проводников, посредством заземлителей нейтрализовывались. Вот вам и загадочные и непостижимые аномалии зоны. Физика и физические явления. Ничего особенного, за исключением того, что современной науке очень мало известно и еще меньше понятно, откуда эти физические явления берутся. — Каменник, давай щупом зацепляй ядро аномалии и попробуй его передвинуть в сторону, — прошептал я в микрофон, не в силах отвести взгляд от забораживающего зрелища. Каменник, искусно манипулируя специальным электроизолированным щупом-лопаткой, смог подобраться к ядру и захватить пласт земли под ним. С моего молчаливого кивка он начал передвигать сферообразное ядро в сторону. К удивлению моих коллег, ядро легко поддалось и поползло. Успех! Гипотеза, выдвинутая нашей исследовательской группой о природе аномальных образований, практически полностью подтвердилась. Аномалии можно передвигать и воздействовать на них, а также, как только что показал наш эксперимент, делать менее опасными. — Роялов, что с датчиками? Есть изменения относительно состояния покоя после перемещения? — Никаких, профессор. Сдвинулся только вектор электромагнитной индукции из-за смещения центра источника заряда и направления относительно полюсов согласно закону Реца, как и предполагалось. Все по правилам. Частота излучений в норме по сравнению с эталоном. — Прекрасно. Осталось только сделать замеры радиационного фона и напряжен... — Вам не кажется, что ядро электро напоминает батарею источников переменного тока? — А щупальца аномалии распространяются только в пределах своеобразного радиуса контура, — высказал я свое предположение. — Сделайте несколько снимков с большим увеличением. Это может оказаться важным. Из одной электры можно будет получить чуть ли не электроподстанцию. В динамике зашипело, затем раздался слегка встревоженный голос командира военсталкеров. — Профессор, у нас гости. Сворачивайте работы. Дважды военсталкеру повторять не пришлось. Все мы были наслышаны о судьбах других исследовательских групп, которые либо были уничтожены в полном составе, либо были основательно потрепаны в стычках с бандитами. После встреч с наемниками в живых оставались только единицы. — Профессор, на старом месте ядра что-то появилось. Какая-то серебристо-черная сфера. — Скорее всего, артефакты еще неизвестной науки. Почти с благоговением в голосе сказал Роялов, главный спец по артефактам в нашей группе. — Хорошо, берите его, но изучать и восхищаться будем на базе, — крикнул я в микрофон, слушая по второй линии звуки перестрелки. Кажется, начиналась нешуточная заварушка. — Профессор, оборудование собрано. Задыхаясь, прошумел в динамике голос каменника. — Какими будут дальнейшие указания? — Приготовить оружие, зарядить магазинами повышенной емкости, передайте сигнал тревоги на базу и наши координаты. — Гаусс использовать, профессор? — спросил меня Стрелков, стажер, еще не получивший дипломы и прочих бумаг, пятый член нашей группы, отличный Стрелок, под стать своей фамилией. Стрелков, помимо своей страсти к науке, увлекался оружием и знал в нем толк. Гаусс с пушку, первые образцы которой были сконструированы в зоне, доработали в нашем институте и запустили в мелкосерийное производство при нем же. Вместо пороха в ней использовалась технология направленного выброса энергии при взаимодействии двух разнородных магнитных полей, создаваемых комбинацией частей нескольких артефактов, мощности которых хватало на тысячу выстрелов. В этом доработанном Гауссе, получившем обозначение МИВ-02М3 Гаусс, то есть электромагнитная импульсная винтовка, второй образец, третья модификация повышенной точности с трехкратным оптическим прицелом, использовались пули из сверхпрочного тригамма-алюминиевого сплава, которых входило 25 штук в магазин. Гаусс обладал невероятной точностью, сопоставимой лишь с точностью старой доброй трехлинейной винтовки. Про убойную силу говорить вообще страшно. Пуля, выпущенная из Гаусса, пробивала насквозь четырехмиллиметровый лист легированной стали. Стрелял Гаусс практически бесшумно и имел незначительную отдачу. Учитывая уникальность используемой в Гауссе технологии и сложность в изготовлении основных его узлов, винтовка так и осталась экспериментальным образцом. Однако боевое применение этого оружия строго регламентировалось и было секретным. Поэтому каждая единица Гаусс-пушки оснащена автоматическим самоликвидатором. То, что нашей группе все-таки выдали такую винтовку, было личной заслугой Стрелкова, души нечаявшего в этом оружии и регулярно достававшего своими петициями начальство научного корпуса. «Непременно, стажер», — разрешил я, численность противника и его вооружение пока неизвестны. «Командир, мы готовы выдвигаться», — передал я по радио командиру воинсталкеров, попутно вставляя в свой АК-104МП магазин, более походивший на диск автомата ППШ. Закрепил сошки на цевье и специальную ручку на манер пулеметной, дабы легче было держать отяжелевшее оружие. На всякий случай проверил Сильвер Бойлер в Кбуре, подаренный мне одним бредоголовым европейцам в черном костюме со странной татуировкой на затылке еще во времена моей учебы в университете, в благодарность за починку его передатчика. Вскоре наша исследовательская группа представляла собой хорошо вооруженный отряд из пяти человек, который мог крепко постоять за себя. Также нужно отметить, что исследовательские группы научного корпуса, помимо основного курса обучения специалистов, проходили курсы огневой подготовки, основ тактики боя в различных условиях, а также курсы по управлению транспортными средствами. Помимо всего вышеперечисленного, главные специалисты исследовательских групп, отправляемых в зону, проходили также учебные курсы по управлению, настройке и контролю средств автоматической защиты зданий и основы фортификации. Так что наша группа, имевшая кодовое обозначение номер Z3, была необычными учеными, зачастую не умевшими обращаться с оружием, а кем-то вроде военных ученых, хотя все мы были гражданскими и не имели воинских званий. Товарищи ученые, бандюкам в очередной раз захотелось навариться на снаряжении исследовательской группы. «Прут почти на пролом и совсем не знают, на кого напали. Думают, что на очередную группу головастиков в охранении десятка неопытных вояк», передал мне параллель командир военсталкеров. «Но пока расслабляться рано. Их тут много, человек двадцать. Так что может потребоваться ваша помощь». Бой завязывался позиционный. Военсталкеры держали оборону за двумя старыми грузовиками ЗИЛ, стоявшими посреди заросшей проселочной дороги около обшарпанной бетонной остановки и какой-то булочки с заборчиком. Бывший киоск, наверное. И туда, к этому киоску, рвались бандюки, чтобы обойти нас с фланга. Стрелков, внявший призыв у командира военсталкеров, предложил занять позиции вместе с военсталкерами и дать бандитам отпор. Предложение было одобрено как со стороны группы, так и со стороны военсталкеров. Из соображений тактики позиции распределили так. Первое. Стрелков с Гауссом присоединился к снайперу военсталкеров, который забрался на огромных размерах дерева, росшее подля дороги. Второе. Роялов со своим АК-104 и я с автоматом-пулеметом к огневой группе, уже вступившей в перестрелку с бандитами. Третье. Каменник с Володиным, вооруженный тем же, что и Роялов, к группе прикрытия. Как уже говорил нам командир военсталкеров, бандиты не знали, на кого напали. Хоть их и было больше, но вооружены они были плохо. Старые Ксюши и ненадежные М-ки не шли ни в какое сравнение с валами, грозами и 104-ками нашего отряда, а наличие одного винтореза и одного гаусса давало нам исключительный перевес в огневой мощи. В этом очень скоро убедились двое бандюков, готовившихся забросать нашу огневую группу, укрывшуюся за двумя грузовиками, стоявшими поперек бывшей дороги, гранатами. Одного достал гаусс, стрелкова, одного накрыл из винтореза военсталкер. Еще несколько бандитов укрылись за деревянным заборчиком у киоска и вели огонь оттуда. Я обстрелял их из своего импровизированного пулемета, пристроив сошки на капоте Зила, и добился некоторого успеха, раскрошив ветхие деревяшки бронебойными патронами и поразив укрывавшихся за ними бандитов. Постепенно бой стал затягивать меня все сильнее и сильнее. Я слушал музыку падавших гильз, глухое ворчание валов, громоподобные выстрелы, грозы, сердитый стрекот бандитских ксюш и злобные шипения эмок. Изредка к этому многоголосию добавлялся грохот моего пулемета и АК-104 ученых да редкий шелест выстрелов Гаусса. И вдруг эту поразительную какафонию звуков прорвал резкий и совсем не музыкальный взрыв, осветивший на мгновение поле боя. Грузовик, за которым укрывалась вторая часть огневой группы вместе с Рояловым, превратилась в коптящий погребальный костер, уносивший души трех военсталкеров и моего, теперь уже бывшего, коллеги в лучший мир. Я высунулся из-за колеса грузовика и увидел мужика в плаще с гранатометом на плече. Затем послышался виск автомобильных тормозов и в поле зрения появился джип. Я снял защитные крышечки с окуляров оптического прицела автоматики и приник к нему. Судя по всему, прикатили наемники. Уж больно четко и слаженно они стали подходить к нам, ведя экономный огонь из стволов посерьезнее тех, что были у бандитов. Мою рекогностировку прервал громкий хлопок. Жуткий свист, вспышка и остановка превратилась в груду бетонных обломков, а деревянный киоск вспыхнул, как коробок спичек, присоединяя свой едкий дым к искрящему пламени горящего грузовика. Бетонная крошка от взорванной остановки застучала по кузову грузовика, за которыми укрывались мы с Каменником и воинсталкеры. Черт, у них РПГ! Бавров, сними гранатометчика! Всем остальным отходить! Живее! Их тут слишком много! Прикройте нас! Кричал в микрофон командир воинсталкеров. Где-то глухо хлопнули подствольники гроз, выпуская в сторону нападавших дымовые гранаты. Густой серый дым окутал поле боя, скрывая своим невесомым покрывалом причудливой россыпи гильз, трупы бандитов и трех воинсталкеров с ученым у догорающего грузовика, разрушенную остановку, аномалию, над которой еще совсем недавно копошилась наша пятерка. Глава вторая В окрестностях янтаря Граната в ребристой рубашке разрезала воздух, только что расставшись с чекой. Но вот она уже катится под уклон, неся в своем металлическом нутре, где догорали последние крупицы химического взрывателя, смерть троим в военной форме, залегшими со своими грозами под деревом. Грохот последних выстрелов воинсталкеров слился с разрывом гранаты, осколки прошили пространство, застревая в телах и коре деревьев. На истерзанную землю зоны вновь пролилась человеческая кровь. Тугие красные капли превратились в ручеек, который прокладывал себе дорогу в никуда между жестких травинок. Один из воинсталкеров был еще жив. Он с трудом дотянулся до грозы и выпустил остатки обоймы в сторону, откуда прилетела смерть, упакованная в осколочную гранату. Стайка гильз весело зазвенела по земле, сверкая латунными боками в лучах хмурого солнца. Выстрел как последний удар сердца. В слип брятся неупавшие отцы четырнадцать гроза. Дымящиеся гильзы заливало красное море. Опустевшие глаза смотрели в серое небо. Жизнь ушла из них навсегда. Для чего? Почему? Зачем? На руке убитого запеликало залитой кровью КПК, на дисплее которого уже было практически невозможно прочесть некролог. Отчетливо была видна только одна буква, обозначавшая координату J. В сталкерской системе позиционирования она обозначала янтарь или его окрестности. Но вскоре она исчезла. Кровь замкнула цепи прибора и КПК умер вместе со своим владельцем. Померкший дисплей был похож на пустые глаза убитого. Корпус был весь в крови. Смерть человека и смерть прибора. Как это не похоже? В первом случае трагедия, во втором досадная неприятность. Зона связала два этих события. Второе стало проводником первого. Второе проводником первого. Две катастрофы. Одна в масштабах одной семьи, в которую уже никогда не вернется муж, отец, сын. Другая в масштабах всей планеты, на которой перестанут существовать одни, но на смену придут другие. И одному только Богу известно, что после этого случится. Мимо убитого и его товарищей прошла группа людей, облаченных в спецназовские комбезы, которые очень напоминали форму британских командос. Никто из них не обратил внимания на трупы. Несколько пар глаз скользнули по ним, словно те были частью окружающего ландшафта. В зоне привыкли к смерти. Кот семь! Кот семь! Мы несем потери! Срочно требуется огневая поддержка! Прием, мать вашу! вопил командир военсталкеров в рацию. От нашего отряда из пятнадцати человек осталось семеро. Трое ученых, включая меня, и четверо военсталкеров. Нас буквально гнали наемники, навязывали бой и убивали одного за другим. Пытавшегося огрызаться огнем из Гаусса Стрелкова сняли жестоко, прямым попаданием экспансивной пули в живот. Стрелков был еще жив, когда сам ликвидатор уничтожил Гаусс. Взрыв винтовки добил стажера. Остатки нашего отряда заняли оборону у полуразвалившейся будочки обходчика ЖД путей. Боеприпасов оставалось не густо, а враг, казалось, все пребывал и пребывал. Нас постоянно брали в тиски. До янтаря чуть ли не рукой подать, а подкрепления все не было. Что-то в этом было не так. В научном лагере приняли сигнал СОС, наверняка слышали перестрелку и знали по нашим КПК, где находятся остатки нашей группы и должны были выслать БТР со взводом военных сталкеров на броне и задали бы перцу наемникам. Но, как говорится, вспомнишь солнце, вот и лучик света. В динамике моего шлема затрещало научного лагеря. З3, это лагерь, мы подвергаемся нашествию псевдогигантов, напрягаем все силы, подкрепление выслать не можем. Черт, в лагере устроена вечеринка с псевдогигантами, им там не до подкрепления, а остатки нашего отряда порешат в любой момент. Гнездо, гнездо, требуется поддержка с воздуха, как поняли, прием. Прием, надрывался военсталкер. Рация в ответ только уныло шипела. — Профессор, надо отходить. Мы задержим этих сволочей сколько сможем. Вы пробивайтесь к янтарю, хрипел в динамике военсталкер. Приводите подкрепление. Поздно. Слишком поздно. На них напали псевдогиганты, поэтому подкрепление не бу... Володин, Володин, отвечай! Ученого сняли. Черт, черт, черт! Взрыв, казалось, расплескал мое сознание и мир вокруг. Боль. Металлический лязг в ушах. И тут же мгновенное включение в действительность. В динамиках скафандра зазвучал холодный женский голос системы жизнеобеспечения. Параметры жизнедеятельности восстановлены. Использованы стимуляторы и антидепрессанты. Рекомендуется... Дальнейшие рекомендации бортового компьютера скафандра я не услышал из-за автоматной очереди, прогрохотавшей у меня над головой. Я кубарем покатился с насыпи, каким-то чудом не упустив свой пулемет. И тут же нос к носу с каким-то человеком. Лицо его было окровавлено и иссечено осколками, а выбитые зубы торчали изо рта в разные стороны. Только по нашивке на груди я опознал в нем каменника. Он уже не дышал. Черт! Значит, из всей нашей группы остался я один. Насчет военсталкеров ничего не было известно, но нарушать радиомолчание я не стал, опасаясь выдать свое местоположение. Прости, друг, подумал я, но иначе нельзя. Я с горечью снял с трупа каменника КПК контейнер с найденным нашей группой артефактом. Не позабыл я и про оптичный модуль для скафандра и патроны для моего АК-104МП. Забрал детектор аномалий и закрепил его на запястье на манер часов. На насыпи у руин будки, где мы укрывались, замаячили фигуры. Я отполз в кусты, выщелкнул из пулемета магазин и вставил в оружие классический автоматный рожок. Передернул затвор, сняв с цевья бесполезные теперь сошки и ручку, откинул защиту с оптики. Пожалел, что не было глушителя. Откинул забрало шлема скафандра. Приник к прицелу. Большим пальцем перевел селектор на одиночные выстрелы. Поймал в перекресте наемника на насыпи. Мягко выжил спуск. Еще раз. И еще. Снова кровь. Снова стрелянные гильзы. Новые выстрелы. Ничего такого, чем можно было бы удивить зону. А она и не удивлялась. Зона знала все заранее. Знала, что в этот день перед очередным выбросом многое изменится. Глава третья. Исход. Фигура в научном скафандре с автоматом в руках петляла между аномалиями, поминутно оборачиваясь. Стекло скафандра запотело изнутри. Контейнер с артефактом чувствительно бил ученому по левому бедру. Но тот упорно шел вперед в надежде найти хоть какое-то укрытие и перевести дух. А если повезет, то досидеться там до выброса и переждать его. Потом виднее будет. Наемник стоял у руин какого-то небольшого строения и осматривал трупы военсталкеров и двух своих коллег. Урод! Вот урод! Чишь! Что там с последним яйцеголовом или военсталкером, а? Уходит. Что значит уходит? За ним быстрее! Взломайте волну его КПК и отслеживайте его. Он не должен уйти. Не выходит. Он вырубил аппарат. Ну так не сидите на месте! За ним! Живо! Зона вас забери! Практически выбившись из сил, я сидел в туннеле около трупа сталкера. Судя по всему, бедняга умер от потери крови. С просьбой о прощении на устах обыскал его. В рюкзаке обнаружились консервы, початая бутылка водки, сигареты, которые мне, не курящему, были бесполезны, пару флешек и КПК, неплохой противогаз с фильтрами. В контейнере для артефактов обнаружил гравий и красный шар. Они мне еще послужат. Во время моей работы в специальной лаборатории по изучению артефактов произошел один пренеприятный случай. Один молодой лаборант исследовал артефакт под названием морской еж. Видимо, что-то он там повредил в еже, и тот вырвался из лотка, пробил пару десятков дыр в потолке и застрял в нем. Через несколько мгновений, издав свист, еж, будто выпущенный из прощи, разбил стеклянку с большим заспиртованным жуком-мутантом, которого нашли в зоне и подарили нам коллеги-биологи. Спирт из склянки вылился на открытый бокс для артефактов, где лежали всего два артефакта, красный шар и гравий. Через пару секунд из бокса, как из огнемета, пыхнуло пламя. Сгорело тогда пол лаборатории, а персонал еле-еле успел эвакуироваться. Что ж, сей феномен сейчас мне поможет. Я запихнул оба артефакта в один контейнер и залил водкой. Быстренько отшвырнул контейнер в сторону входа в туннель. Тот пару раз подпрыгнул, как мячик, потом со свистом ввинтился в землю. Через мгновение из ямы вырвалось пламя, сильно смахивающее на жарку. Такс, это поразительное физико-химическое явление даст мне некоторый выигрыш во времени и не позволит пройти через этот туннель погони, если таковая будет. А погоня будет. Наемники наверняка захотят отомстить за убитых товарищей и в этот момент они уже идут по моему следу. Пусть идут. Я специально шел очень близко к аномалиям, иногда между ними, чтобы максимально осложнить им задачу. Без специального детектора этот лабиринт им не пройти. Пару часов они точно провозятся. За это время я смогу уйти далеко. И все же, мало ли что, вдруг они меня засекут, заперенгуют КПК. Значит, пора сойти со сцены. Но как? Мозг лихорадочно перебирал возможные варианты, сердце бешено колотилось в груди, еще не успокоившись от недавнего кросса по пересеченной аномалиями местности. Ничего на ум не приходило. В кармане завибрировал КПК, извещая меня о гибели еще одного бродяги где-то у могильника. Вот, вот что мне нужно. Я отстегнул с пояса маленькую коробочку с инструментами. Затем взял два КПК, свой и сталкера, и с помощью компактной электроотвертки вскрыл их корпуса. На мгновение мне представилось, что я опять сижу в своей мастерской по починке всякой мелкой электроники, и мне снова девятнадцать, и я выполняю очередной заказ. Ну ладно, довольно патетики и мемуаров. Я включил электрический игольчатый микропаяльник, надвинул на глаза портативную линзу, и принялся выпаивать из КПК сталкера чип, отвечающий за идентификацию устройства. Попросту говоря, сменил IMEI. Так, чип я отпаил. Теперь надо его очистить от информации, в том числе и от сообщения о смерти владельца КПК. Для этого я накинул пару контактов от батареи электроотвертки на лапки чипа, и аккуратненько отделение в крышке батарейного отсека своего КПК. Аналогичную операцию я проделал со своим КПК, только форматировать чип не стал. Впаял свой чип в КПК сталкера, собрал, включил машинку сталкера и ввел код идентификации. Отлично. КПК хоть немного и подглюкивал, но исправно посылал сигналы в сеть с моим ID. Затем я более старательно припаял чип сталкера в мой КПК. Кое-где понадобились перемычки. Затем я убрал припой с контактов жесткого диска и передатчика, вытащил флешку, накинул корпус, включил. Агрегат загрузился. Быстренько произвел полное форматирование устройства, проверил ID и IMEI. Абсолютно ничего похожего на мой старый. Отлично. Выключил, разобрал, вернул припой на места, полагающиеся по конструкции, собрал, включил. Загрузилось, как обычно, насос, то есть научные, адаптивные, специальная оперативная система, чье название стало поводом для многочисленных шуток. Хотя сейчас не до шуток, надо как-то выбираться. Концы в воду я спрятал, перебив себе номера. Спрашивается, зачем мне это было нужно? Ну, с ID это понятно, чтобы его потом не хакнули и не отследили меня. Ну, взял бы другой КПК, что с того? А то, что у моего агрегата была более совершенная начинка, приспособленная для работы в самых нечеловеческих условиях, особая ОС данных и результатами некоторых исследований, набором специального ПО и встроенным счетчиком Гейгера, средним детектором аномалий с портом для подключения полноценного детектора, усиленным приемопередатчиком, беспроводным доступом в инет и мобильником без входящего номера. Я еще про полимерный корпус не упомянул. В ИФПБТ спецы знали свое дело и создали практически идеальную вещицу для зоны, а кое-какие изменения в конструкцию вносил я сам. Вот почему я потратил столько времени, чтобы перебить номера. Я хотел умертвить себя, сбить преследователей со следа. Мне было жалко бросать такую нужную машинку, в которую вложил немало труда. И тут я неожиданно понял, что перестал быть тем, кем я был раньше. Моя группа была уничтожена, да и сам я уцелел благодаря счастливому стечению обстоятельств. Меня теперь никто не ждал и не искал. Моей семье, наверное, было уже послано сообщение о моей пропаже без вести, а после того, что я сделаю, придет и похоронка. Да нет, глупости все это. Я ведь вернусь, обязательно вернусь. Вот только погоню надо сбить со следа. Пока так перекантуюсь, где-нибудь пересижу выброс, а там рвану к периметру, свяжусь с научным корпусом и проясню обстановку. Разберусь во всем одним словом. План таков. На янтаре особо задерживаться не стоит. Либо псевдогиганты набегут, либо наемники на хвост сядут. А если не те, не другие, так выброс поджарит. Прятаться от него-то негде. Еще следует подумать о провианте и боеприпасах. Не мешает пополнить запасы на всякие противопожарные. Значит, придется двигать к базе группировки долг. Помогут. Может, даже к периметру доставят. В целом, задача ясна. Слегка перекусил, иногда косясь на КПК, переведенный в режим пеленгатора радиопередатчиков других устройств. Так, на всякий случай. Покончив с трапезой, выпил немного противной водки, поминая погибших коллег, воинсталкеров и того бедняги, что умер в этом тоннеле. Затем промыл оставшейся водкой противогаз сталкера, мало ли какой заразой он болел, протер салфеткой, коих у меня в рюкзаке было в достатке. Противогаз был мне нужен, я все равно собирался избавляться от демаскирующего шлема моего скафандра. Перекинул воздухоподающий шланг на один разъем для фильтра противогаза, а на второй навинтил родной шланг противогаза с фильтром и временно перекрыл его. Последним этапом моего отхода в мир иной стали импровизированные похороны бедняги-сталкера в рукотворной аномалии. Перед этим я снял с него широкий прорезиненный плащ с капрушоном и надел его на себя, скрывая свою амуницию. Спорол с себя нашивки научника и группы крови с резус-фактором и наскоро пристегал их к комбезу-сталкера. Затем стянул с себя шлем моего научного скафандра, вырезав из него динамик ПУ, подключаемого к моему чудо КПК и борткомпьютеру скафандра. Шлем я надел на сталкера, а его КПК сунул ему в карман. Затем подтащил к аномалии и бросил в нее труп. Быстро прочел про себя заупокойную молитву. Очень надеялся, что мой маленький фокус удастся и преследователи в него поверят. Через пару мгновений КПК завибрировал в специальном кармашке на груди. Я вытащил его и прочел некролог на дисплее. 15.42 Ученый, имя неизвестно, прозвище профессор окрестности Янтарного озера Жарко JW-003Z Часть 2 Медведь Глава 1 В баре Сторинген Человек устал и шел, иногда спотыкаясь. Шел по прямой, что невероятно опасно в зоне. Странно, как он до сих пор не вляпался в какую-нибудь аномалию. Мутант, что ли? А нет, у него детектор имеется навороченный. Вот он и идет, как по бульвару. А зря. Зря он так расслабляется. Его уже взяли на заметку снорки, в мозгу которых уже зародились планы хорошо поужинать перед выбросом. Антропоморфные мутанты, совершив невероятный прыжок, чуть-чуть не порвали добычу на части. Видать, жертву спас броник. Человек открыл огонь. Стоката прокатилась над территорией заброшенного завода Росток и стала прыгать внутри разбитых цехов, отражаясь от мертвых стен. Бронебойные пули выбивали кратеры под конечностями снорков, прошивали их пропитанные радиацией тела насквозь. Но сноркам все было нипочем. Пули только злили их, приводя в ярость. Струйки пара вырывались из их ужасных глоток, черный гной проступал на многочисленных ранах, тусклые красные глаза, едва похожие на человеческие, бешено вращались в глазницах. Щелкнул боек. У человека закончились патроны. Снорки перешли в наступление. Человек побежал и вскочил на бетонный блок. Снорки с диким рычанием устремились за ним, по крабе передвигаясь на гипертрофированных конечностях. Но человеку удалось вставить в автомат новый магазин. Один из снорков, впав в боевое безумие, прыгнул на человека, раскинув подобие человеческих рук в стороны. Очередь из автоматов спорола ему живот, несколько пуль угодили в грудь, а одна попала в голову. Мертвый мутант в конвульсиях с неприятным хрустом шлепнулся к ногам человека. Тот со страху выпустил в него остатки обоймы. Кровавые ошметки полетели во все стороны. Второй снорк оказался хитрее. Он стал прыгать вокруг блока, намереваясь взять строптивую добычу измором. Человек расстрелял по нему впустую еще один магазин. Когда боек снова глухо щелкнул, снорк высоко подпрыгнул, но неудачно приземлился на бетон и сломал себе ногу. Злобленно зарычав, он ползком двинулся на человека. Тому снова удалось перезарядить автомат и выпустил в снорка весь магазин. Мутант не смог уйти. Пули пригвоздили его к блоку. В предсмертной агонии он перевернулся на спину. Что-то зазвенело на бетоне. Это был жетон с личным номером военнослужащего, непостижимым образом сохранившийся на шее снорка. Потрясенный человек еще минуту смотрел на номерного снорка, после чего спрыгнул с блока и пошел дальше. Пройдя метров двести, чуть-чуть не вляпавшись в штопор, человек едва не угодил на стол к другим любителям человеченки, слепым псам. До базы долго добрался в сумерках. Патроны к моему АК-104 закончились после моей первой встречи с местными снорками, живо заинтересовавшимися качеством моего комбинезона. Нечего сказать, веселые ребята. Если бы не мой скафандр, вернее, полускафандр и расширенный бойзапас моего АК, живым бы я до долговцев не добрался. После знакомства со снорками на огонек заглянула пара слепых песиков, которых я сразу угостил выстрелами из сильверболлера. Хороший пистолет, только патронов в обойму маловато входит. С такими темпами я не доберусь до периметра. Долговцы наверняка не поверят, что я один остался в живых из всей группы и в одиночку добрался до них. Ну и ладно. Сейчас важно найти где-нибудь укрытие, переждать выброс и пополнить запасы патронов и продовольствия. Все равно путь один, к должникам. Судя по тому, что я о них слышал, плохого они мне не сделают. Подхожу к заставе должников. Ну те сразу стволы на меня наставили, фонарями в лицо светят. Командир для допроса посетителя вышел, тоже с меня Абакана не сводит. Так, хорошо, приветствуют. Куда идешь, сталкер? Сталкер? Я сталкер? Ну да ладно, сейчас это не главное. А куда-нибудь, местечко еще, чтобы выброс переждать. Ну и патронов бы не мешало раздобыть. Да и поесть бы тоже неплохо. Значит, в сторинген идешь? А чего это за сторинген? Ты чего, совсем баклан, что ли? Бар сторинген, должен знать. Да я в первый раз в этих местах. За инфу спасибо. И еще, должны вы, товарищи, а не я. Долговец хохотнул. Ладно, проходи, остряк. Спасибо, ответил я. Сделав пару шагов, в потемках наткнулся на какой-то ящик, споткнулся и упал спиной на пару стоящих рядом бочек и канистр. Долговцы машинально выполнили прием вражины сзади. Аккуратней, сталкер, прям как медведь. Как хоть тебя кличут? Спросил меня один из должников. Ну, протянул я, лихорадочно соображая. Так и кличут. Медведем. Проходи быстрее, медведь косолапый. Ага, сейчас, пробурчал я. К вам за помощью идешь. Проходи, не задерживайся, огрызнулся Долговец. И без тебя проблем хватает. Помощи ему надо. В зоне каждый сам себе помогает. Все. Помощи ждать не придется. Ну и хрен с ними. Буду теперь рассчитывать на собственные силы. Тропинка из раскрошившихся от времени бетонных плит привела меня к ангару, обитому полосами листового железа, ржавым до дыр, сквозь который пробивался тусклый свет. Я зашел внутрь и попал в самую настоящую сталкерскую гостиницу. Бродяги сидели небольшими грубками вокруг костров и травили анекдоты про зону, артефакты, местную фауну. Где-то играли на гитаре, которая аккомпанировала губная гармошка. Изредка пиликали КПК, оповещая своих владельцев о почте. В дальнем углу какой-то сталкер при свете фонарика собирал свой калашников. Откуда-то доносился соблазнительный запах жареного на костре мяса, приятно защекотавший мне ноздри. Выйдя из первого ангара, я чуть ли не сразу оказался перед вторым. В темноте обойти этот ангар было проблематично, и я зашел внутрь. Я очутился в, так сказать, банкетном зале. Шесть сталкеров пировали около костра, над которым жарилась здоровенная туша какого-то животного. От этой туши и исходил тот восхитительный дух, от которого у меня потекли слюнки, а желудок жалобно заурчал. Объявляю анекдот, продекламировал сидевший у костра усатый сталкер с азартом, размахивая солидным куском мяса, насаженным на складной нож. Вернулся, значит, сталкер из зоны, пошел в рыбный магазин, а там в аквариуме кальмар плавает. Сталкер смотрит на него и говорит, «И тут ты от меня отстать не можешь, кровосос недоделанный». «Тьфу, не смешно же», прокомментировал его товарищ, отхлебывая пиво из помятой жестяной банки. «Брат, это, давай к нам присо... 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 присоединяйся», пригласил меня сталкер, который уже хорошо принял на грудь. Я вежливо отказался и двинулся дальше. Сталкер попытался было возразить, но его товарищи отговорили его, налив очередные боевые сто грамм. Выйдя из ангара, я прямо перед собой увидел вывеску со стрелкой «Бар». Свернул в направлении стрелки. Прошел в аккурат у какого-то заборчика. Подошел к двери, над которой тоже висела вывеска, гласившая «Бар Сторинген». Кажись, пришел. Спустился вниз по лестнице мимо охранника, очень мило пожелавшего мне, как я понял, доброго вечера, и вошел в несколько задымленное помещение. Тут меня сразу перехватил какой-то мужик в черном плаще и предложил свои услуги по предоставлению важной информации за некоторые вознаграждения. Я, естественно, заинтересовался. Мужик мгновенно повеселел и выложил передо мной потрепанного вида книжицу, и заявил, что в ней подробно рассказывается об аномалиях зоны. Пролистав пару страниц, я сразу понял, что мне впаривают псевдонаучное фуфло, о чем я сразу и поведал продавцу с обоснованием сего факта. Так и так, товарищ, быть такого не может, потому-то и тому-то. Мужичок сразу скис. Тогда я спросил, что еще он мне может предложить. Кроме хорошей сталкерской карты зоны с обозначением потенциально опасных участков и относительно безопасных стоянок, у него ничего не было, но за нее он заломил непомерную цену. Тогда я резонно предложил ему снизить цену в ознаменовании того, что я забуду про книжечку об аномалиях, и сталкеры в баре про нее не узнают. В итоге сторговались на бартере. Он мне карту, а я ему кое-какие записи из КПК Каменника, фактически бесполезные теперь для меня. Пока мы шумно торговались в углу, бармен вытащил автомат из-под стойки и передал его сталкеру, который с готовностью спросил, сколько за ремонт. Я быстренько отошел от мужика, который напоследок мне предлагал инфу об пси-излучении и поспешил к барной стойке. У вас тут оружие ремонтируют? Ремонтируют, ответил бармен. И не просто ремонтируют, но и модифицируют. Боеприпасами тоже располагаем. Что нужно-то? Да так, оптику на АК-104 проверить. И если вы такое сделаете, магазин увеличить на Сильвербойлере. И еще мне нужны патроны на 5 рожков, по 45 для Калаша и 3 магазина для Сильвербойлера. Ну, с Калашом разберемся, хоть редко такие попадаются. А чего это за пушка, Сильвербойлер? Пистолет полуавтоматический. Патроны для него нужны типа 45 АСР. Будут такие? Найдутся. Но апгрейд с магазином будет не дешевый. А сколько все будет стоить? 5 тысяч сов рублей. Ого! А вы информации возьмете? Смотря какая информация. Я показал ему записи на КПК Каменника. Записи были старые, уже не представлявшие ценности для ИФ ББТ. Бармен сказал, что потянет на 4,5. А если откажусь от диагностики, то уложусь в смету. Я согласился. Бармен забрал у меня Сильвербойлер и предложил подождать с полчаса, пока мой пистолет обработают. Поставил мне какую-то энергетическую бурду в банке за счет заведения. Завел со мной разговор, кто я и откуда, про местных мутантов, про войну кланов, про аномалии, про группировку долг и т.п. Потом он у меня спросил, смогу ли я выполнить для него одно задание. Какое еще задание? Нужно сходить на болото к доктору, отнести ему пакет и кое-какие вещи. Сможешь? За это с меня хороший фонарик, лишняя пачка патронов к твоему пистолету, плюс батареи для фонарика и КПК. Да вдобавок открою для тебя кредит в баре. Оплату делаю вперед. Так, а вот это уже интересно. — Идти до болот? Там уже и до периметра недалеко. — Интересно. — Ну, сходить я положим схожу, не отказываюсь. Но кто такой болотный доктор? Бармуд посмотрел на меня, как на прокаженного. — Ты не знаешь, кто такой болотный доктор? Да он же легенда. Ты что, недавно в зоне? — Ну, не то чтобы недавно, но про доктора не слыхал. — Ладно, Баклан, слушай. Болотный доктор, единственный нормальный, ну, то есть хороший врач в зоне, лечит абсолютно всех, в прямом смысле этого слова. Всех. И людей, и местных зверюшек ни для кого не делает различий. Плату за свои услуги никогда не берет, но сталкеры все равно ему платят. Так или иначе, кто деньги сдает в специальный фонд, из которого потом покупаются медикаменты и прочее для доктора, то ему артефакты для изучения приносит. Последнее выгодно как для доктора, так и для сталкеров. Изученный артефакт доктор почти всегда отдает обратно. С доктором стараются не портить отношения. Он — всеобщее достояние в каком-то смысле. Если лечит, то качественно. Ясно. А зачем ему пакет, который мне нужно доставить? Любопытные псевдособаки в аномалии хрен оторвало. Маракуешь? Только сразу тебя предупреждаю, что похищать пакет бесполезно. В нем только хирургический халат, несколько комплектов перчаток и кое-какой инструмент. Просьба доктора. А сам ты поменьше любопытничай. Целее будешь. Ладно. Когда выдвигаться? Завтра с утра. Кстати, ночью будет выброс. Переночуешь где-нибудь? У должников место есть. Пойдешь аккуратно, а то после выброса сам знаешь, много чего нового появляется. Оружие тщательно проверь. На карту поглядывай. Я там тебе точку отмечу, куда подходить тебе надо будет. Доктор там тебя встретит, как только прибудешь. Все понятно? Все. Не прощаюсь. А почему? Про всех да собаку. Помнишь? Помню. Молодец. Ладно, ладно. Это примета такая. В зоне не прощаются. Должен знать. Ну, теперь буду в курсе. Спасибо. В общем, приключения мои, глядишь, скоро и закончатся. Отдам пакет этому доктору, а там можно и к периметру рвануть. С вояками я-то смогу договориться. За мной пришлют транспорт, доставят до научного корпуса, дадут отпуск и гуляй на все четыре стороны. Тогда на поезд и домой. Отъедаться, отсыпаться, прижавшись к своей любимой. И плевать в потолок, забывая об этом кошмаре. Забрав у бармена свой сильверболлер, патроны, продукты, за которые мне пришлось отдать КПК каменника и другую мелочевку, я отправился к ближайшей скамейке в баре, где и вздремнул до утра. Глава вторая Поход Детектор аномалии снова был закреплен на запястье. КПК устроился в кармашке. Сильверболлер с десятью патронами в модифицированном магазине помещен в родное кобуру. Калаш был закинут за плечо. Прошел мимо заставы долго, бойцы которые уже суетились у трупов пары мутировавших кабанов и полудюжины псевдособачек. Как я знал из предыдущих своих экскурсий в зону поствыбросовый синдром. Шагалось легко. Детектор исправно показывал аномалии. Вдали уже маячила последняя застава долго. Стоп. Уж как-то странно она маячит. Неестественно. Аномалия? Но детектор молчит. Странно. И тут мне вспомнился один давнишний разговор с военным сталкером, который на мой недоуменный вопрос о кидаемых им болтах ответил что болт есть самый лучший детектор аномалий никогда не подводит. Ёшкин кот! А у меня-то нет болтов. Весело. Я огляделся в поисках чего-то что можно было бы использовать в качестве лота для аномалий. Поднял с земли камешек. Бросил вперед. Ничего. Прошел путь до камешка. Снова бросил. Опять ничего. Может быть показалось? Поднял камешек. Бросил. И тут же получил камешком в лоб. Больно, блин. Фух. Лучше камешком по лбу, чем в аномалию. Так. Судя по всему, впереди участок с измененным гравиполем. Физику этого поля я изучал достаточно давно. И кое-что успел выяснить. Судя по всему, эффект обратной гравитации создается магнитным полем какого-то неизвестного современной науки химического элемента. Причем магнитное поле, если это магнитное поле, а не что-либо другое, имеет такую потрясающую плотность, что отталкивает от себя другие частицы. Молекулярное взаимодействие. Взаимное притяжение отталкивания. Третий закон Ньютона. Физика. Ничего странного. Вроде бы. Странно и непонятно только то, как и почему это самое поле образовывается. Выяснено, что создается оно ядром, как и у большинства аномалий. Вот только образование этого ядра, представляющего собой либо химический элемент, либо смесь этих самых элементов, является настоящим химическим чудом. Через 15 минут я вышел к заставе долга. Все так же кидая этот лобобойный камешек. Наверное, со стороны это выглядело комично. Должники на посту заржали. Что, сталкер, болты порастерял? Нет, просто кончились, соврал я. Расточительный ты, товарищ. Булава, выдай ему мешочек из наших запасов. Долг помогает нуждающимся. Спасибо, ребята. Это наш долг. Доброй тебе дороги, сталкер. А вам приятного дежурства. Мое отношение к должникам начало меняться в лучшую сторону. Выходил со свалки. Интересное место. Свалка, представляющая собой могильник техники и оборудования, а также зараженной радиацией и почвы, сброшенной сюда после аварии на ЧАЭС в 1986 году, была неплохим полигоном для научных работ. Вот только высок уровень радиации, да и некоторые кучи мусора и остатков техники имели очень неприятную особенность обваливаться, что я уже успел проинспектировать, проходя мимо одного из таких сооружений. Знаете ли, традиция обваливания на свалке мне совсем не по душе. Поэтому я поспешил покинуть сие гостеприимное место. Сверился с картой. Мне еще предстояло пройти немало по кордону, а потом забрать немного на юго-запад к старому переходу на Среднее болото, а там немного похлюпать и меня встретит доктор. Все пучком. Стоять, собака! Ствол на землю, руки на затылок. Быстро, а то я из тебя душлаг сделаю. Обрадовался. Живи, сволочь! Пуля чиркнула у моих ног. Пришлось покорно положить калаш на землю. Молодец! Стой спокойно, не рыпайся. Отдашь хабар и деньги, жить будешь. Весело. Я нарвался на мародеров, промышлевших тем, что грабили сталкеров на возвращении сходки. Ко мне подошли двое. Один держал меня на прицеле дробовика, другой размахивал потрепанной эмкой какой-то древней модификации. Выкладывай хабар на землю. Живее! Ладно, ладно. Сейчас все выложу. Дайте-ка хоть руки опустить. Артефактов у меня нету. Только деньги. Не стреляйте. Не ссы, не будем. Веди себя хорошо, жить будешь. Я полез якобы в карман. Хорошо, что я взял у сталкера плащ. Выручил меня уже после своей смерти. Жаль имя его, я так и не узнал. Нащупал в кобуре сильвер-бойлер. Не копайся, быстрее, а то мы свое слово можем и не сдержать. Ладно, сейчас. Я быстро присел и выхватил болер из кобуры. Мародеры опешили. Навел ствол на мародера с дробовиком. Выстрел. Пуля пробила мародеру грудь. Со вторым мародером не успел. Тот вскинул свой автомат и выжил спуск. Я уже успел подумать, что жизнь моя оборвется пулей калибра 7,62. Но магазин эмки звонко шлепнулся к ногам мародера. Везение в чистом виде плюс ненадежность эмки. Когда-то давно я смотрел документальный фильм про оружие. Там сравнивали М16 и АК-47. Одним из недостатков М16, помимо капризности и склонности к деформации, было неудачное расположение кнопки сброса магазина, из-за чего пострадало множество пользователей этой винтовки. И этот недостаток только что спас мне жизнь. Я встал в полный рост и, вскинув сильвер-бойлер, который начинал мне нравиться с каждой минуты все больше и больше, практически вплотную подошел к мародеру. Совсем еще мальчишка, на вид лет двадцать и судорожно давит на спуск. Кажется, у него еще и патрон в патроннике перекосило. Черт, это уже не просто везение, а двойное везение. Я приставил стул пистолета к голове мародера. Тот запищал. — Дяденька, не убивай, пожалуйста, мне жить хочется. — А какого тогда хрена ты и твой дружок до меня докапывались, а? По ушками зачем мне в лицо тыкали? Убить грозились? — Мразь. Позомнили себя крутыми, да? А как стул к башке приставлен, жить хочется? — Так? — Дяденька, я больше не буду. Не стреляй. — Ладно, сволочь, живи. Хотя будь кто другой на моем месте, пристрелил бы. — Иди. Оружие брось. — Спасибо, дяденька. Вали, пока не передумал. Я поднял с земли свой АК, убрал в кобуру Сильвер Бойлер и вознамерился пойти дальше. И все же что-то ну дело где-то под желудком. Будь я не в зоне, валялся бы я с полей во лбу или бы шел дальше, но уже с облегченными карманами или намятыми боками. Не мастер я рукопашных и понятийных выкрутасов. Не такой я человек. Не люблю таких людей, как этот паренек. Возомнили себя крутыми и отправились в зону грабить сталкеров, запугивать их, грубить им, убивать. А теперь убиваю я сам. Иногда жестоко, иногда из-за необходимости. Все-таки правильно говорил мне один покойный военсталкер. Зона меняет людей. Раньше я не мог даже мясо порезать. А после пяти лет около зоны и после многочисленных экспедиций я собственноручно убил десятерых. Легко. Странно. Я почему-то даже не задумывался об этом раньше. Получается, я убийца? Нет. Да что же это такое? Что не дает мне покоя? За спиной послышалось какое-то щелканье. Я почему-то упал на землю и откатился за стоявший, видимо, со времен первой аварии УАЗик. Вовремя. Грохнул дробовик. Дробинки застучали по острову джипа. Мать! Ни хрена тот мародер не понял. Мстит за унижение. Ладно. Сам напросился. Дробовик грохнул еще раз. Остов УАЗика жалобно заскрипел. Машина словно говорила, я и так пережила столько всего, столько выбросов, столько смертей, а теперь вы лупите по мне из дробовика. За что? Я прополз вдоль УАЗика и осторожно выглянул за него. Мародер перезаряжал дробовик, оказавшийся двухзарядным. Я вскинул свой АК и дал короткую очередь ему по ногам. Определенно мне надо поупражняться в стрельбе. Вместо того, чтобы перебить ему ноги, пули буквально расплескали парнишку, которому я даровал жизнь и который так предательски попытался застрелить меня, как шакал, в спину. Черт, ведь ты же мог спокойно уйти. Парень лежал на земле, из развороченной пулями груди сочилась кровь, глаза вопросительно уставились на меня. Еще одна смерть. Уже в одиннадцатый раз я убиваю человека. Сознательно. Что я делаю? Мне стало дурно. Но, с другой стороны, все те, кого я убивал, в свою очередь хотели убить меня. А убийство в целях самозащиты вроде как не убийство. Черт. Дошел почти до старого тоннельного перехода, как следовал из карты на среднее болото. По кордону прошел, чуть ли как не по бульвару. Аномалий было мало, но все же иногда страховал детектор болтами. Теперь я с благодарностью вспоминаю тех парней из долга, которые одолжили мне мешочек с маркерами. За правое дело этот долг борется. Чтобы мутантов было меньше. Встреча со снорками мне до сих пор помнится. Слава Богу, что этих тварей на кордоне нет. А что касается самого кордона, кордон кордоном назывался по старой памяти, когда граница зоны проходила здесь. Теперь она километров на 10-12 дальше будет. Хотя здесь еще сохранились порушенный армейский блокпост и фрагменты бывшего периметра. Где-то вдалеке виднелся железнодорожный мост с застывшими на нем вагонами. Разрушенные то ли коровники, то ли бараки, которым вела разбитая асфальтированная дорога, сиротливо приткнувшаяся к ней типовой для стран бывшего единого могучего, бетонной остановкой и проржавевшими дорожными знаками довершали этот невеселый пейзаж. Кинул вперед болт, который взлетел в небо ракеты еще до того, как детектор предупредил меня о трамплине. Обошел аномалию правее. Еще болт, путь свободен. Болт, громкий хлопок, воронка разрядилась. Взять влево. Писк детектора, карусель под деревом. Или штопор. Скорее всего, штопор, он как ветви закрутил. Сколько наше ученое-братье не билось над загадкой этой относительно свежей аномалии, все попусту. Как штопор выкручивает попавшие в него предметы? Из-за чего? Магнитные поля? Эффект противонаправленной спиральной гравитации? А шут его знает. Я кинул в штопор болт, аномалия задрожала, явственно обозначая свои границы. Скрижет металла и вот у меня под ногами валяется скрученный чудовищной силой болт. Больше всего меня удивило то, что болт не сломался, не разломился, не треснул. Такое впечатление, что и вот таким на заводе сделали. И блестит, как новенький. Даже ржавчины нет на нем. Когда до тоннеля оставалось рукой подать, я решил передохнуть. Чуть его знает, сколько еще придется идти по тоннелю и что в нем может случиться. Не повредит. Присел на пенек какого-то давно поваленного дерева. Перекусил. Нет, эти сублиматы ни в какое сравнение не шли с готовкой моей нареченной. Эх, хорошо бы к ней сейчас отъесться и поспать. Завершив трапезу, собрал все свои скудные пожитки в рюкзак для научных экспедиций. Не квадратный такой, какие обычно носили ученые, а больше похожий на обыкновенный рюкзак. По бокам располагались отделения для баллона с кислородом и большого фильтрующего патрона для противогаза. Так, на всякий пожарный, потому что мой комбинезон был оборудован системой замкнутого дыхания. Также я в рюкзаке держал запасной модуль к автоаптечке комбинезона, который было бы правильно назвать бывшим скафандром. Были в рюкзаке и универсальный ножик, зажигалка и спички, немного антирада и патроны к оружию. Еще в одном из отделений лежал пакет для доктора. После сборов я поправил противогаз, наконец-то подогнав его по размеру, проверил оружие и сверился с картой в КПК. Правильно я сделал, что подогнал противогаз. На карте был значок, обозначавший опасность для дыхания. И стоял он как раз напротив входа в тоннель на болото. Замечательно. Я надел противогаз, накинул капюшон плаща и на всякий случай закрепил фонарик на лямке рюкзака и, благословясь, отправился в путь. Моя самодельная система с противогазом действовала отлично. Я не ощущал никакого дискомфорта для дыхания. Шел спокойно, бросал болты, понемногу стал привыкать к этому занятию, делать это почти автоматически. Детектор аномалии был спокоен. Единственную попавшуюся мне в туннеле аномалию я оставил позади. Изредка потрескивал счетчик Гейгера. И вдруг к этому потрескиванию примешался странный звук, похожий на шипение крана, когда в доме отключили воду. На всякий случай покрепче сжал в руках АК и перевел селектор на непрерывную стрельбу. Неожиданно в свете фонарика появилась высоченная фигура, кажется, человека, но вроде бы как с щупальцами у шеи. Мама, это же кровосос! Палец мгновенно надавил на курок и весь тоннель заполнился оглушающим грохотом АК-104. Кровосос взревел и, практически не обращая внимания на бронебойные пули, кромсавшие его тело, двинулся на меня. Раздался глухой щелчок. Кончились патроны в магазине. Я оставил автомат болтаться на ремне и выхватил болер из кобуры, так как времени на перезарядку автомата не оставалось. Навел пистолет на кровососа, но того уж и след простыл. Фух! Пронис... Меня вздернуло чуть ли не к потолку. Кровосос материализовался передо мной. Я был зажат в его громадных и жутких лапищах, чудовищно сжимавших мне руки выше локтей. Страх, первобытный животный страх пронизал каждую клеточку моего, словно в тисках зажатого тела. Каким-то чудом я все-таки поднял руку с пистолетом и начал стрелять мутанту прямо в морду. Кровосос дико взревел, захрипел и швырнул меня. Я пролетел по воздуху и сильно ударился об стену тоннеля. Казалось, из каждой поры тела вышибло кислород. В глазах покраснело, закололо. Краешком сознания я все-таки успел увидеть, как черная кровь хлещет из головы чудища, как торчат перебитые ребра из туловища. Кровосос пытался идти в мою сторону и прикончить меня, но силы покидали его. Я потерял сознание. Очнулся от холодного металлического женского голоса в ухе. Показатели жизнедеятельности нестабильны. Для поддержания основных параметров использованы болеутоляющие, стимулирующие и тонизирующие средства. Рекомендуется немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. И тут же. Внимание! Получена доза радиационного облучения, опасная для жизни. Немедленно используйте противорадиационные препараты. Внимание! Дрожащими руками, не понимая толком происходящего вокруг, я с трудом стянул с себя чудом уцелевший рюкзак и нащупал в нем инъектор с антирадом. Неуклюже закатал рукав и вколол себе препарат. Боли не чувствовал. Наверное, сказывалось действие боли утоляющего. Странно, почему организм никак не реагирует на введение антирада? И тут меня как током прошибло. В ухе опять раздался женский голос. Для поддержания мыслительной деятельности и адекватного восприятия окружающей обстановки использованы стимуляторы, сосудорасширяющие и обостряющие средства. Возможны побочные эффекты. Весело. Я попробовал подняться. Смог только с третьей попытки. Переломов вроде бы нет, но левая рука меня плохо слушается, а правая словно поролоном набита. Наверное, после крепких объятий кровососа, для которого я чуть не стал главным блюдом на празднике его же живота. С трудом подобрал автомат. Закинул на плечо. Наступил на оброненный мною бойлер. Также с трудом подобрал его. В кобуру засунуть не смог. Руки не позволяли. Пришлось сунуть его на время в карман. Теперь пистолет мне казался очень тяжелым. Задумался, как буду идти дальше. Болты кидать не смогу. Руки не позволят. Надежда только на детектор. Что-то трещало. Черт, да это же счетчик Гейгера. Фонит сильно. Надо двигаться. Пошел вперед. Гейгер затрещал сильнее. На полу что-то копошилось. Что-то большое. Я еле-еле включил непослушно рукой уцелевший фонарик. И чуть-чуть снова не потерял сознание. Кровосос был жив. В свете фонарика было видно, как раны от пуль медленно затягиваются. Кровосос посмотрел на меня. Взгляд его был диким, полным ненависти и желания убить меня. Монстр захрипел. Мне стало дурно. Дрожащий от слабости и не скрою страха рукой, я поднял сильвербойлер и высадил в морду кровососа остатки обоймы. Черные пятна брызнули на тех местах, куда в тело кровососа попало несколько пуль. Остальные взметнули столбики крошки на бетонном поле тоннеля. Я сунул бесполезный пока ствол в карман плаща и подтянул ремень автомата так, чтобы он висел у меня на плече и его можно было удерживать одной правой рукой. Спотыкаясь, двинулся дальше. Мать, я рюкзак оставил. Пришлось возвращаться. Вот и он. Потрепан, конечно, но в целом все нормально. Попробовал поднять. Тяжело. Из рюкзака выпала пара обоим к автомату. Черт, теперь их еще и засовывать обратно. Вспомнилось, что магазин автомата пуст. Вовремя обои мы выпали. Выщелкнул из автомата пустую, вставил новую. Остальное засунул в рюкзак. Поспешил убраться от места моей первой радостной встречи с кровососом. С превеликим трудом вытащил КПК, чуть не уронив его. Сверился с картой. До точки встречи оставалось топать и топать. Я не дойду. В таком состоянии точно не дойду. Убрал КПК обратно в карман левой рукой. Тяжело. Вдруг аппарат завибрировал. Черт. Две минуты вытаскивал недавно засунутый КПК обратно. Почта пришла. Неуклюже ткнул пальцем на сенсорном дисплее кнопку открыть. Уважаемый медведь, нижайшая просьба поторопиться. Мне стало известно, что надвигается волна мутантов. Скоро она будет на кордоне. Надеюсь, что вы доберетесь до места благополучно. Доктор. Постскриптум. Адрес вашей почты мне дал бармен из бара Сторинген. Весело. Меня уже ищут. А может доктор сможет мне помочь? Остается только надеяться, что его КПК оснащен приемопередатчиком для мобильной связи. Я старательно открыл меню опции и выбрал пункт «Перезвонить». На экране пошел отсчет времени звонка, вернее радиовызова. Сотовые станции в зоне использовались для других целей, а не для мобильной связи. Сигнал шел от коротковолнового передатчика в КПК. Удобно. Через пару минут ожидания в наушнике раздался удивленный голос доктора, как я понял. Ээээ... Что-то опять мой КПК фокус и выделывает. Доктор, все нормально. Вас вызывает медведь. Сталкер медведь. Я должен передать вам пакет от бармена. Ааа, молодой человек. Да, знаю. Вот только никак не возьму в толк, как я с вами могу говорить по КПК. Почти стандартная функция, немного мною подправленная. Там куча технических штучек. Расскажу при встрече, если только мы с вами встретимся. Есть проблемы? Да, меня помял кровосос. Вы ранены? А что с кровососом? Он не пострадал? Доктор, мне пришлось убить кровососа, иначе бы он убил меня. Я не ранен, но руки у меня практически не действуют. Весьма прискорбно. С руками вашими мы, конечно, разберемся, но кровососа жаль. Очень жаль. Доктор, я нуждаюсь в помощи. Мне, конечно, тоже жаль эту милую зверюшку, но я сейчас нахожусь в очень затруднительном положении. Вы бы не могли мне помочь? Да, конечно, медведь. Где вы находитесь? В тоннеле, ведущем на болото. Пелинг отправлю. Мое местоположение будет отображаться у вас на карте. Заранее спасибо. В зоне заранее не благодарят. Вы сталкер, вы должны знать об этом. Доктор, я не совсем сталкер. А кто вы? Доктор, я понимаю ваше любопытство, но давайте все вопросы отложим до нашей с вами встречи. Тут у меня кажется появились тявкающие гости. В тоннеле слышались лай и рычание. Похожие на наш с кровососом огонек решили заглянуть слепые собачки. В наушнике раздался голос доктора. Спокойно, если с ними обойтись по-доброму, они не причинят вам зла. Доктор, вы это серьезно? Абсолютно. Уберите оружие, достаньте какую-нибудь еду, не проявляйте злобы, агрессии и страха. В общем, ведите себя с ними так же, как и с обыкновенными собаками. Угостите их съестным. Оставайтесь хладнокровным. Ладно, попробую. Лай становился все ближе. Я попытался закинуть автомат за спину. Не получалось. Ну ладно, пусть болтается. Скинул рюкзак. Взял банку консервов с легко открывающейся крышкой и пару галет. Стал ждать. Тут из-за угла показались гости. Облезлые, с уродливыми наростами на месте глаз, с вываленными длинными языками, слепые псы мало походили на обычную домашнюю собаку. Их было трое. Со злобным рыком они стали медленно приближаться ко мне. Пугают. Хорошие песики. Кушать хотите? Я вам тут консервов припас, сказал я с небольшой надеждой на успех. В мозгу настойчиво крутилась мысль, связанная с болтающимся под рукой замечательным АК-104 МП с превосходным магазином в 45 мощных бронебойных патронов. Может галетку? На, держите, не бойтесь, сказал я, с трудом выдавливая из себя слова. Попутно ватными руками открывал консервы. Получалось плохо. Собаки остолбенели. Весь их боевой настрой куда-то делся. Клянусь, на их мордах застыло озадаченное выражение. Видать, мало кто из сталкеров вот так их привечал консервами и галетами. Подходите, угощайтесь, я не буду делать ничего плохого, обещаю, сказал я уже более веселым голосом. Одна из собак тявкнула. Незлобно, я бы даже сказал весело тявкнула. Я принял это за сигнал. Поставил банку с консервами на землю, положил рядом пару галет, отошел в сторону. Псы осторожно приблизились к угощению, втянули на сами воздух. Один из них аккуратно взял галету, захрустел, присел, взял еще одну. Вскоре к нему присоединился один его товарищ, предъявивший права на банку с консервами. С его монополией не согласился последний пес. Тявкнул, мол, капитализм тут развел, понимаешь ли. Через некоторое время я уже сидел в компании вполне дружелюбных слепых псов, которые сейчас вели себя как обыкновенные собаки, тянули меня за рукав, прося новые подачки, веляли хвостами, тявкали. Один из них возражений с собачьей стороны не последовало. Единственным ответом на сей мой невоспитанный жест было хрумканье. В кармане завибрировал КПК. Я полез в карман и с превеликим трудом извлек его на свет. На дисплее светилось новое послание доктора. Ну как? Я нажал на кнопку перезвона и, соединившись, произнес с улыбкой «Док, давайте быстрей, а то эти дармоеды оставят меня без харчей». Глава третья В доме на болоте Но, товарищ медведь, кровосос помял вас основательно. Потребуется длительное лечение. Недели две надо принимать массаж, растираться. Как таковых повреждений нет, но мышцам надо восстановиться. Несерьезные повреждения, но опасные. Если не начать лечение, то мышцы на левой руке могут атрофироваться. Плюс надо поправить здоровье после удара об стенку. Ваша компьютеризированная аптечка ввела вам препараты в таких дозах, что от них сейчас больше вреда, чем пользы. Боюсь, как бы не было интоксикации организма. Попьете мочегонное, поедите более-менее нормальную пищу, да и от стресса подлечитесь, заодно и мне тут поможете по хозяйству. Но лечиться я вас оставляю на своих условиях. Во-первых, все, повторяю, все свое оружие вы сдадите мне. Получите обратно, так сказать, по выписке. Во-вторых, по моему дому без спросу не лазить, нос не в свое дело, не совать. В-третьих, не пытаться ничего украсть, накажу жестоко. В-четвертых, не пытаться всучить мне деньги или еще что-то подобное. Я решительно не признаю эти нарезанные цветные бумажки. В-пятых, будете делать все, что я скажу, беспрекословно. Понятно? Да уж куда понятнее, кисло протянул я. Доктор дал мне какую-то микстуру, от вкуса которой нельзя было не поморщиться. Хуже лимона в миллион раз. Зато правая рука почти пришла в норму, и я мог вполне сносно ею работать. Но мои планы поскорее выбраться из зоны пошли прахом. Ну, тогда располагайтесь, пригласил доктор. Так началось мое житье у доктора. Надо сказать, обустроился он в зоне с комфортом. Дом у него был добротный, хоть и стоит прямо посреди болот. Операционная, по последнему слову, медицинской техники, насколько я ее не понимаю, медикаменты, которые есть далеко не в каждой клинике за периметром, были у него в изобилии, а холодильник всегда полон еды. Вот только готовил доктор исключительно ирландское рагу. Вполне съедобно. Еще доктор выделил мне спальное место, надувной матрас с армейским одеялом. Вот спасибо, так спасибо. Устал я чертовски. Благословясь, повалился на матрас и уснул. Проснулся от назойливого вибрирования где-то под мышкой. Щекотно, блин. Нарушителем моего танкового сна оказался КПК, который вопрошал меня либо о пополнении заряда аккумулятора, либо о вставке новой батарейки. В противном случае грозилось отключиться и больше со мной не разговаривать. Я хотел было утихомирить наглую машинку, в которую вложил немало труда и дензнаков вставкой нового аккумулятора, полученного от бармена. Не получилось. Барменовские батарейки не подходили к моей машинке по размерам, они были слишком малы и по емкости. Мой КПК имел гораздо больше энергопотребления, чем стандартный КПК рядового сталкера. Поэтому принципиальная машинка исполнила таки свою угрозу. Пискнула и отключилась. И тут же в доме доктора погас свет. Заурчал на кухне выключившийся холодильник, запищал где-то в глубинах дома UPS-ник. Видимо, доктор сидел за компьютером. Послышался скрип открываемых дверей и шаги. Ко мне в комнату вошел доктор, в голосе которого слышалось легкое замешательство. Вот тебе и раз. Оказывается, конденсатор имеет предел выработки электроэнергии. Что ж, я об этом догадывался и догадка моя подтвердилась, причем не самым приятным образом. Доктор, позвольте, сказал я, конденсатор не вырабатывает электроэнергии. Это ведь, я говорю об артефакте, называемом конденсатором. Редкая вещица. Вырабатывает электрический ток высокого напряжения, причем без подзарядки. И выработка, как стало только что известно, имеет предел. Пренеприятно. Мы остались без света. А, так вы разумеете, что все освещение дома обеспечивалось лишь одним артефактом с необыкновенной электрической природой? Я, конечно, слышал о таких, но, к сожалению, ко мне в лабораторию подобных экземпляров не попадало. Так вы ученый? Я понял, что проговорился. Ладно, доктор доказал, что ему можно доверять. Ну, не совсем. Обстоятельства заставили меня стать сталкером. Я был ученым, получил специальное образование, изучал артефакты и аномалии. Некоторые явления я и мои коллеги сумели объяснить с физической точки зрения. Понимаете, аномалии и артефакты обладают свойствами, вполне отвечающими законам физики. Необычно только то, откуда и почему эти явления берутся и проявляются тем или иным образом. Что ж, это чрезвычайно интересно. Думаю, мы бы с вами могли объединить свои усилия в области изучения этих явлений зоны. Видите ли, я сам тоже занимаюсь изучением артефактов и достиг в этом деле определенных успехов. Однако есть одно маленькое и чрезвычайно досадное «но». Мы остались без света. А это значит, что многие работы в этой области нельзя будет провести. Также от этого пострадает ваше лечение и большая часть моих медикаментов. промолвил доктор. Нужно предпринимать меры и желательно как можно скорее. А то вдобавок ко всему мы еще останемся и без продуктов. А если использовать еще один конденсатор или, как правильнее было бы, на мой взгляд, его называть аккумулятор? Можно. Только вся проблема в том, что еще одного такого артефакта у меня, признаться, нет. Поиски другого экземпляра могут занять много времени и не увенчаться успехом. Повторюсь, конденсатор является очень редким артефактом. Я крепко призадумался. Откуда в зоне можно взять электроэнергию? Не, ну не тянуть же в самом деле высоковольтную линию к какому-нибудь реактору ЧАЭС. Ха-ха, приходишь к станции с мотком провода на спине и лезешь подключаться к какому-нибудь выводу. Контрактик на поставку электроэнергии заключаешь с тамошними монстрами и каждый месяц счета оплачиваешь, а? Я изложил свое предложение доктору. Чисто так, поржать. К моему удивлению доктор сказал, что это неплохая идея. Вся проблема только в том, что реакторы на ЧАЭС давно заглушены и действуют, если можно так выразиться, только разрушены двумя авариями четвертой, и что самим запустить какой-нибудь реактор нам не под силу, да и опасно это. Плюс очень долго подключаться к станции, долго и хлопотно кинуть провода, да и кому оплачивать электроэнергию, если администрации на ЧАЭС никакой давно нет? И даже если это у нас получится, что в высшей степени сомнительно, то первый же выброс либо уничтожит нашу линию, либо повредит ее аномалией, какой-нибудь там электрой, например. И тут у меня в голове вспышкой подобно всплеску разряда электро родилась идея. Электро! Вот откуда можно взять дармовую электроэнергию! Я тут же рассказал об этом доктору. Тот усомнился о возможности мероприятия и попросил меня наконец перестать шутить. Сказал, что шутка про выделенную линию от ЧАЭС была, конечно, неплоха и содержала определенную долю шутки. Добавил, что в таком затруднительном, даже несколько беспросветном, в прямом смысле этого слова, положении юмор несколько неуместен. Тогда я вкратце рассказал ему об эксперименте нашей научной группы с электрой. Тогда нашей целью было выявить ядро аномалии, сказал я. Доказать, что аномалия образована электромагнитным полем химического элемента или что-то вроде того. Чтобы до нее добраться, мы применяли сложную систему проводников и заземлителей, дабы избавиться от лишних электрических зарядов. Теперь же нам с вами нужны именно эти заряды. Идея проста, как яйцо. Нужно просто вместо сложной нейтрализующей системы закинуть в аномалию пару проводников с большим сопротивлением. Один из них замкнуть на трансформатор, излишки деть куда-нибудь, ну, заземлить, например. Силу только рассчитать, конечно, будет весьма непросто. Еще сложнее будет подобрать проводник с подходящим сопротивлением. Наконец, самым сложным будет найти трансформатор и пропустить через него ток нужного напряжения и силы. Трансформатор в зоне найти не проблема. Их тут осталось предостаточно, ответил доктор. Но что касается тока, вы же физик, разберетесь как-нибудь. Док, это вам не какая-нибудь там подстанция. Мы имеем дело с аномалией, причем в зоне. У меня нет никакого специального оборудования. Единственное, что могло бы нам помочь, так это мой КПК. Но, к сожалению, он испытывает сейчас те же трудности с энергоснабжением, что и мы. Если бы он сейчас работал, мы бы располагали базой для расчетов плюс данными об электре. Ну, сила тока, напряжение, сопротивление применявшихся нами проводников и прочее. Плюс специальные калькуляторы и другое необходимое ПО, чтобы облегчить нам жизнь. Что ж, неплохой проект, вот только долгосрочный. А нам нужно восстановить энергоснабжение как можно быстрее. Доктор, а не найдется ли в зоне дизель-генератор? Точно! Я совсем про него позабыл. Он же у меня в сарае стоит. Ну вот, проблема временно решена. Подключим пока генератор и будем со светом. Правда, придется экономить. Глава четвертая Генератор Через пару часов после утомительных манипуляций с дизелем свет в доме доктора появился. В мой КПК я немедленно воткнул зарядник от КПК доктора и агрегат был отправлен на зарядку. Я сидел на кухне и прикидывал на бумаге чего и сколько понадобится, чтобы в доме доктора был постоянный свет. Я был крайне в этом заинтересован. Сохранность многих необходимых мне лекарств зависела от постоянного энергоснабжения. В ходе своей работы я неожиданно пришел к очевидному выводу. Где взять аномалию? Ну, найти ее несложно, а вот сделать из нее электростанцию, да еще и недалеко от дома, было настоящей проблемой. Я позвал доктора и рассказал ему об этой проблеме. Доктор только рассмеялся. А еще и ученый, специалист. Вам должно быть известно, что некоторые аномалии можно, так сказать, сделать собственными руками. И электро, безусловно, относится к ним. Нужно только заставить взаимодействовать между собой несколько артефактов при определенных условиях. И вот, получаем готовую аномалию. Правда, такая аномалия довольно слаба и недолговечна. А если попробовать переместить аномалию, сказал я. Но тут же осекся. Специального оборудования не было. Единственный комплект остался у каменника. А сам каменник остался лежать у старых ЖД путей, что в окрестностях Янтарного озера. Если только труп его не растерзали падальщики или не сжег выброс. В любом случае оборудование потеряно. Черт, опять тупик. Ладно, давайте пока соорудим аномалию. Может, потом что-нибудь все же придумаем, сказал я, поворачиваясь к доктору. Ну, с коллега, тогда пойдемте работать. А у вас есть с чем? Но я собрал неплохую коллекцию запчастей, улыбнулся доктор. Доктор провел меня в довольно просторную комнату, заставленную стеллажами. Мама, родная, сколько артефактов! Никогда столько не видел. Сколько простора для исследований. Сколько экземпляров, которых я раньше и не видел. Доктор, сказал я, не в силах отвести глаз от стеллажей. У вас замечательная коллекция. Если ее изучить полностью, да что там полностью, хотя бы частично, то во многих науках откроется немало новых разделов. Возможно, вы даже станете основателем новых наук и учений. Как приятно наконец встретить человека, который интересуется артефактами не со стороны денег, воскликнул доктор. Зрелище множества артефактов, обладавших невероятными физическими свойствами, суливших новые открытия и многие часы интересной, даже захватывающей работы, снова разбудило во мне ученого. По правде говоря, я и оставался ученым. Сталкер из меня не получился. Ведь кто такой сталкер? Искатель приключений, первопроходец опасных дорог зоны, полных не только аномалий и мутантов, но и какой-то непонятной такой притягательной романтики. Охочий до наживы глупец, таскающий за огромные деньги всякие необычные и опасные штучки. Наркоман, который уже не может жить без регулярных ходок в зону, без постоянного риска, без перестрелок, без охоты с артефактами? Нет, я не сталкер. Близился к исходу третий час нашей работы с доктором. Мы перебрали множество комбинаций артефактов, которые могли бы нам дать полноценную электру. Во многом нас выручали исследования доктора о свойствах артефактов и мои познания в физике аномалии электра. Насколько я понял доктора, некоторые артефакты являются как бы упакованной аномалией и при определенных условиях раскрываются, становясь новообразованиями. Конечно, аномальные поля получались и при взаимодействии двух артефактов в какой-нибудь среде, типа спиртового или бензинового раствора, но аномалия, полученная при их взаимодействии, была недолговечной. А полноценные аномалии могли существовать довольно долгое время. Доктор рассказал мне, что один гравиконцентрат угнездился прямо на дереве, живет там уже который год и не жалуется на самочувствие, съезжать не собирается. Многие пытались его оттуда убрать, и сталкеры, и научники. Интерес ради, почему он там висит, когда ему на земле быть полагается? Вот только не получилось у них ничего. Вообще проблемой перемещения аномалии занималось порядочное количество ученых, и я входил в их число. Некоторые пытались и вовсе ликвидировать аномальные образования. Пока безрезультатно. А мы с доктором сейчас занимались прямо противоположным делом, с теми же успехами. Прошло еще несколько часов. Я устал, откинулся на вращающемся кресле. Отхлебнул растворимого кофе из кружки, в который раз затянул. Какие артефакты образовывает электро? Лунный свет, бенгальский огонь, молнию, вспышку. Из них наибольший электрический потенциал имеет вспышка. Вы про конденсатор забыли, молодой человек, произнес доктор, подтягивая свой китайский черный чай, больше похожий на деготь. Конденсатор, вспышка. Отличие только по заряду, потенциалу, электромагнитным свойствам. А, при собачьи к вспышке усилитель, заверни ее в противофазу, запитай чем-то со стороны, вот тебе и конденсатор. Мда, промямилил я, и тут же подпрыгнул на месте. Точно, доктор уже смотрел на меня просветленным взглядом, а если совместить вспышку с парой катализаторов из вашего запаса, взять тот же осколок неба, который, как вы утверждаете, способен усиливать свойства артефакта, плюс еще пустышку. И все это даст усиление свойств вспышки в несколько десятков раз, воскликнул доктор. Доктор принялся ходить по комнате и что-то бормотать себе под нос. Я же в это время мучил свой КПК, производя расчеты усиления свойств вспышки и сравнивая их со средним потреблением электроэнергии избушки доктора. Если, как сказал доктор, потенциал вспышки вырастет раз в 10, то на освещение дома энергии хватит с лихвой. Рост напряжения силы тока при отсутствии усилителя. Включить ночную звезду для придания большей стабильности — это почти физическое чудо. При таких параметрах накинуть амическое сопротивление на средний проводник где-то 50 килоом хватит. Нет, лучше пересчитать. А трансформатор? Тогда параметры входа и коэффициент трансформации — это надо записать, все компоненты брать в равных частях, на всякий случай на промежутке попридержать ингибиторы — работа кипела. Я прикидывал теоретический выход напряжения и прочих величин гипермодификатора генератор, как окрестил нашу разрабатываемую смесь доктор. Первоначальный замысел с электрой был позабыт. Мы неустанно трудились над этим чудом физики и химии еще на протяжении нескольких часов. Потом постановили продолжить работу утром на свежую голову, так как оказалось, что было уже глубоко за полночь. Я добрался до своего матраса и, не обращая внимания на жуткие звуки снаружи, уснул. — Итак, молодой человек, — поприветствовал меня доктор, уже сидевший за столом и ловко оперировавший изящным кухонным ножом, — приступим к нашей трапезе. — Сегодня зона нас наградила ирландским рагу, — ей хитро спросил я. — А вот и не угадали. — Сегодня у нас сосиски а-ля баварские. — А пиво прилагается? — доктор усмехнулся. Впервые за довольно продолжительное время моего знакомства с доктором я смог хорошенько его рассмотреть. На вид доктору можно было дать лет сорок-пятьдесят, хотя морщин на его лице было мало. Цвет глаз доктора определить было довольно трудно, совсем как у Чехова. Волосы у него были седые, волнистые, составлявшие солидную для его неопределенного возраста гриву. Взгляд его был задумчив, серьезен. Однако в минуты веселья взгляд смягчался, светлел. — Да, можно еще добавить, что смотрел на тебя доктор понимающе, как хороший психолог. — Вообще хороший мужик этот доктор. — Пива не будет. Дорогое и бестолковое это в зоне удовольствия. Есть красное вино, но в очень ограниченных количествах. и есть, как всегда, чай. — Давайте тогда чай. Только нормальный, если можно, а не ваш деготь. Доктор посмотрел на меня с явным неодобрением. — Вы, молодой человек, пьете бурду, в то время как настоящий чай и должен быть похож на, как вы выражаетесь, деготь. — Ладно, так и быть. Получите вы свою бурду в нужном количестве. Доктор махнул в сторону буфета. Пакетики в третьем ящике. — Спасибо. Спешно позавтракали. Потом чуть ли не бегом отправились к оставленной вчера работе. Доктор сказал, что сегодня мы будем делать модель новой аномалии или артефакта или еще чего-то. — Я и сам не знаю, что именно получится в смысле внешнего вида, заявил доктор, но думаю, что ничего опасного не выйдет. — Зато я предполагаю, что у нас получится в смысле физики, ответил я с самодовольным выражением на лице. Доктор только усмехнулся. — Аккуратно режь. Легонько. Так. Взвесим. — Ёлки, опять ты мало отрезал. Так все артефакты мне переведешь. — Ничего, доктор, новых наберем. Ну, вперед, только корзинку не забудь. — Так, это вот сюда. Столько будет достаточно? В самый раз. Подводи. Нежненько. Вот, вот. Теперь вы, доктор, дальше по вашей части. Доктор осторожно взял маленький кусочек ночной звезды и аккуратно поместил его в лоток к остальным частям генератора. Залил спиртом. В лотке зашипело. Лоток пошатнулся, можно даже сказать, подпрыгнул. Доктор закричал с неподдельным ужасом в голосе «Ложись!» Комнату осветила ярчайшая вспышка. Раздался характерный электрический треск. Я осторожно попытался поднять голову. Моим глазам открылось неописуемое зрелище. На останках лабораторного стола сияло нечто бесформенное, напоминавшее кусок горного хрусталя, через который пропустили металлический синий свет. Вокруг куска пробегали молнии. Рядом тихо матерился доктор. Черт никогда бы не подумал, что доктор может материться. Но не вяжется подобный лексикон с его обликом. Ползи за болтами, тихо прошипел с пола доктор. Зона знает, что у нас я пополз. Медленно, стараясь не особо поднимать голову. В общем, как учили на курсах огневой подготовки. Доктор опять зашипел «Давай быстрее!» Дорога за болтами заняла у меня минут семь. К тому времени доктор уже успел отползти от нового образования и теперь ожидал меня в дверях. На лице его читалась обеспокоенность вкупе с некоторой долей страха. Я понимал его, но в образовании в комнате битком «А если брать эту беду в масштабах всего дома, то тут уж совсем нехорошо получалось. Плохо даже. Паршиво!» «Кидай давай медведь болты!» прошептал доктор. «Надо определить, чего нам ждать от нашего же творения, а потом как-то его убирать из дома». Я послушно кинул первый болт. Ничего. Второй с тем же успехом. Третий. Четвертый. Пятый я закинул уже совсем близко к нашему шестой болт упал прямо на новое образование. Ничего. Я выждал пару мгновений, потом еще немного, еще. Нет, не аномальное образование. Хрен знает что. Может быть артефакт? Точно артефакт. Минуты текли словно патока из разбитой склянки. С болтом ничего не происходило. Меня тронул за плечо доктор и дал небольшой пакет. В нем был всякий мелкий мусор. Ничего объяснять было не нужно. Новый или незнакомый артефакт полагалось прежде чем брать в руки обкидать всяким мусором, а то мало ли как он может подействовать. Я подошел поближе к новообразованию. Волосы на голове мгновенно встали дыбом. Видать потенциал у этой штучки нешуточный. Распотрошил пакет, отошел, снова ничего. Ровным счетом ничего. Значит это артефакт. Точно артефакт. Доктор, давайте контейнер и перчатки. Будем брать. Доктор передал мне требуемые вещи. Я натянул перчатки на руки. Осторожно вплотную подошел к артефакту. Волосы на моей голове просто взбесились. В пальцах неприятно покалывало. И мне это не нравилось. Аккуратно приблизил руки к артефакту. Потянул. Не поддается. Будто бы к полу приклеен. Решил потащить. Аккуратно стал смещать артефакт в сторону. Зацепил валявшийся на полу болт артефактом. Вспышка. Черт. Когда глаза немного привыкли к окружающему освещению, я увидел змею. Она была цвета яркого индиго, извивалась, но не ползла. Затем она обвелась вокруг какого-то сучка или ветки, не могу рассмотреть точно. Вот теперь она ползет, обвиваясь вокруг ветки сучка. Ползет навстречу какому-то сиянию, которое я сначала не увидел. По мере того, как змея подползала к сиянию, оно становилось все ярче. Наконец, голова змеи соприкоснулась с сиянием. Щелкнули тысячи молний. Змея превратилась в реку, вытекающую из сияния, обвивающуюся вокруг сучков и втекающую обратно в сияние. Тысячи маленьких молний выбивались из сияния и танцевали затейливый танец, похожий на колебания косинусоиды. Я неожиданно почувствовал свои руки. Странно, как будто бы у меня их раньше не было, а теперь они появились. Руки мои со мной. А теперь я чувствую ладони. Их словно колют миллионы маленьких иголочек. Больно, но щекотно. Теперь я слышу треск. Он похож на тот треск, который сопровождает втыкание вилки в несовсем исправную розетку. Что-то ударяет мое плечо. Я словно очнулся от какого-то фантастического сна и увидел, что держу в руках артефакт, из которого торчат два болта, между которыми протекает, судя по всему, электрический заряд. Мне стало страшно. Я понимал, что если что-нибудь сместится, что-то упадет или отвалится от этой немыслимой системы, то заряд, наверное, во много тысяч вольт прошьет насквозь мое тело. Сзади послышался голос доктора, звучавший, как надгробная речь на похоронах. Только спокойно. Не двигайся. Я сейчас что-нибудь придумаю. Покалывание в ладонях стало ослабевать. Я машинально пошевелил рукой и увидел, что перчатки на ладонях прогорели насквозь во многих местах, а в дырах белеет неповрежденная кожа, кое-где соприкасавшаяся с артефактом. Невероятно! По всем законам физики меня давно должно было убить электрическим током. Я видел, что некоторые молнии, исходившие от артефакта, буравили мою кожу на руках. Мне стало щекотно. Я поудобнее перехватил артефакт руками, словно знал, что ничего плохого не случится. И был прав. Артефакт в моих руках смялся подобно пластилину. Один из болтов выпал. Электрическая река мгновенно высохла. В моих руках теперь был кусок прозрачного пластилина, внутри которого слегка пульсировала голубоватая марева. Странно. Как может быть пластилин прозрачным? А это просто какое-то чудо. промямлил я с набитым ртом. Во всем законам физики не может быть такого. Признаюсь, я решительно ничего не понимаю. Эта штука вырабатывает электрический ток, причем переменный электрический ток, с параметрами чуть ли не как в обыкновенной розетке, и при этом абсолютно никак не воздействует на органику, что я и проверил на собственной шкуре. Разве что только есть хочется страшно после таких проверок. А вы, молодой человек, утверждаете, что в зоне действуют исключительно законы физики? Физика и ничего больше. Вот, получайте теперь физику вместе со всеми ее законами, сказал доктор, прихлебывая чай. Признаю свое поражение. Я, ученый, хоть и бывший, решительно никак не могу объяснить в рамках науки свойства нашего новорожденного артефакта. И то, что он выдает ток на выходе, как в обыкновенной осветительной сети, и что он пластичен и безвреден для органики. Это чудо? В какой-то степени. Мы же сами его сотворили. Значит, это рукотворное чудо, подытожил доктор. Ладно, хватит тут чей гонять, пора заняться проблемой электроснабжения дома. Док, дайте хоть доесть, взмолился я. Питайся, а потом не забудь пройти в лабораторию, будем думать, как наш артефакт к освещению дома приспособить. Покончив с остатками нашего завтрака и так и не насытившись, я совершил набег на докторский буфет. Там было пусто, если не считать около десятка пакетов с армейским рационом и брикетов с лапшой быстрого приготовления. Подумав, что смогу обойтись исключительно лапшой, я забрал один брикет, раскрыл, высыпал содержимое в миску, залил кипятком, перемешал. Затем добавил сушеного мяса с овощами из пакетика и соус. Подождал, снова перемешал и принялся уплетать в миску, я почувствовал еще больший голод. Где-то под ложечкой ныло так, будто я не ел целую вечность. Я снова пошел к буфету. На этот раз взял пакет с армейским рационом. Все тело стало ватным. Я с трудом разорвал упаковку и набросился на еду, почти не разбирая, что можно есть так, а что надо хоть как-то приготовить. Заканчивая третий пакет с суточным рационом одного бойца, я, наконец, почувствовал, что насытился. С нежностью, посмотрев на четвертый пакет с армейским рационом, я было потянулся к нему, дабы насытиться окончательно. Не получилось. Сработал закон Архимеда, полностью соответствовавший послеобеденной традиции, существовавшей еще в Древней Руси. Я уснул. Доктор обнаружил меня спящим на пакете армейского рациона посреди живописно распотрошенных его собратьев, каких-то оберток, судочков и мисочек. С трудом распихав меня, доктор уже собрался предъявить мне, как я с просонья понял, материальные претензии, но сделать этого не сумел по причине моей скоропостижной отключки, о чем поведало доктору мое громкое храпение, хотя я сроду не храпел во сне. Бедному доктору пришлось тащить, как он потом мне признался, медвежью тушу, под стать моему прозвищу до надувного матраса, служившего мне ложем, и укладывать отсыпаться, как будто бы после хорошей попойки. Проснулся я, по всей видимости, ранним утром. Солнце светило мне прямо в левый глаз, как дяде Боря по прозвищу Фантомас, заседавшему около моря в здании конструкции типа М и Жо. Чувствовал себя очень хорошо. Руки не болели совсем. Поднялся, поправил матрас. Где-то в районе матраса запищал КПК. Немного повоевав с одеялом, непонятным образом связавшимся за ночь в узел, извлек на свет аппарат и прочитал на его дисплее Некролог. 10-12 Сталкер Валерий Остряк Земельский Кордон Штопор АА-013С Еще один Сталкер погиб. Да еще и в такое прекрасное утро. Утро, в которое аномалию такого типа видно без всяких детекторов невооруженным глазом. Неопытный был, наверное. Или невнимательный. Запихнув КПК в карман, отправился на поиски доктора. Обнаружил его сидящим на крыльце. Доктор любовался ясным небом, столь непривычным для зоны. Обычно тут было либо облачно, либо шел дождь, либо гроза, либо еще что-нибудь. А то и вообще выброс затянет все небо над зоной черно-серо-красной пеленой. — С добрым утром, медведь, — поприветствовал меня доктор. — Вылез из своей берлоги после спячки. — Очень смешно, — огрызнулся я. — Да я и не особо смеюсь. Ты опустошил мой буфет, съев недельный стратегический запас продуктов за один присест. Проспал два дня. — Я спал два дня? — Ага. — Причем весьма крепко. Я уже было встревожился. Не случилось ли с тобой чего? — Из дома послышался звук выключившегося холодильника, щелчки аккумуляторов небольших медицинских боксов с медикаментами, а из сарая раздался грохот заглохшего генератора. — Приехали. В доме снова недовольно запищал ЮПС. Доктор нахмурился. — Опять без света. Артефакт мы еще не подключили. — Док, расслабьтесь. Его и подключать-то нечего. Совсем как батарейка. Воткнуть фазу и землю, и мы со светом. В параметрах выхода я почти что уверен. Если ваш конденсатор давал вам почти промышленный ток, то эта штука, которая чуть тогда меня не шибанула током, будет работать еще лучше. В конце концов, мы же все высчитали, док. — Ну, почти все, кроме таких последствий, — сказал я беспечно. Доктор недовольно посмотрел на меня. — Мы не знаем, каких еще сюрпризов нам ожидать от нашего же творения. — Тебе, медведь, как бывшему ученому, что-нибудь строго научное подавай. — А нет, тут не все так просто. — А чего же тут непростого, — недоменно спросил я. — А ты сам как думаешь? — Что думаю? — Фух, спал-то ты почему целых два дня и ел, как целая рота голодных вояк? — Ну, не знаю, работал много, да и радиации. — Сам ты радиация, тут же налицо признаки побочных эффектов самовосстановления организма после интенсивного стимулирующего воздействия, вспылил доктор. — Док, а теперь объясните мне физику нормальным общечеловеческим языком, что вы сейчас сказали. И еще у меня будет маленькая просьба, не горячитесь вот так, как вы мне сами сказали, сохраняй хладнокровие. Доктор хмыкнул. — Верно. — В общем, так, на твой организм подействовало сильное стимулирующее излучение, короче, тебя как будто обкололи стимуляторами и прочим. Пока понятно? — Ага. Ну и твой организм адекватно среагировал, задействовал скрытые резервы и сам вылечил имеющиеся повреждения. Плюс поднял общий тонус. Понимаешь, организм человека, да и некоторых живых существ тоже, представляет собой очень сложную машину. При повреждениях она автоматически начинает лечить сама себя, разумеется, в приемлемых для жизнедеятельности пределах, чтобы на остальные функции хватало энергии и оставался НЗ. А теперь представь, что организму убрали на некоторое время эти рамки. Естественно, все процессы потекут быстрее, следовательно, будет затрачиваться больше энергии. И чтобы восполнить затраты, организм вскроет НЗ. Когда все запасы подойдут к концу, организм затребует пополнения. Попросту говоря, тебе нужно будет поесть. Поев, то есть получив новый запас еще упакованный в еду энергии, организму потребуется время, чтобы распаковать ее и распределить по пунктам назначения, что использовать прямо сейчас, что убрать прозапас на некоторое время, а что и вообще законсервировать. Короче, организм начнет отключать сознание, чтобы заняться всеми этими делами не спеша и отдохнуть. И ты начинаешь спать. По всей видимости, твой организм затратил столько энергии, что ему пришлось затребовать так много пищи и потратить на сон и восстановление целых два дня. А что стало причиной таких перемен в работе? Стимулирующее воздействие, скорее всего внешнее. Такое оказывают некоторые артефакты, какие-то в большей, какие-то в меньшей степени. Тот же артефакт кровь-камня залечивает мелкие раны и ссадины. После лечения чувствуется легкий голод и сонливость. А вот душа не только лечит даже огнестрельные раны и останавливает почти любое кровотечение, но и так поднимает тонус организма, что скорость мышления и реакции утраиваются. И тут же заключается ложка дегтя. Человек после такого воздействия души биологически стареет, слишком много энергии затрачивается из резервов, да сосуды после такого бешеного кровотока изнашиваются. Я подозреваю, что наш генератор имеет кроме электрических еще и метаболические свойства. Весело. Если все это делает один артефакт, то я расписываюсь в своем полном незнании артефактов и аномалий зоной и все такое прочее. Ну, что все мои работы в этой области есть не что иное, как игра в песочнице сопливого карапуза. Хе, прозрел наконец. Пойми, коллега, зону нельзя изучить, невозможно понять. Какие бы ты законы не устанавливал или не подводил, зона все равно сломает их. Причем теми же законами, которые ты сам ей навязал. В доме опять бы спокойно запрещал ИБП. Нет, немного электроэнергии. Пожалуй, мы заговорились, сказал доктор. Пора возобновить подачу энергии в дом. Да, доктор, согласился я. Показывайте, как у вас там был конденсатор установлен. Захватив нужный инструмент, мы с доктором прошли в небольшую кладовочку, где помещалась импровизированная электроподстанция, состоявшая из одного артефакта. Система ее оказалась довольно простой. Фаза и земля подсоединялись к полюсам конденсатора, который теперь напоминал кусок полуржавого блестящего железа с сиреневым отливом. Я достал из услужливо поданного доктором контейнера генератор голыми руками, ничуть не опасаясь повреждений или еще какой-нибудь гадости со стороны артефакта. А чего бояться? Тогда он меня не убил и теперь не убьет. Не обращая внимания на удивленное лицо доктора, я принялся возиться с артефактом. Нашел на нем места, вытащил контакты из дохлого конденсатора, зачистил до блеска и остроты, укололся. Славно сказано, острый контакт от прикосновения с моей кожей согнулся. Интересно, попробовал уколоть себя еще раз. Имел тот же успех. Никакого урона, только контакт гнется. Вот тебе и генератор. Думали свет себе наладить, а получили в придачу еще и лечилку со свойствами артефакта колобок, который делает кожу невосприимчивой к порезам. Занятно. Сообщил о своем маленьком открытии доктору. Тот буквально подпрыгнул на месте и убежал за записной книжкой и чем-то еще. Вот не думал, что доктор на вид такой солидный и серьезный человек побежит словно любовник улепетывающего из квартиры своей подружки по причине несвоевременно прибывшего мужа последней. Ну да ладно, пусть бегает. Я воткнул тестовую лампочку работает, горит себе и не моргает. Вытащил контакты, пометил ими прямо на артефакте расположения полюсов, затем вставил в воды от электросети дома, сбегал до ближайшей лампочки, включил. Работает. На кухне заурчал холодильник, в глубине дома послышался радостный возглас доктора. Через пару часов мы просматривали за чашкой чая записи, сделанные доктором о нашем генераторе. Довольно урчал холодильник вольно читал писанину доктора под ярким светом висевшей на потолке лампы, а со стены мне улыбался непонятно зачем висевший здесь портрет Сальвадора Дали. Часть третья. Пришел сталкер. Глава первая. Один. С момента моего появления в доме доктора прошла неделя. Руки мои успешно зажили после нашего с доктором изобретения артефакта и обеспечения дома светом от него же. Странная у нас получилась вещица. Свет дает, организм лечит, кожу делает дубовой. После контакта с артефактом ладони моей было невозможно порезать. Доктор с тех пор не вылезал из чуланчика, где я подключил генератор, как мы окрестили наше творение, в осветительную сеть дома. В редкие минуты его появления за обеденным столом доктор с жаром рассказывал мне, что мы заложили новые учения об артефактах, что нам практически в кустарных условиях удалось синтезировать артефакт шестого класса, кои и в зоне практически не встречаются. Я тоже помогал ему в его исследованиях, делал некоторые замеры и расчеты, что-то записывал, систематизировал, наблюдал. Иногда я ходил в одиночку по болотам, втихаря вытаскивая из оружейки доктора свой калашников и бойлер. Напяливал противогаз и уходил хлюпать и кидать болты. Это у меня было вроде прогулки. Часто вытаскивал где-нибудь в укромном месте свой КПК и подолгу смотрел на фото своей любимой. Не хотел показывать доктору свою слабость. Пытался даже связаться со спутником и негласно позвонить домой, к семье, сказать, чтобы меня не забывали, что я жив, что я вернусь. Обязательно вернусь. Однако ничего не получалось. Передатчик моего КПК, монстра, напичканного даже не по последнему, а по будущему слову техники, передатчик, который работал там, где даже рации вязли в помехах, не мог пробиться до спутника. Я даже пробовал нарастить антенну, приняв беспрецедентную попытку подключения к устройству целой бывшей мачты электролинии. Подключить-то я подключил, только сигнал был слабоват. Связь со спутником была неустойчивой и короткой. Одна единственная попытка угробила мне целую батарею, специально спаянную для этой цели аккумуляторов, снятых с парочки хорошо сохранившихся и бог знает, как попавших на болото автомобилей. Выбраться же из зоны я не мог по причине отсутствия некоторого снаряжения и специфичного сталкерского опыта. Я хоть и порядочно походил по зоне и был знаком со многими здешними сюрпризами, никогда не ходил на большие расстояния один. В зоне мало еще ходить, тут и стрелять иногда надо, только успевай обоймы менять. До сих пор мне памятна встреча со снорками, когда я шел с янтаря к долговцам. Чуть не задрали. И всего-то их двое было, а угробил на них сто восемьдесят патронов. Бывалые сталкеры, я слышал, на одного выпускали всего полмагазина. Про встречу с кровососом я вообще молчу. Выжил только благодаря счастливому стечению обстоятельств и мощному болеру. Тот же Сильвер Бойлер выручил меня и при встрече с мародерами. Те гады подкрались ко мне так, что я и не услышал, да еще и с боков. Я помню, когда в одной из наших экспедиций, еще в бытность мою ученым, военсталкер, бывший топтун зоны, так ловко прирезал подкравшегося к нему сзади наемника, тот даже не успел понять, когда военсталкер повернулся. Вот как. Без сталкерского опыта мне не выбраться. Никак. А еще нужны деньги. На патроны, амуницию, на проход через военный блокпост у периметра, а их в зоне можно достать, не считая грабежей и убийств, только сталкерским ремеслом. Значит, надо стать сталкером. Хотя сам факт того, что придется стать сталкером, казался мне абсурдным. Я сидел на крылечке домика доктора и чистил свой Сильвер Бойлер. Хороший пистолет. Провел пальцем по замысловатой эмблеме на затворе. Вспомнился бывший владелец этого ствола и сама история того, как он ко мне попал. В то время я работал в мастерской по починке всякой мелкой электроники. Иногда брал негласно всякие трудные и порой конфиденциальные заказы на починку кое-какой специфичной техники. В один день я вернулся с работы в свой угол. Собственной квартиры у меня еще не было. Все вроде было как обычно, только свет почему-то не включался. Пока я возился с выключателем, кто-то прошагал прямо за мою спину. В затылок мне уперся ствол. Холодный голос по-английски в довольно вежливой манере попросил меня не производить лишнего шума и не орать благим русским матом. Но я, естественно, согласился. По-английски я говорил довольно хорошо, поэтому попытался спросить, чего дорогому гостю надо. Упомянул также про ствол, что в затылок мой упирается, мол, может убрать, а? Мало ли что. Гость не согласился, но сказал, чего ему от меня нужно. Предметом его визита стал очень не вовремя сдохнувший передатчик, защищенный от прослушки связи, который надо было починить. Разумеется, быстро и без свидетелей. Упомянул, что модель чуть ли не в единичном экземпляре. Я резонно спросил, почему он обратился ко мне с таким заказом. Он довольно вежливо ответил, что в узких кругах я имею широкую известность. Такого, честно говоря, я и не ожидал. Ну да, порой ко мне приходили с просьбой починить довольно интересную электронику или что-то улучшить. Просили все хранить втайне. Ну а мне-то что? Я ничего противозаконного не делал. Частная сделка она и есть частная сделка. Теперь же выяснялось, что я помогал не только ревнивым супругам, хотевшим знать об изменах их партнеров, но и некоторым криминальным авторитетам, среди которых я стал известен. Недолго думая, я согласился, но предупредил, что ремонт может быть либо очень долгим, либо трудным, либо невозможным вовсе, в зависимости от состояния прибора. Гость разрешил мне повернуться и убрал ствол от затылка. Нечего сказать, полегчало. Гость включил настольную лампу и выложил на стол девайс. Попросил меня начать работу как можно скорее. Просьбу свою подкрепил направленным на меня из темноты блестящим в свете лампы пистолетом. Надо заметить, что постоянно остававшийся в тени гость умел убеждать. Я принялся за работу. Через полчаса мне стало ясно, что быстро с его заказом не управишься, о чем я незамедлительно сообщил клиенту. Тот с величайшей неохотой дал мне два дня на починку. Все эти два дня, за исключением коротких перерывов на обед и прочие насущные надобности, я корпел над аппаратом, менял детали, многие из которых мне пришлось буквально выдирать из собственных приборов. В итоге я остался без приемника и навороченного мобильника, в который вложил немало труда и оригинальных конструкторских решений. Иногда я творил чуть ли не невозможные вещи, делал то, что не делал даже в хорошо оснащенной мастерской. И все это время на меня неизменно смотрел из темноты, непонятно как оставшийся в комнате даже в светлое время суток блестящий ствол пистолета. Приятного было мало, шутка ли работать под прицелом, но я терпел, терпел и работал. Клиента я мельком увидел, когда он чуть наклонился, чтобы поинтересоваться ходом работ под недвусмысленные щелчки предохранителя пистолета. В лучи настольной лампы я сумел разглядеть руки в черных кожаных перчатках, такого же цвета строгий деловой костюм, белую рубашку с красным галстуком и лысый череп клиента. Еще раз щелкнул предохранитель. Клиент ждал ответа на поставленный вопрос. Я ответил, что прибор практически готов, надо лишь только заменить аккумуляторы на новые и чуток поправить корпус. Клиент согласно кивнул и не обращая внимания на не до конца подогнанные по месту корпус устройства, бесцеремонно вытащил аккумулятор из моего и так уже распотрошенного мобильника. Я застонал, какого труда стоило мне достать этот аккумулятор, в котором вместо электролита применяли части артефакта накопитель, а какую сумму пришлось за него заплатить. Мой гость тем временем опробовал передатчик, постоянно вызывая какую-то то ли Дину, то ли Даяну. Добившись наконец ответа, гость осведомился о каких-то инструкциях. Услышав в наушнике нужную информацию, клиент поспешно выключил передатчик и повернулся ко мне. В сумраке снова блеснула сталь пистолета. Клиент заговорил со мной. Поблагодарил за хорошее исполнение работы, даже извинился за причиненные неудобства. Все это подкрепил солидной пачкой денег с приятным шлепком легший на мой стол. Еще сказал, что оставит мне на некоторое время свой пистолет. Предупредил меня, что в компетентные органы или еще к кому-нибудь мне обращаться не стоит, что вернется через пару дней. Ушел. Вернулся он через три дня. Еще раз поблагодарил за починенный передатчик. Сказал что-то про сильно досаждавший ему дефект связи при приеме входящих сообщений, связанный скорее всего с ошибкой в конструкции. Я вызвался посмотреть еще раз аппарат. Смекнул, что дело может быть в недостаточной запитке одного потенциально слабого места. Поковырялся с полтора часика. Кое-что из деталей заменил, угробив окончательно свой мобильник. Собрал. Попросил клиента проверить. Клиент остался доволен. Сказал, что за качественную работу оставит мне пистолет насовсем. Ну и я естественно не отказался. Время сейчас неспокойное, гопников по улицам гуляет, тьма, да и мало ли что. Я поинтересовался, что это за модель и как с ней обращаться. В то время я уже немного разбирался в оружии, в основном благодаря своим коллегам по мастерской, увлекавшимся оружейным делом. Клиент рассказал, что этот полуавтоматический пистолет называется Silver Baller. В нем применяются боеприпасы натовского калибра 45 ACP, что пушка мощная, но требует правильного ухода. Клиент даже согласился научить меня разбирать и собирать пистолет. Оставил мне боеприпасов на одну обойму в семь патронов. Напоследок совершенно неожиданно и вероломно вколол мне какую-то гадость. У меня сразу сбилось сознание и я стал падать на пол. В последнее мгновение перед тем, как потерять сознание, я неотчетливо увидел лицо с холодными голубыми глазами и когда он повернулся ко мне спиной татуировку на затылке, сильно смахивавшую на штрих-код. А потом я отключился. Очухался, когда настало утро. В голове шумело, как в неисправном радиоприемнике. Оглядел залитую солнечным светом комнату. Все было в местах. На столе лежал, блестя своей нержавеющей поверхностью, сильвербойлер, а рядом в живописном беспорядке лежали патроны. Я взял в руки оружие, оказавшееся довольно тяжелым, внимательно изучил. Внимание мое привлекла эмблема, выгравированная, наверное, лазером. Вспомнилось, что такая же была на корпусе передатчика моего гостя. Вспомнились также детали его внешности. Я пришел к выводу, что он был европейцем. Чуть не убили, и я остался без работоспособного мобильника. Зато пистолетом обзавелся. Весело. Вот будет геморрой с его хранением. А если кто найдет, тогда этого геморроя вообще не оберешься. Сейчас, рассматривая уже ставшее таким родным оружие, я только усмехался тогдашним своим мыслям. Здесь, в зоне, все это казалось смехотворным. Мир за периметром становился для меня далеким и почти чужим. Тогда я обошел запреты, и теперь имею оружие, не раз спасшее мне жизнь. А хотя, по идее, на месте бойлера должен был быть стандартный ПМ, который я чуть не выкинул, когда он отказал во время моей первой экспедиции в зону, до самой моей последней экспедиции я ни разу не сделал из бойлера ни одного выстрела, хотя боеприпасов для него все же сумел достать. Да и вообще, та экспедиция перевернула мою жизнь. И, как мне казалось, навсегда. Сзади ко мне подошел доктор, державший в руках КПК. Сейчас к нам прибудет группа Сиплова, говорит, что самого его подстрелили, его товарищи ранены, а одного человека они потеряли. Готовься к встрече, возможно, тебе придется мне помочь. Глава вторая Сиплый Раненые сталкеры пробыли на постельном режиме три дня. Получив от доктора разрешение на прогулки, они не замедлили познакомиться со мной. Пришли ко мне, сели рядом. Один из них, на вид самый главный, заговорил со мной. Ну что, давай знакомиться, сталкер. Меня сиплым кличут. А ты кто будешь? Медведь. Вот только не сталкер я. А кто тогда? Вояк, что ли? Нет. Я и сам не знаю, кто я теперь. Ну, раз не знаешь, значит, новичок, усмехнулся перебинтованный сиплый. На вид ему было за тридцать. Чуть шире меня в плечах, глаза зеленые, взгляд которых был взглядом бывалого человека, лицо с тонкими, но кое-кде рваными чертами. Видать, потрепала его зона. Голос у него был под стать прозвищу Сиплый. А почему новичок? Я не в первый раз в зоне. Походил тут довольно. С местными аномалиями шибко хорошо знаком. Зверюшек видел некоторых. Все равно новичок ты, не соглашался сиплый. Только новички не знают, кто они такие и зачем пришли в зону. Понимаешь, сталкер это не профессия, не род деятельности, это судьба, звание, которое надо заслужить. То, что ты ходишь в зону, еще не делает тебя сталкером. Конечно, ты спросишь, почему многие вокруг называют ходоков в зону сталкерами? Во-первых, из-за того, что в зоне большинству, так сказать, народу составляют сталкеры. Во-вторых, так уж, просто принято, приелось, и ничем это уже не выведешь. Ну, а в-третьих, в-третьих, потому, что так за периметром называют людей, идущих в зону, и не важно кого, даже ликвидаторов первой аварии на ЧАЭС тоже стали называть сталкерами. Но это неправильно. Это тот путь, который выбираешь ты сам. Стать сталкером, настоящим сталкером, в чистом смысле этого слова, значит жить по особым, неписанным законам. Сталкер — это прежде всего человек. Быть сталкером в зоне — это значит оставаться человеком в нечеловеческих условиях. Ну, и развел ты философию. Никакая это не философия, это смысл, который не до каждого доходит. Ну, да идиот со временем, когда хоть немного зону потопчешь, сказал Сиплый и затянулся сигареткой. Потом продолжил уже в совсем другой манере. Ты говоришь, что уже бывал в зоне. На полного баклана ты не похож. И снаряга у тебя неплохая, новичку такую не достать. И оружие, хоть и не самое лучшее, но вполне добротное. И держишься ты уверенно, не шугаешься каждого шороха и не оборачиваешься поминутно. Из тебя мог бы выйти неплохой сталкер. Я тут перетер, а тебе с доктором, ты уж извини. Просто в этой ходке мы потеряли Варнаву, пусть ему хорошо лежится, а втроем теперь нам ходить тяжелее будет. Нам нужен еще один человек. Доктор о тебе хорошо отзывался, только сказал, что сталкер из тебя никакой. Но если захочешь с нами пойти, то мы будем только рады. Жизни научим, опыта поднаберешься, ты вчетвером все-таки безопаснее, чем в одиночку. Я бы на твоем месте не стал отказываться. А я не отказываюсь, ответил я. Сам прекрасно знаю, что одному мне тяжко будет, и что по зоне один я ходить не смогу. Не вечно же мне у доктора нахлебничать. Дело говоришь, медведь. Сейчас я тебя с остальными познакомлю. Понравишься ребятам, считай, что ты свой в команде. Между прочим, в зоне просто так, с бухты-барахты, никому не доверяют. Это ты спасибо доктору скажи, что дал тебе такую рекомендацию. Он здоров в людях разбирается. Сиплый познакомил меня с двумя своими товарищами, Молчуном и Вахтангом. Молчун был действительно молчаливым мужиком с хмурым взглядом водянистых глаз и седоватыми волосами. Вахтанг, вопреки моим представлениям, был братом славянином и изъяснялся с заметным украинским акцентом, а иногда и вообще переходил на ридную мову. После недолгого разговора Сиплый отвел своих ребят в сторону. Понятное дело, совещаться. Ладно, нехай совещаются. Сиплый повернулся ко мне и сказал, Медведь, иди-ка сюда. Я послушно подошел к сталкерам. Честно говоря, я уже довольно-таки бывалый человек. Чувствовал себя, наверное, как октябренок, которого принимают в пионеры. Ни октябренком, ни пионером. К моменту моего появления на свет огромная советская империя доживала свои последние дни. Мы тут с ребятами посовещались и решили принять тебя, ну, в качестве стажера в наш отряд, сказал Сиплый. Ну, Медведко, улыбнулся мне Вахтанг, будешь теперь очи жить, як сталкер. Верно, подлечимся мы и пойдем дальше. Вот тебе и будет первая ходка, своеобразные посвящение в сталкеры, подтвердил Сиплый. Я и мои новые товарищи сидели, так сказать, на завалинке дома доктора. Сам доктор отлучился куда-то по своим делам. Мне показалось, что он на меня обиделся. Наверное, ему очень не хотелось терять такого образованного в какой-то степени помощника и знатока аномалий и артефактов, как я. Ну, обиды обидами, а мне отсюда как-то выбираться надо. И выбраться я смогу только со сталкерами. А доктору я вроде ничего не должен. Свет я ему наладил, с изучением нашего генератора тоже помог, так что вроде бы как я с ним за лечение расплатился. От этих мыслей меня отвлек Вахтанг, травивший очередной анекдот. Идет, значит, зомби по лису, корзинку топ-то зафатыв, вроде как пирожочки несет. Идет, идет, и вдруг его наизнанку выворачивает, а контролир этот, значит, в кустах сидит, бачит и кажет, вот тебе и червона шапочка приперлась. Я и Сиплый засмеялись так, что чуть животы не полопались. Вот только молчун сидел хмурый. Глядя на нас с Сиплым, он впервые за все время моего с ним недолгого знакомства заговорил. А ведь Варнава так и погиб, вляпался в изнанку. Хорошее настроение как рукой сняло. Я, конечно, как человека выворачивает наизнанку. Мне стало дурно. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спросил Сиплого, а как вообще случилось, что Варнава туда попал? Ну, как это? Да просто тошно мне об этом рассказывать, понимаешь? Да ладно тебе, расскажи, легче станет, проверено. Ох, ну, в общем, слушай, пошли мы с ребятами в очередной рейд. Не сразу, конечно, после выброса, хотя после него хабара бывает, завались, а дня и так через два. Было у нас одно местечко, незаметное, но рыбное, в рощице одной, значит, небольшая такая полянка, а на ней угнездились электро с гравиоконцентратом. Так вот там после выброса сначала такая круговерть поднимается, что за десять шагов башку оторвать может. А вот через день-два, иногда три, аномалии разряжаются, и из них буквально валят артефакты. Не первый сорт, конечно, средней цены, но зато много. И ходить до туда не так опасно, как куда-нибудь вглубь зоны, на склады или к могильнику, например. До того, как мы эту точку нашли, мы иногда чуть ли не до Припяти ходили, а рощица почти под боком, если идти с кордона от лагеря, ближе к агропрому. Да и оттуда таскать не сильно далеко. Сидорович рядом. Что еще за Сидорович, спросил я. Та старикан один, торгаш. Один держит в своих руках всю торговлю на кордоне и на части свалки. Цены, конечно, у него не всегда приемлемы, зато довольно часто попадаются интересные заказы из-за кордона, а вроде бы простые и распространенные для здешних мест вещи. Тоже блестинку, красная цена, которой стольник, в лучшем случае полтора, иногда чуть ли не с руками отрывает, если заказ на них большой. Я-то сразу смекаю, где их побыстрее и побольше достать, а Молчун торгуется. Почти всегда продаем больше, чем 500 ре за штуку, а иной редкий артефакт, типа Суверена, удается продать больше, чем за 20 тысяч. Если ты Сидоровичу такую штуку приносишь, то он гарантированно накинет тысяченку-другую, только чтобы ты именно ему продал. Часто Сидорович сам задание дает, но по его заказу и пошли мы тогда за артефактами. Вроде все как обычно было. И зверья в достатке, и ловушки, и радиация. Обыкновенная ходка, в общем. Но как только мы к точке подходить стали, в голове как будто что-то треснуло. Мы-то поначалу и внимания не обратили. Бывает ведь иногда такое в зоне. Идем дальше. Вот уже и рощица-то видна. И вдруг вой. Чернобыльцы объявились. А что еще за чернобыльцы? Спросил я. А еще говоришь, что по зоне ходил. Поклан ты самый настоящий. Ходил я по зоне, не врал я. Я даже кровососа завалить в одиночку смог, нагрызнулся я. Хлопец, ты лапшу-то на уши не вешай, сказал Вахтанг. Если не верите, то спросите доктора, когда вернется. Он труп кровососа видел. Все сокрушался, что я такого красавца завалил. Ладно, гроза кровососов, остынь, осадил меня сиплый. Дальше слушать будешь? Буду, буркнул я. Так вот, на чем я остановился? На чернобыльцах. Так вот, чернобыльцы, то ли мутировавшие волки, то ли мутировавшие собаки, то ли фиг его знает, что еще. Я лично склоняюсь к тому, что это бывшие волки, которые водились в окрестностях Чернобыля еще до первой аварии, на ЧАЭС. Многие поговаривают, что эти твари стали появляться еще тогда. Конечно, не прям такие, как и они сейчас. Тогда, наверное, только процесс пошел превращение волка обыкновенного в чернобыльского пса. А как станция во второй раз взорвалась, так процесс этот многократно ускорился. И получилось, что чернобылец, благодаря мутациям, стал сильнее, выносливее, злобнее и умнее. А еще он получил возможность контролировать собачьи стаи и плодить фантомов. В общем, опасной получилась зверюга. И на этих чернобыльцев мы наткнулись. Те нас в кольцо взяли. Много их было, штук пятнадцать наверняка. Точно сказать трудно. Заплодят фантомов и пойди разбери, кто только картинка, а кто настоящий. Но мы быстренько встали, спина к спине, в круг, чтобы со всех сторон отбиваться можно было. И давай их из калашей поливать. Да только толку от этого мало было. Все скачут и скачут, воют. А вой у них нехороший. Послушаешь, будто сердце сжимает. Жуть просто. Мы стреляем, они еще больше воют. Орут прямо. Короче говоря, я гранату из подствольника выпустил туда, где псов этих больше всего было. Не прогадал. Штук пять сразу убил. В кольце ихнем дыра образовалась, и мы туда рванули. Нас немного эти твари поцарапали, правда. Потом Варнава еще гранату из подствольника выпустил. Чернобыльцев кого поубивало, кого контузило. Остальные разбежались. Раненых и контуженных мы добили. В общем, дальше пошли. За хабаром. Варнава идет и все радуется. Как он ловко Чернобыльцев из подствольника шарахнул. И вдруг упал ногами вперед, на спину, как доска. И тут его прям выворачивать начало. Не сразу всего, а постепенно. Видать, изнанка слабенькая была. Он орет благиматом, вырваться пытается. Мы ему помогать бросились, да не смогли. Видать, что-то задело Варнаве изнанка. Судорога его свела. И начал он из калаша палить. Палит и орет, визжит, хрипит. Мы залекли, да только меня все равно пули задело. А потом что-то взорвалось. Наверное, изнанка добралась до его боекомплекта. Все на пару метров вокруг заплескало кровью и кишками. Мерзко и жалко. Горько. Наказала его зону за чрезмерную радость. Сиплый всхлипнул. Заплакал. На вид такой суровый, а плачет. Не исковеркала его еще зона. Я, когда собирался в свою третью экспедицию в зону, своими глазами увидел, что она с человеком сделать может. Наша группа стояла у вертолетной площадки, ждала транспорт. Когда вертушка приземлилась, из нее буквально выгрузили несколько военсталкеров и моих коллег по цеху. У некоторых был сумасшедший взгляд, двое выглядели глубокими стариками, третий вообще что-то мямлили себе под нос, закатив глаза. А один, как я слышал потом, вообще потерял чувство жалости и сострадания и разучился говорить. Жуть. И это после первого выхода в зону. Правда, работала эта группа с северной стороны янтаря изучала псионическое излучение. У нас потом судачили, что именно из-за него у них мозги на бекрень повернулись. От воспоминаний меня оторвал сиплый, протягивая бутылку с водкой и кусок хлеба. Вэйпи, заварнаву. Это, еще разок помянем. Хороший был сталкер. Мне пришлось хлебнуть водки. Гадость, конечно. Не люблю я водки. Организм не принимает. Передал бутылку весельчаку Вахтангу, который сейчас сидел и, по всей видимости, глотал слезы. Дальше очередь дошла до Молчуна. Он осушил бутыль почти до дна. «Чтобы тебе хорошо лежалось, Варнава. Я не забуду, как ты меня тогда из горячего пятна вытащил». Молчун допил остатки водки. На душе было паршиво. Глава третья. Первая ходка. Где-то через неделю, когда сталкеры подлатали свои раны, мы покинули дом на болоте. Отошли от него уже солидно, когда Сиплый вдруг сказал. «Ну, считай, что началась твоя первая ходка. И по праву первой ходки ты идешь первым», сказал Сиплый. Я смущенно посмотрел на него. «Иди впереди, не стесняйся. Не забывай болты подкидывать, да на детектор смотреть. Под ноги поглядывай, а то на болоте мало ли какая гадость может выскочить», наставлял меня Сиплый. «Я послушно возглавил шествие. Напоследок кинул взгляд на видневшийся вдалеке домик доктора. Ведь мы с ним так и не попрощались. И тут же осадил себя. В зоне не прощаются». Уже по привычке проверил боллер в кабуре, поудобнее перевесил 104-ку на плечо, щелкнул селектором, переводя оружие на одиночные выстрелы. Детектор аномалии снова угнездился на запястье, КПК сидел в кармашке, болты в мешочке на поясе. «Пошли». Молчун неодобрительно посмотрел на мою амуницию. «Завидно ему, что ли?» «Наверное. На мне-то армированный научный полускафандр, так как шлем я сжег в аномалии, высокой степени защиты с компьютеризированной системой жизнеобеспечения и замкнутой системой дыхания, новейший АК-104МП с оптикой и возможностью превращения как в легкую снайперскую винтовку, так и в ручной пулемет, детектор аномалии, какого не было ни у военных, ни у сталкеров. А у него был какой-то автомат типа МП-5, простой сталкерский комбез, латанный-перелатанный детектор и старенький противогаз. У других моих спутников экипировка была несколько солиднее. На Сиплом был бронник, на вроде того, что использовали военсталкеры, только сверху на него был накинут разгрузочный жилет, где были рассованы по карманам запасные магазины к его Калашникову и гранаты для подствольника. У Вахтанга, облаченного, как я понял, в усиленный костюм химзащиты с бронежилетом и кевларовыми пластинами, из оружия был дробовик, вроде бы винчестер, а на поясе висел патронтаж. Я решил послать молчуна и его зависть на время куда подальше и двинулся вперед. Шли цепочкой, один за другим, уже несколько часов. Болоты уже кончились. Скорее всего, мы снова вышли к кордону, но уже с другой стороны. Мои спутники постоянно вертили головами чуть ли не на 360 градусов, стволы их оружия непрерывно выписывали какие-то сложные фигуры. Я не разделял их беспокойство. И зря. Первого выскочивавшего на нас кабана я просто прозевал, зато сталкеры встретили его дружным огнем. Вахтанг несколько неудачно выстрелил из своего дробогана и отдача чуть не отшибла ему плечо. Зато молчун методично поливал огнем мутанта, не давая ему приблизиться. А сиплы выпустил скупую очередь кабану прямо в рыло. Я же только успел вскинуть автомат и перевести селектор на непрерывный огонь, когда кабана порешили. А вот с выходом на сцену товарища убиенного животного настал мой звездный час. Хитрец выскочил с направления противоположного тому, откуда появился первый кабан. И я пока поворачивался, оказался смотрящим в его сторону. Поэтому первая же очередь, выплюнутая моим автоматом, попала точно в цель. Однако кабан продолжал бежать, устрашающий выставив бивни сантиметров наверное двадцать, двадцать пять в длину. От топота его копыт дрожала земля. Глаза треугольной формы горели адским пламенем, из рылы вырывались стройки пара, жесткая щетина на груди кромсала чахлую травку. Мне стало страшно. Я судорожно сдавил спуск и зажмурился. Руки судорожно дрожали, приклад бешено толкал плечо. Я открыл глаза. Чуть ли не у самых моих ног лежал здоровенный кабанище, больше сейчас походивший на дуршлаг и фарш в нем одновременно. Созерцать работу моего Калашникова мне не позволил новый шорох в близлежащих кустах. Я судорожно снял рюкзак и стал копаться в нем в лихорадочных поисках нового магазина. Третий кабан выскочил прямо на вахтанга, который не растерялся и с холодной точностью всадил в зверя несколько зарядов дроби. Я к тому времени все-таки нашел запасной магазин и вставил его в автомат. Попутно захватил еще один, чтобы не рыться потом в рюкзаке. Четвертого гостя, наверное, самого крупного и свирепого из всех, встретили коллективным огнем. Бесспорно, он был самым живучим. Мы полностью расстреляли магазины. Вахтанг же к этому времени сноровисто запихивал патроны в свой дробовик, а кабан, словно паровой каток, у которого вместо пара холестали струи крови из разорванной холки, мчался на нас, выставив вперед чудовищные бивни. Времени на перезарядку не оставалось. Я попятился назад, бросил автомат и достал сильверболлер. Наскоро прицелился и начал стрелять, стараясь попасть ему прямо в рыло. Мутант как бы споткнулся в воздухе, его копыта подогнулись, а бивни воткнулись в землю. Фатальным событием забега сего представительнейшего представителя местной фауны явился выстрел вахтанга, одновременно ставший финальным событием в жизни этого кабанчика-марафонца. Я стоял и оцепенело смотрел на организирующее животное. Меня ударил по плечу сиплый. Не стой на месте, подбирай оружие, пошли дальше, а то сейчас гостей может сюда набежать. Давай, шевелись! Я поднял с земли свой автомат, сменил магазин, про себя отметив, что больше боеприпасов к автомату не осталось, перезарядил бойлер и пошел дальше. Смотрите, что за штука! В первый раз такую вижу! Радостно воскликнул Молчун. А я-то думал, что этот хмурый субъект и улыбаться толком не умеет, не то чтобы радостно восклицать. Предметом столь бурных эмоций Молчуна оказался овальный предмет, скорее всего, артефакт, вокруг которого воздух слегка дрожал. И это почему-то мне не нравилось. И я вдруг вспомнил из бывшей своей ученой жизни, что один артефакт очень похожий на этот изучали в соседней с нашей лабораторией. Изучение кончилось тем, что исследователи поголовно умерли от какой-то жуткой разновидности аллергии, а продолжать работать с этой гадостью пришлось нашей группе. Естественно, за существенную прибавку к зарплате. Изучали мы довольно долго, не снимая противогазов. Артефакт выделял какой-то газ, вызывающий жуткую аллергию. Ничего толком полезного мы не наизучали, эту штуку просто пришлось консервировать, а то бы она выкинула какой-нибудь фортель и всему персоналу пришлось бы некоторое время ходить в противогазах. Зато вояки живо заинтересовались этим газом. Новое оружие массового поражения. Давили на нас, заставляли продолжать эксперименты, мол, надо повышать обороноспособность державы. Пришлось. В нашем институте физики и продвинутых боевых технологий этим-то и занимались, приспосабливали к повышению обороноспособности все, чего можно и чего нельзя. Вахтанг уже снимал с пояса контейнер. Молчун прокидывал болтами область вокруг артефакта. Сиплый готовил перчатки и пакетики-маркеры. «Всем назад!» – загорал я. «К этой штуке без противогаза подходить нельзя!» На меня сначала посмотрели, как на психа. Потом, видимо, смекнули, что к чему и почему, и послушно натянули противогазы. «Тайди-ка я лучше сам!» – сказал я. «С этой штукой я уже знаком». Три пары глаз удивленно смотрели на меня из-за стекол противогазов. Мол, нашелся тут герой-самоубийца. Я еще раз проверил свой противогаз, перевел кран подачи воздуха на фильтрующий патрон высокой степени очистки с гиперактивным поглотителем. На руки натянул перчатки, взял у Вахтанга контейнер и отправился, так сказать, в путь. Присел, взял в руки артефакт. Струи газа, испускаемые артефактом, стали гораздо мощнее. Вдруг у меня запершило в горле, заслезились глаза, затесалось в носу. Черт, видать, противогаз где-то травит. Да нет, не может, я же всю систему сам проверил. Между тем, дышать становилось все труднее. В носу чесалось, глаза слезились, в ухе совершенно неожиданно раздался писк системы жизнеобеспечения скафандра, оповещающей о превышении концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе. Мать, да я и без вас знаю. В ухе снова раздался какой-то звук. Опять система жизнеобеспечения. Внимание, концентрация вредных веществ во вдыхаемом воздухе превышена в 35 раз. Рекомендуется перейти на дыхание от кислородного баллона. Вот это уже дельное предложение. Только я поступлю лучше. Бросил артефакт на землю, газ вырывался из артефакта и без того жухлая трава вокруг него сморщилась и приобрела оранжевый цвет. Хреново. На ощупь, насколько это возможно в перчатках, достало из рюкзака баллон с кислородом и фильтр. Я передал подачу очищенного воздуха и перевел воздухоснабжение на кислородный баллон. Так, теперь надо перекинуть шланг фильтра на катализатор, расположенный на обратном конце кислородного баллона. Замкнуть систему. Катализатор разложит продукты дыхания до отдельных составляющих, специальный активный слой выделит кислород, а встроенная насосная система закачает его в баллон. Я стал свинчивать шланг с фильтра. Артефакт дымил, как труба ТЭЦ, весело. Свинтил, наконец, фильтр. Ёшкин кот! Поглотитель внутри патрона окислился, побурел, фильтрационный слой стал зеленым и местами продырявился. Мне стало страшно от одной только мысли, какой химический состав имеет этот газ. Перекинул шланг на выходной клапан маски противогаза, резко выдохнул и тут же подсоединил к разъему на баллоне. Завинтил. Все. На баллоне мигнул диод, оповестив меня о том, что каталис идет, проблем нет, дышать можно спокойно и много. Я вернулся к артефакту. Травы вокруг него теперь не было вообще. Выжгло. Только голая, желтоватая земля. Я с трудом запихнул эту гадость в контейнер. Обернулся, чтобы сказать товарищам, что все в норме. Черт! Трое сталкеров лежали на земле и корчились в муках. Черт! Значит, отравились! Черт! 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 Я бросил контейнер с артефактом, молнией рванул к задыхавшемуся Сиплому. Надо снять с него и остальных противогазы. Нет, нельзя. Зеленоватый газ еще не рассеялся в воздухе. Он клубился, стелился над землей, выжигая траву, закручивался в спирали, становился щупальцами, которые жадно стягивались вокруг артерий жизни, перекрывая им кислород. Матернувшись, потащил Сиплого в сторону, туда, где вроде бы не было ядовитого газа. Тяжело. Сорвал с него маску, вернулся за вахтангом. Тот, кажется, уже не дышал. Черт! Все равно потащил. Да нет, дышит, но слабо. Отек дыхательных путей, наверное. Мое сердце бешено стучало в груди. Я начал задыхаться, сорвал с себя противогаз, не обращая внимания на опасность. Опасность в зоне повсюду. Изо всех сил побежал к молчуну. Тот пытался подняться. Я подхватил его под руку и чуть ли не волоком потащил в то место, где загорали остальные. К моменту нашего прибытия Сиплый чуть оклемался и предпринимал попытки помочь вахтангу. Я уложил молчуна на землю и принялся потрошить его же рюкзак в поисках аптечки. В висках стучало, сердце надрывалось, в ухе что-то мямлил женский голос системы жизнеобеспечения. Я взял дейв, вырубил ее нафиг. Штука хоть и полезная и нужная, но не всегда и не везде. Наконец нашел оранжевый аптечный бокс. Вскрыл, не особо заботясь о целостности бокса и его товарном виде. Вытряхнул на землю содержимое. Каким-то чудом почти сразу нашел коричневый инъектор с каким-то средством против отравления газами. Полезная вещь, чтобы остановить аллергию, если ничего другого нет под руками. Схватил шприц. Вышло немного неудачно. Я сломал о ладонь иглу. Спасибо генератору, что кожа на руках теперь не режется. Нашел запасную иглу. С третьей попытки смог правильно надеть ее на инъектор. Рванул к вахтангу. Из последних сил перевернул его на спину. С размаху всадил инъектор прямо в ногу. Должно помочь. Сиплый тем временем отключился. Не случилось биосфиксии у него от аллергии. Второй ампулы противоядия нет. И все же сбегал до останков аптечки. Сил катастрофически не оставалось. На глаза попался стимулятор в зеленом шприце-инъекторе. Вколол прямо через рукав. На пофиг. Если стимулятор, введенный мне в борт аптечки, не убил меня тогда в туннеле, не убьет и сейчас. Молчун, поддерживая мой почин, также развлекался со стимулятором. Выглядел он не в пример лучше остальных. Есть еще аптечка? Скороговоркой спросил я у него. Вахтанга. Должна быть. Опять забег. Глаза заливал пот. В голове стучало. В горле что-то чесалось и жгло. Пить хотелось жутко. Нет. Потом. Сорвал с Вахтанга рюкзак, выпотрошил его. Та же участь постигла выпавшую аптечку. Еле-еле нашел коричневый инъектор, наспех снял защитный колпачок. Сиплому укол сделал в вену. Думаю, что попал. В изнеможении рухнул на землю. Где-то раздался собачий вой. Перед глазами у меня было хмурое небо, которое лениво бороздили вороны-мутанты. По своим делам летели сухие черные листья. Что-то на ухо мне шептал ветер. Настойчиво, встревоженно. Но я не разобрал. Нет, ты давай аккуратнее лезь, что ли. Всю водку к черту расплескаешь. Да и медведь захлебнуться может, проружжал первый голос. Не трынди, просипел второй. Клянусь зоной, если бы не он, мы бы с тобой точно были бы у исполнителя раньше времени. А вот Вахтангу, кажется, больше зону топтать не придется. Ничего, отлежится в нашей нычке, еще ни одну ходку сделает. Во рту у меня было мокро и противно. И горько. Гадость. Я плюнул, пытаясь очистить рот от этой мерзости. Меня затошнило. Я с трудом повернулся на бок и меня вырвало. Четыре руки оттащили меня от моего весьма неаппетитного произведения. Кто-то похлопал меня по щекам, чуть не выбив попутно зубы. Я открыл глаза. Ну, привет, медведь, сострил сиплый. Живой? Живой. Сам вылез оттуда и нас не бросил. Молодец. Считай, что прошел посвящение в сталкеры. Теперь ты не какая-нибудь отмычка. Отмычка? Уроды, козлы, так вот зачем они меня впереди пустили, пронеслось в моем все еще затуманенном после обморока мозгу. Сволочи вы, выдавил я из себя и закашлялся. Прости, брат, извинился молчун. Так надо было. Забудем, отрезал сиплый. Мы теперь обязаны тебе жизнью. Да ладно, я ничего особенного не сделал, прохрепел я, забыв о своей недавней злости. Не отрицай. Если бы не ты, мы бы все были в намного худшем состоянии, чем сейчас. Как вахтанг, вяло поинтересовался я. Честно говоря, хреново. В сознание он так и не пришел, но вроде жив. Надышался он этой гадости, противогаз не помог. Мой практически весь раз ел изнутри, поведал мне сиплый, завинчивая крышку на фляжке. Сам-то ты как? Ничего, жить буду. Подняться сможешь? Попробую. Я неуверенно поднялся на ноги. Все тело ныло. Пистолет в кобуре, казалось, весил пудов сто. В голове как-то странно трещало, глотку жгло огнем от водки. Слушайте, дали бы вы что-нибудь прохладительное мне, что ли, попросил я, а то после водки совсем хреново. Ты чего, не пьющий? Удивился сиплый, прикладываясь ко вновь открытой фляжечке. Ну, чего-то вроде того. Я не могу водку терпеть, выворачивать, да и вреда от нее много, весь организм нахрен и разъедает. Зря ты так, сказал Молчун. Водка замечательно прочищает мозги, качественно выводит радионуклиды из организма. Разумеется, в правильных дозах. Наш завязавшийся разговор с Молчуном прервал сиплый, закончивший обозревать окрестность с помощью армейского бинокля. В общем, так, надо двигаться дальше, а то скоро стемнеет и дорогу только Мурун разберет. Двинем к нашему лежбищу, тут не очень далеко должно быть. Медведь, ты с Молчуном потащишь вахтанга, я пойду впереди, буду дорогу разведывать, чтобы в какую-нибудь пакость не влететь. План ясен? Ага. Тогда собираемся и по-быстрому в путь. Я скоренько подобрал свой рюкзак с Калашниковым, собрал валявшиеся вокруг медикаменты, оставшиеся после моей Одиссеи. Не забыл я забрать и контейнер с дымовой шашкой, который правильно было бы называть либо антипротивогазом, либо душильной гранатой. Не удастся спихнуть его какому-нибудь барыге. Повесил автомат на плечо. Вспомнил и очень вовремя, что остался всего один магазин. Сиплый. Чего? У тебя лишнего магазина не будет к Калашу. Сиплый косо посмотрел на меня. Одно из главных сталкерских правил — у каждого свои боеприпасы. Второе — в зоне лишних боеприпасов ни у кого нет. Ну, разве что у вояк, и то не всегда. Ясно? Ясно, проборчил я. Если хочешь стать настоящим сталкером, запомни. Но на первый раз в порядке исключения и в благодарность за помощь одну одолжу. Спасибо. Оказалось, что благодарить было не за что, разве только что за услугу. Патроны от старого доброго АК-74 калибра 5-45 не подошли к моему модерновому АК-104МП винтовочного калибра 7-62. Мда, в оружии я разбираюсь не очень, особенно в боеприпасах. Пришлось мне позаимствовать у Вахтанга его винчестер. Через 10 минут мы уже помаленьку шли. Я и Молчун тащили Вахтанга, подхватив его под руки. Тот приходил в себя, но окончательно в сознание не вернулся и бредил, иногда закашливаясь. Впереди шел Сиплы, кидая болты и подавая какие-то странные сигналы Молчуну. Вдруг он показал кулак, несколько раз махнул ладонью к земле и изобразил на пальцах что-то непонятное. Молчун нахмурился. — Что происходит? — спросил я. — Тихо ты, слепцы рядом, присядь, приготовься стрелять, раздраженно ответил мне Молчун. Я было хотел предложить последовать совету доктора, который он дал мне, пока я сидел в тоннеле с кровососом, да не успел. Собаки, казалось, кинулись на нас со всех сторон. Я бросил Вахтанга и вскинул дробовик, выцеливая ближайшего ко мне пса. Выстрелил и упал на спину. Отдача приклада чуть не проломила мне плечо. Боль была дикая. А повсюду скрежет собачьих зубов и когтей. Лай, рычание. Я попытался было встать, но меня повалила на землю собака. Чудовищные зубы лязгнули у моего лица, в нос ударила волна зловония. Лапы пса, похожего скорее на адского демона с черной колючей шкурой, с огромной силой прижимали меня к земле. Я уже простился с жизнью. И вдруг на мое лицо что-то закапало, а на тело обрушилась чудовищная тяжесть. Я брыкался, пытаясь выбраться. Наконец, мне удалось. Весь я был в крови, тело болело, плечо так вообще, казалось, превратилось в сгусток боли. Вдобавок, меня всего трясло после пережитого страха. И что же меня спасло? В роли спасителя оказался молчун, который на моих глазах прирезал тесаком, откуда у него только взялся трех здоровенных псов. Сиплый, скупыми выстрелами бил псов, как в тире, а те скулили, натыкались друг на друга, пятились назад. Меня словно прошибло. Я выхватил из кобуры болер и стал стрелять, что-то бездумно крича. Пули прошивали собачьи тела, на землю брызгали фонтанчики крови, стоял скулеж, вой, хрипы, агония, мой собственный, но такой чужой и дикий голос. Но все это как бы было фоном. Главным звуком для меня стали выстрелы Сильвербойлера. Я стрелял, кричал, попадал и промахивался. Методично отстреливал псов Сиплый, псы умирали, из их ран лилась кровь. На земле стонал Вахтанг. По небу плыли рваные облака. Деревья, словно изломанные и скрученные каким-то фантастическим великаном, скрипели под порывами ветра. Солнце, катившееся за периметр, неимоверными лучами окрашивало небосклон и все вокруг. Трупы псов, деревья, полуразрушенный железнодорожный мост, ржавые вагоны, валявшиеся в откосе, серевшую среди жухлой травы разбитую асфальтовую дорогу, какие-то развалившиеся от времени непогоды и выбросов в бараки. Оно блестело на окровавленном клинке молчуна, на лужах крови, на стрелянных гильзах, на раскрытых глазах вахтанга, на затворе моего сильверболлера и даже на облаках. Я понял, что этого мне не хватало всю жизнь. С самого детства меня постоянно что-то манило, что-то звало, что-то все время не давало покоя. Теперь я понял, что меня звала еще не существовавшая тогда зона. Меня звала безлюдная Припять, в которой я был лишь однажды, когда нашу исследовательскую группу высадили туда, чтобы мы раскопали там один интересный артефакт. Меня звали эти пустоши, развалины, заброшенные дороги и дома. Только здесь, в зоне, подле которой я, ученый, жил уже несколько лет, здесь, в зоне, где я, сталкер-новичок, был несколько недель, я неожиданно для себя смог понять сейчас, во время стычки со слепыми собаками, как цена жизнь, каждая секунда, каждое движение, как цена любовь девушки, которая без сомнения ждет меня там, за периметром, как ценен каждый глоток воды, каждый вздох, каждый выстрел, каждый патрон и даже каждый болт. Я смог понять, как цена дружба, понимание, помощь. Я смог понять, как цено знания, каждое толико информации, каждый навык, каждый... Неважно. А еще я понял, что вряд ли когда-нибудь вернусь за периметр. Я не знаю, почему. Знаешь, ты знаешь, ты не вернешься, ты останешься здесь, вместо тебя вернется другой. Это сказала мне зона. Я понял это почему-то, и я не испугался, но я не принял это. Я не мог тогда знать, что это правда. Я не мог знать, что через полтора года меня не станет. Я не мог знать. Глава четвертая И пришел сталкер Двое сталкеров о чем-то горячо совещались в углу транспортного отсека бывшего вертолета, зарывшегося носом в землю, поминутно глядя в сторону третьего, сидевшего у костра. Как ты думаешь, он уже готов? Скорее всего. У Бакланов не такой взгляд. Помнишь, каким он был при первой нашей встрече? Ага. Тогда по нему было видно, что зона его еще не терла. По-настоящему не терла. Ты прав. И Кенгу понятно, что его проняло. Ты старый сталкер, молчун. Ты научил меня многому. Скажи, ты помнишь ту байку про откровение зоны? Сам ты байка, Сиплый. Эта легенда реальна. Со мной такое уже было. Задолго до того, как я наткнулся на вас с Варнавой в лягушатнике. Как будто ты что-то вдруг вспоминаешь, но воспоминание-то о будущем. Вроде как ты уже это знал, но позабыл. Точно. У меня же тоже такое было. После этого ты сказал, что я готов стать настоящим сталкером. А еще ты сказал, что вид у меня стал другой. Я тогда не придал этому значения. Думал, что это байка, что просто это типа дежавю. Сколько тебе раз говорить, что это не байка? Немногим зона давала услышать свое откровение, тем более Баклану. Во всяком случае, его можно будет потом взять с собой в настоящую ходку. Ты помнишь, что нам нужно добыть свинцовое сердце, которое мы так и не смогли тогда вытащить? Ты хочешь опять переться к могильнику? Ну да. А что? Ты самоубийца. Лучше иди и запрыгни прямо в мясорубку. Шансов выбраться из нее целым и невредимым у тебя будет намного больше, чем вернуться с артефактом из могильника живым. Тем более Вахтанг сейчас еле дышит, а Баклан еще совсем зеленый. Ты думаешь, что вдвоем мы дойдем до туда? Не говоря уже о том, чтобы вернуться? Не. Ты послушай. Я же не говорю, чтобы топать туда прямо сейчас. Выждем еще пару выбросов, поднатаскаем медведя, да и Вахтанг подлечится. Скопим тугоряков, обновим снарягу, запасемся патронами и прочим. Карты у нас уже есть. А тугоряки ты где предлагаешь взять? Будто сам не знаешь где. Сейчас у нас на руках та штука, которая нас всех чуть не угробила. Ее можно яйцеголовым сбагрить, которые сейчас у агропрома лагерем стоят. Да тут, конечно, меньше, чем в лагере на Янтаре. Зато меньше риска. Сам знаешь, что на Янтаре сейчас псевдогиганты резвятся. Да еще какая-то шваль с подземелья повылезала. Ну, а потом можно будет еще хабара натаскать. Точки еще есть. Да еще можно будет в один схрон наведаться. Хозяева не обидятся. Что ты имеешь в виду? Ты свой КПК давно включал? Давно, а что? Шустрый со своими отмытиками попал в кислотный туман. Половина загнулась, а сам Шустрый потом попал на обед к кровососу. Только не говори мне, что мы будем плохо поступать, что не по чести это и прочее. Да знаю, что ты имеешь в виду, Сиплый. Мне Шустрый был должен кругленькую сумму за один памятный случай. Он тогда при свидетелях сказал, что хабаром отплатит. То есть пойдем забирать долги? Ну да. Сам посуди. Шустрый, пусть ему хорошо лежится мертв. Хабар этот ему уже не понадобился бы. А если бы и понадобился, то ему бы все равно пришлось мне его отдавать. Заметано! Я сидел у костра и дожевывал последнюю галету из своего запаса. Смотрел на пламя, вспоминая свою жизнь там, за периметром. Воспоминания мои иногда прерывались какой-то горькой убежденностью, что жить мне оставалось немного. Ерунда. Просто сегодня был тяжелый день. Успокаивал я себя. Не пытайся себя обмануть. Скоро тебя не станет. Вместо тебя станет другой. Ты уже никогда не вернешься. Никогда. Смирись. Нет, 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 нет. Это неправда. Я вернусь. Ты знаешь, что это невозможно. И все-таки я вернусь. К реальности меня вернул молчун, трясший меня за плечо. Медведь, мы тут сиплом посовещались и решили, что ты достоин того, чтобы стать сталкером. Настоящим сталкером. Вот тебе своеобразный кодекс сталкера. Прочти и запомни. Неизвестно кем, где и когда он написан. Но написан он правильно. Это Библия сталкера. Не многие верят в то, что она настоящая. Но она есть. И сталкеры живут по ее законам, иногда сами того не зная. Откуда она у тебя? Нашел в одной хибаре, когда укрывался от выброса. Лет пять назад. Но я думаю, что это одна из немногих копий. Еще пару экземпляров я видел в разных барах, где над ними пекутся, как над реликвиями какими-нибудь. Из-за ее содержания. Среди сталкеров существует легенда, что кодекс переходит от одного сталкера к другому, так сказать, из поколения в поколение. Не каждому дано его найти, но каждый может и должен его прочитать. Примета такая. Я был потрясен. Еще вчера я был бакланом, выражаясь сталкерским языком, а теперь здесь, на периферии зоны, меня готовят к тому, чтобы я вступил в сталкеры, а кипионер в комсомольцы. И все же я всегда чувствовал зов зоны, а сегодня даже говорил с нею. Я мысленно усмехнулся. Говорил с зоны. Черт, я похоже схожу с ума. Я осторожно взял в руки листы в потрепанной красной папочке, набранной, скорее всего, на печатной машинке. Листы были желтыми, мятыми, кое-где порванными и забрызганными, без сомнения, кровью. Углубился в чтение. В мире всегда существовали и будут существовать места, настолько необычные, что люди не всегда могут объяснить их природу. Одни будут прославлять их, другие боятся, другие пытаться уничтожить, третий примут их как должны и начнут адаптироваться к их условиям. Места эти будут называть аномальными зонами, а третьих людей сталкерами. Кто такой сталкер? Сталкер это человек, который идет в зону, невзирая на ее странности, опасности и специфику. Сталкер идет туда, пусть даже и преследуя некие личные цели, по зову зоны, идет потому, что не может не идти. Сталкер это тот человек, который в силах понять самую суть зоны. Человек, способный привыкнуть к ее условиям, правилам и законам. Зоны бывают разные, соответственно и сталкеры также бывают разные. Но сталкеров всех калибров и мастей объединяет не только зона, но и своеобразный свод неписанных правил. Сталкер в любой ситуации остается человеком во всех смыслах этого слова. Сталкер тягуч и гибок. Только такой сталкер выживет в текучей и непостоянной зоне. Сталкер уважает зону. Такой сталкер имеет больше всего шансов на успех. Сталкер не бросает своих, если ситуация не вынуждает его сделать обратное. Сталкер спокоен и холоден. Спокойный сталкер менее всего подвержен фокусом зоны. Сталкеру привычная мысль о собственной смерти. Такой сталкер не боится смерти, а ждет ее, ибо смерть является логическим продолжением жизни. Сталкер чувствует зону, так или иначе. Сталкер суеверен. Суеверный сталкер обезопасит себя от силы зоны, называемой простыми людьми, законом подлости. Сталкер верит в приметы, ибо, как уже было сказано, так сталкер обходит закон подлости. Сталкер, отправляясь в ходку, никогда не прощается. Простившись, сталкер делает свою ходку последней, тем самым призывая смерть от руки зоны. Сталкер должен знать ровно столько, сколько ему необходимо знать. Сталкер, который слишком много знает, как правило, долго не живет. Сталкер не задает лишних вопросов. Лишние вопросы вызывают раздражение, раздражение вызывает агрессию, агрессия ведет к разрушению, разрушение ведет к смерти. Сталкер не должен желать зла, ибо зло обратно, а обратно возвращаясь, зло многократно усиливается. Сталкер не полагается во всем на удачу. Сталкеру, рассчитывающему только на себя и собственные силы, будет сопутствовать удача. Сталкер не делит хабар, который еще не добыл. Сталкер заранее делящий, недобытый хабар, не только рискует остаться без хабара, но и погибнуть в наказании за чрезмерную уверенность. Сталкер не шутит по поводу собственной смерти. Зона сделает так, что шутка его станет реальностью, причем в мельчайших подробностях и с невероятной изобретательностью. Сталкер не хвастается своими успехами. Хвостливого сталкера зона не любит и наказывает жестоко. Сталкер всегда осторожен. В текучей зоне нет безопасных маршрутов. Сталкер никогда не возвращается обратной дорогой. Обратный путь расценивается зоной как последний, как отступление, как трусость. Сталкер, прощаясь с погибшими, не скорбит по ним, а желает, чтобы им лежать было легко. Сталкер не бросается словами. Каждое слово зона припомнит. Сталкер не благодарит заранее. Настоящий сталкер придерживается некоторых правил. Никогда не бери больше, чем нужно. Никогда не бери меньше, чем нужно. Бери только то, что необходимо. Болт всегда летит вперед. Прежде чем сделать шаг, проверь дорогу болтом. Можешь помочь, помоги, потом также помогут тебе. Не гонись за хабаром, будь благодарен за то, что добыл. Лезть не в свое дело, не всегда лучшая стратегия. Назвался сталкером, полезай в зону. Залез в зону, сам и выбирайся. Выбрался, не радуйся, что жив. Жив, будь благодарен. Мертв, не сожалей. Калека, не отчаивайся. Беден, не сокрушайся. Богат, не зазнавайся. Идиота в зоне зона исправит. Сталкер, забывший о смерти, беспечный сталкер. Беспечный сталкер, мертвый сталкер. В зоне немаловажно найти правило, установить закономерность. И текучая зона подчиняется определенным законам. Всегда проверяй окружающую обстановку на предмет нестыковок и неточностей. Именно они помогут избежать ловушки и выбрать наиболее безопасный маршрут. Чувства проверяй интуицией, интуицию проверяй чувствами. Не доверяй никому до конца. Ночью не все артефакты серы. Зона зовет иди, но не дай зоне возможность призвать. Последний лист был оборван. Я сидел, держал в руках ветхие листы, завыл где-то в ночи чернобылец, сверкнула вспышка, прокатился грохот, началась гроза. Тугие капли забрабанили по ржавому фюзеляжу транспортного вертолета, служившего нам укрытием. А я все сидел. Сидел и переваривал информацию. Вроде бы ее немного, взгляд сидевшего у костра потускнел, и в тот же миг в нем появилось что-то новое, сознание того, что сейчас с ним произошло. Парень проникся, просипел сиплый. Ну вот, в зону пришел новый сталкер. Здравствуй, сталкер, обратился ко мне молчун. Здравствуй, брат, откликнулся я. Здравствуй и ты, зона. Каждый попадает в зону по-разному. Одни идут сюда в поисках легких денег, другие за острыми ощущениями, третьи потому, что устали от серости и несправедливости большого мира, четвертые по ее зову. Попав в зону, человек либо сам выбирает свой дальнейший путь, либо его указывает зона. И сталкерами люди становятся по-разному. Кто поднимается от новичка из лягушатника до матерого ветерана, кто примыкает к кланам, кто постигает все в одиночку, а кто попадает на воспитание к тертым сталкерам. Этой ночью в грозу под раскаты грома и трещины молний одним сталкером в зоне стало больше. Пусть он еще и не знает всех сталкерских премудростей, пусть у него нет достаточного опыта. Пусть. Главное, что в душе он стал сталкером, что он услышал и почувствовал зону. Теперь он готов. Готов. Не только к сталкерским будням. Не только. В уголке его сердца видно есть что-то, что никогда не нравилось зоне. Любовь и желание вернуться. Эти чувства сохранят в нем человека. И зона этого не видит. Странно, но не необычно. Многим сталкерам такое свойственно. Со временем это выветривается. Но зона не видит еще и того, что скрыто в контейнере для артефактов этого сталкера. Этот предмет необычен даже для артефакта. В нем заключена такая сила, такая мощь, что многие ради этого убивали вновь и вновь не задумываясь. Этот артефакт, которому болотный доктор, исследовав его останки, даст название «ядро электры», хранит своего хозяина от всяческих напастей, будь то пули, мутанты или даже просто чьи-то нечистые помыслы. артефакт дает своему хозяину силу и выносливость. Ядро электры даже позволяет услышать голос зоны, но этот артефакт никогда не позволит своему хозяину покинуть границы зоны. Это условие дань за все то, что дарует артефакт своему хозяину. Только никто из людей не знает о свойствах ядра электры. Даже сам владелец этого чуда, а может проклятие, не знает о них. Да он и вообще забыл о том, что покоится в контейнере на поясе, а зона редко прощает забывчивость. И в его случае забывчивость обернется кое-чем худшим, чем просто смерть. Зона сделает свое дело, но в этот раз во вред себе. Она превратит этого сталкера в монстра, которого будут почитать контролеры и обходить стороной химеры. Зона присытилась грубой силой и хочет чего-то нового, тонкого. Зона не знает, что ее сознание пойдет против нее, и ничего она поделать не сможет. В один прекрасный день в самый разгар выброса придет он, он будет обязан своей жизнью владельцу ядра электры. Его мощь будет настолько велика, а способности настолько необычны, что в его существование откажутся верить. Те, кто будут верить в его существование, назовут его супер контролером. Этот мутант в душе останется человеком. Он пойдет за периметр, но он вернется обратно. Он встанет во главе войска контролеров. Он подчинит шалкерских кланов. И тогда он пойдет мстить. Мстить тем, кто сделал его таким. Мстить Зоне. Мстить ее хозяевам. Против него окажутся бессильны радар и монолит. Против него будет бессилен даже он сам. Он сокрушит хозяев. Но ему придется заплатить за свою мощь, за свою победу. И цена этому его жизнь. Часть четвертая Пора Глава первая Полтора года Вот уже год и пять месяцев я топчу зону. Почти полтора года. Если подумать, то зона забрала шесть лет моей жизни. Пять лет я изучал ее, полтора года я ее топчу. А ей все мало. С тех пор, как ученый по прозвищу профессор ушел в свою последнюю экспедицию или ходку, зона не желает отпускать меня. Того, в кого превратился бывший светило науки, сталкера по кличке Медведь. Сколько попыток я предпринял за это время, сколько раз я пытался прорвать периметр и вернуться, а все без толку. Я то нарывался на мутантов, то меня чуть не раскромсала карусель, из которой я чудом выбрался и после которой две недели валялся в нашем лежбище на попечении вахтанга, то по мне стреляли из пулеметов вояки, но пули словно облетали меня стороной. Зона не хочет отпустить меня. Что ей еще от меня нужно? Наверное, только Юрка Семецкий знает. Ну и Зона с ним. За эти почти полтора года я практически успел забыть свою жизнь там, за периметром. Вся наука выветрилась у меня из головы, уступив место более важным знаниям о курсе ценные артефакты, о местах обитания всякой мутировавшей живности и даже о происхождении некоторых видов, о стрелковом оружии, о тактике боя, о сталкерских хитростях, о зоне и прочее и прочее и прочее. В общем, о том, без чего в зоне не выжить. Да и сам я изменился. Тело покрыли шрамы, волосы, как я узнал от сиплого, чуть тронула седина, руки кое-где покрыли пятна из-за постоянного воздействия радиации, голос стал хриплым из-за перенесенной агропромовской ангины. Странно, за эти полтора года я ни разу не видел себя в зеркале, а вот снаряга моя осталась практически прежней, тот же армированный научный полускафандр, который я берег теперь как мог, убедившись как цена в зоне хорошая броня и надежная защита и к которому добавил просторную усиленную кевларовыми пластинами сталкерскую куртку с капюшоном прекрасно защищавшим от местных дождей и множеством кармашков для запасных обойм к автомату и пистолету для ножа гранат детекторов КПК антирада и прочей нужной мелочевки противогаз который мне достался от мертвого сталкера сто лет назад все так же болтался на застежке у левого плеча осталось прежним и оружие АК-104МП с тем же оптическим прицелом но расширенными почти до неприличия рожками на 50 патронов тот же сильвербойлер с магазином на 15 патронов и прочным шнурком чтобы не потерять в пылу боя за эти полтора года я приобрел не так много вещей обычный перезаряжаемый кислородный баллон вместо разбитого регенерационного старого детектор жизненных форм ставший практически незаменимой штукой после КПК и детектора аномалий которые я уже не раз чинил в общем в зоне я обжился привык привык к постоянной опасности к радиации аномалиям мутантам серому небу над головой выбросам разрушенным зданиям пустынным улицам мертвого города разбитым дорогам ржавым машинам трупом смерти стрелянным гильзам криком вою грозам мелким стычкам и большим разборкам голоду холоду ранам выстрелам крови пороховой гари зона проклятие человечества ты притягательна таинственна соблазнительна и смертельна ты многое отнимаешь но немало даешь кто знает насколько далеко вперед человечество могут продвинуть твои дары кто знает сколько нового ты сможешь ему дать а сколько отнять зона скажи мне в общем суть моего заказа вам ясна приходите забирайте документы уходите и доставляете их мне никаких лишних расспросов никому ни слова куда идете и чем занимаетесь за ваше молчание будете вознаграждены ясно ясно дополнительная инфа будет скажем как туда-то попасть просто вам нужно будет спуститься в подвал бывшего колхозного клуба или дома председателя один шут их почти не различить теперь в подвале найдете бюст ленина надавите ему на глаз тогда вы сможете сдвинуть статую с места под ней будет дверь с кодовым замком код прилагаю откройте дверь спуститесь вниз план помещения я тоже вам дам найдете кабинет номер восемь вскройте несгораемый шкаф заберете из него папку с документами и тем же путем что пришли назад будет условие постарайтесь ничего не трогать и не тащить оттуда что под руку попадет пришли забрали что нужно ушли хорошо каков ваш гонорар клиент назвал сумму с таким количеством нулей что дух захватывало недурно мы выбрались из ветхой избушки стоявшей на самом краю лягушатника лагеря сталкеров куда попадало 80% новичков идущих в зону контролер знает зачем интересный заказ однако каждый день такими не швыряются повезло что мы завернули сегодня к сидоровичу ага сейчас да тут же гнильем за версту несет этому шибзику зоны его забери понадобились секреты без сомнения вояк вот он и наткнулся на нашу группу сразу смекнув что мы сталкеры тертые во всяких заварушках бывавшие и с правилами здешних игрушек знакомые еще бы в лягушатнике как сказал вахтанг потихоньку подслушавший о чем труд бакланы про группу сиплого то есть про нас легенды ходят один баклан типа самый опытный в лягушатнике заливал как сиплый вахтанг молчун и медведь ходили на могильник за свинцовым сердцем да душевная была ходка глава вторая свинцовое сердце пока дошли до подступов к могильнику патронов перестреляли на ту сумму что мы выстрелили можно было бы две души купить и медузу в придачу а про аномалии вообще лучше промолчать детектор мой вообще взбесился у КПК скоропостижно сдохла батарейка болты кончились уже давно что делать будем задал риторический вопрос сиплый выключая свой сошедший с ума прибор сидеть посреди аномалии мрачно предложил молчун детектор которого сообщал что мы находимся прямо в центре гигантского штопора в действительности штопор был метров на пять дальше от нас и совсем небольшой примерно полтора метра в диаметре электронику вырубать надо сейчас от нее никакого толку того гляди и накроется от таких перегрузок на обратном пути она нам еще понадобится особенно если через лесополосу продираться будем заметил я убирая свой балдеющий детектор во внутренний карман разгрузки с какой такой радости мы попремся через лесополосу поинтересовался сиплый с такой зверя там будет поменьше радиации умеренно да и аномалии потише будут скоро выброс а сейчас предлагаю топать по старинке с болтиками умник съязвил молчун откуда ты их возьмешь или у тебя в рюкзаке целый слесарный цех упакован гильзы спокойно ответил ему вахтанг ого обрадовался сиплы значит так инициативная группа обеспечивает нас маркерами и мы двигаемся дальше сиплы многозначительно посмотрел на нас с вахтангом у трупа кровососа солидная куча стреляных гильз ох и живучая же была скотина вернул молчун вспомнив наверное как он мастерски отстрелил кровососу ротовое щупальце так необходимых сейчас нам закончил сиплый чтоб вас бюрер обгадил пришлось мне с вахтангом поправ золотое сталкерское правило в зоне назад не ходят возвращаться и собирать стреляные гильзы между прочим гильзы ничуть не хуже традиционных болтов а пластмасски от дробовика из-за своих размеров и вовсе превосходны таким вот оригинальным способом прокидали тропу к могильнику попутно успокоив еще одного кровососа трех снорков и излома когда я взобрался на пригорок с которого весь могильник был как на ладони я в сотый а может и в тысячный раз пожалел что вообще ссунулся сюда могильник который я бы с полным на то право мог назвать большим братом свалки явил моему взору бескрайние ряды проржавевшей техники свезенной сюда после ликвидации последнего взрыва четвертого реактора в 1986 году множество разнообразных частей от башенных кранов сваленных тут после экстренного ремонта саркофага в 2003 и котлованы вырытые специально для дезактивации поврежденных фрагментов верхнего слоя саркофага кучи полугнившей спецовки штабеля ржавых прохудившихся труп по которым в 2005 подавали охладитель под взбунтовавшийся в своем панцире четвертый реактор посреди всей этой радиоактивной тусклой серо-оранжевой от ржавчины массы неестественно блестели лопастями два грузовых американских вертолета Чинук рассмотрев один геликоптер в бинокль я бы с уверенностью мог сказать что он буквально вчера сошел с конвейера плексиглаз прозрачен как слеза на светло-зеленом как будто бы свежевыкрашенном фюзеляже чернеет надпись United States Air Force ближе к носовой части пестрит нарисованный орел несущий в когтях две осколочных гранаты а реставратор здесь неплохо поработал небрежно заметил сиплый натягивая противогаз вертушки блестят как новенькие хоть сейчас в полет реставратор пожалуй самая непостижимая аномалия зоны под ее воздействием предметы пусть даже убитые в хлам через некоторое время приобретают свой первоначальный вид я помню как в свое время над ее загадкой билась не одна исследовательская группа спорили 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 несколько лет спорили гипотез выдвинули аж 30 штук вплоть до абсурдных теорий о пространственно-временных перемещениях лично мне наиболее вероятной показалась версия о восстановлении в аномалии молекулярных связей по остаточным следам то есть аномалия по молекулярной памяти предмета восстанавливала первичную схему устроения молекул и молекулярных соединений например брали обыкновенное оконное стекло били его и осколки помещали в аномалию через некоторое время извлекали из реставратора абсолютно целое стекло без единой царапины был еще и эксперимент по восстановлению в аномалии нескольких античных ваз кончившиеся весьма забавно вместо ваз из аномалии вышли ночные горшки пробираться по могильнику было трудно путь то и дело преграждали завалы радиационный фон местами зашкаливал антирад расходовали экономно выручали несколько экземпляров вытяжки довольно неплохо экранировавших небольшие дозы ионизирующего излучения дышать воздухом могильника не рекомендовалось попадут мельчайшие частички радиоактивной пыли в организм осядут в легких и никакой антирад тебе уже не поможет разъезд изнутри радиация вот и тащилась наши братья среди радиоактивных хребтов сопяв противогазы замкнутые на кислородные баллоны во всем этом великолепии был только один плюс детекторы аномалии стали худо-бедно работать слушай а как вы раскопали что свинцовое сердце искать стоит именно здесь спросил я молчуна тщетно пытавшегося бороться с конденсатом внутри маски противогаза яйцеголовый один проболтался ответил вместо молчуна сиплый мол собирают они экспедицию в одно курортное местечко заодно интересной побрякушкой большую такую экспедицию ну ты знаешь там и мозги до выжигателя доведут там водочка там хабарчик чтобы люди позговорчивее стали так и раскопали нагреть вас на этом деле могли? могли но не стали бы этого делать репутация в зоне дорого стоит а портить ее себе этим людям ни к чему равномерно трещавший счетчик Гейгера затих сломался что ли я вытащил прибор и взглянул на исцарапанный дисплей и не поверил своим глазам прибор показывал нули близенько хлопец близенько серденько прокомментировал показания счетчика вахтанг детектор аномалий у меня в кармане запищал обнаружены неопознанные аномальные образования у моего детектора окончательно мозги закипели мрачно заметил я уворачиваясь от подарка местных ворон чуть было не заляпавшего мою куртку на неопознавалке его тянет тогда что ты скажешь про это спросил меня сиплый показывая свой детектор отображавший то же что и мой это сердце курс на аномалию внес ясность в ситуацию молчун через 10 минут борьбы с радиоактивными завалами мы вылезли на поляну посреди которой блестела на покореженной свинцовой пластине до 2003 года защищавший от внешнего мира останки четвертого энергоблока свинцовое сердце зона знает как этот артефакт образовался но мое ученое прошлое настойчиво нудело о колониях экстремофильных бактерий в недрах модифицированного свинца или еще какого-то металла поглощавшего гамма-лучи артефакт источал слизь характерную для экстремофильных колоний солидно весил и блестел будто хромированный медведь ты у нас спец по хабару пихай его в контейнер и уносим отсюда ноги выброс через пару часов сказал сиплый выставляя на кпк таймер кровь из носу за это время надо быть на милитаре тебе что выжигатель мозги спалил за два-три часа быть на милитаре раздраженно спросил я с трудом отдирая сердце от пластины с этой штуковиной пройдем прямо через пустоши напрямки радиации нас не возьмет ты сумасшедший сиплый заявил я наконец-то отделив артефакт от пластины есть другие варианты я слушаю съязвил сталкер на его лице читалась решимость других вариантов у меня не было придется положиться на сердце ох и рисковые же это предприятие однако сталкеры в таких случаях говорят кто не рискует тот без хабара в общем только благодаря свинцовому сердцу мы из могильника и выбрались артефакт надежно поглощал смертельные дозы радиации а после того как мы переждали выброс в БТР на милитаре никакая радиация не могла пристать к нам еще дня два а еще я заметил что после выброса артефакт стал много тяжелее тогда я предложил отпилить от него кусочек на вырост и не зря пилили мы его обыкновенной ножовкой по металлу но зато теперь можно экономить на антираде и лечиться от всяких лучевых поражений прямо в нашем лежбище где общий фон теперь не превышает 5 микрорентген в час само же сердце мы загнали Сидоровичу за астрономическую даже по меркам зоны сумму которой с лихвой хватило на покупку четырех новых защитных комплектов набора аптечек на все случаи жизни трехнедельного запаса продуктов на четверых патронов и гранат чуть ли не для небольшого арсенала и снайперской винтовки СВУ который был так рад молчун после этой сделки Сидорович не открывал свой подвальчик целую неделю а как открыл ассортимент всяких товаров у него стал значительно богаче плюс как поговаривали в баре Сторинген он нанял себе группу хорошо экипированных сталкеров чтобы те в случае чего прикрывали доставку особо ценных товаров и тоже по случаю перехватывали чужие вкусные заказы мы же после того рейда еще два выброса не вылезали из своего вертолета отлеживались после ходки и приводили свое убежище в порядок собственно мы с Сиплым наладили механизм закрытия створок транспортного отсека Молчун с Вахтангом где-то раздобыли сварочный аппарат и Вахтанг который раньше работал сварщиком в автомастерской заварил иллюминаторы и фонарь пилотской кабины листами железа который Молчун с Сиплым привезли на жутко выглядевшем грузовике сам грузовик сталкер откопали в заброшенном АТП внутри вертолета мы тоже сделали множество важных изменений приварили подвесные койки собранные из сидений транспортного отсека приделали замки к бортовым люкам вытащили кресла из пилотской кабины поставив их на освободившиеся места десантных сидений а в самой кабине соорудили нечто вроде кухни с буржуйкой чтобы подогревать себе консервы и чай потом я притащил спиток красных шаров чтобы не было холодно и темно по ночам кусок свинцового сердца мы с вахтангом закрепили на потолке вместе с одним красным шаром и получилась настоящая люстра дававшая приятный красный свет к одному борту приварили полки для патронов и гранат и крюки для оружия а к другому ящик с пустыми контейнерами для артефактов чтобы удобнее было хабар складывать после ходок еще и довольно удачно соорудил второй прототип генератора только поменьше чтобы хватало на зарядку КПК и питание четырех небольших лампочек над койками пока мы с вахтангом занимались внутренним декором молчон с сиплом поставили на подходах к нашему лежбищу растяжки чтобы всякие там твари в том числе двуногие и прочая нечисть не особо в эти места наведывались в общем обустроились с комфортом ну по зоновским меркам однако не все было гладко вообще зависть одно из самых паскудных человеческих качеств Урал со своими отмычками решил показать кто в зоне хозяин придурок он никогда не был нормальным сталкером злой он был подлый трусливый шкурник темный сталкер его побери зона его наказала обломился ему наш хабар положили мы Урала вместе со всей его бригадой отмычек только жалко совсем молодые ребята может вышло бы из них чего со временем а может и нет Глава третья Дорога в никуда Сиплый поднял вверх кулак и несколько раз махнул ладонью вниз мы мгновенно припали к земле мы радиора засели впереди хабарных ждут просипел Сиплый сейчас они у меня дождутся прошептал молчун щелкая затвором СВОшки остынь не трать попусу патроны осадил его я ты чего ты предлагаешь медведь вы тут пошумите а я к ним в гости схожу а не обломаешься ага сейчас зло отпарировал я я пополз назад уже в который раз за свою сталкерскую жизнь поправ заповедь о нехождении назад ходить назад можно если знаешь как просто нужно постоянно помнить что даже на уже разведанной дороге может что-то новое образоваться отполз на достаточное расстояние встал слегка пригнулся перевел автомат на непрерывный огонь помаленьку очень тихо стал забирать немного в сторону рассчитывая зайти мародером в тыл под серым небом вороша опавшую листву крадется сталкер он не кидает болтов не смотрит на детектор аномалии он прекрасно видит и без них он идет неся смерть троим лежащим в кустах с целью ограбить и убить честных сталкеров он идет и не знает что путь его почти закончен жить ему осталось совсем немного эта дорога ведет его и его товарищей в никуда в зоне снова был обычный день вороны как обычно патрулировали хмурые небеса из старого гравий концентрата что поселился на дереве вылетел очередной гравий где-то умирала очередная жертва кровососа под разрушенным саркофагом зрел очередной выброс как всегда в зоне не было ничего необычного но для зоны это был последний обычный день в тишине отчетливо клацнул затвор автомата ствол хищно уставился на троих мародеров которые только сейчас поняли что они попали ну что мальчики загораем голос говорившего был хриплым и невыразительным усталые глаза цепко смотрели на каждого мародера по очереди автомат с непропорционально большим рожком лениво гулял с одной цели до другой готовый в любую секунду выплюнуть очередь и положить конец еще не начавшемуся диалогу слушай сталкер это ну это ты это не надо чего тебе не надо один из мародеров начал незаметно вытаскивать пистолет второй смекнул что сталкера надо отвлечь он решил тихо отползать далеко собрался спросил сталкера ползущего мародера стол также вопросительно смотрел на нарушителя самый хитрый мародер наконец вытащил пистолет ну все сейчас сталкер поплатится но не тут то было сталкер присел повалился на бок и перекатился на спину в тот миг когда пули просвистели там где только что стоял сталкер грохнул еще один выстрел зазвенила гильза Саня вали его двое мародеров бросились на сталкера один спереди другой сзади первого скосила очередь из автомата сталкера второму все-таки удалось схватить его за шею умри умри сука но сталкеру не суждено было умереть от мародерской руки сталкер умудрился двинуть прикладом своего калашникова мародеру по носу тот завизжал от боли и разжал руки сталкер вывернулся из захвата поднялся на ноги и добил мародера прикладом зона тебя побери запачкал мне своей кровью поганый весь автомат глава четвертая конец пути ну что оно оно вахтанг медленно открыл дверь я молчун и сиплый держали ее на прицеле вроде бы чисто в проеме что-то мелькнуло нет мне это просто кажется игра света вахтанга снесло с ног он дико заорал мне в лицо брызнула кровь беднягу вынесло спиной вперед во двор что-то булькнуло хрустнуло вахтанг дернулся и застыл над его телом словно застыла тень химера подумал я что еще оставалось делать я не задумываясь открыл огонь по этой тени меня поддержали сиплый и молчун вообще-то мало кому из сталкеров удавалось видеть химеру вблизи а тем более открыть по ней огонь я палил из автомата отдача равномерно толкала прикладом плечо гильзы с троем вылетали из патронника и со звоном сыпались на обветшалые ступени старого колхозного клуба затвор стрекотал как бешеный краешком сознания я понимал что даже втроем мы химеру не завалим слишком эта тварь живуча интересно может ли тень подпрыгивать тень стала принимать отчетливую форму кажется мы одерживаем верх пули входят в призрачные черные тела химера дергается явно не понимая что ей нужно делать в первую очередь куда бросаться кого убивать да и плотный автоматный огонь делал свое дело как бы тварь не была живуча но получив дозу свинца неприемлемую для жизни деятельности она умрет вот только какова эта доза странно в нескольких шагах от меня расстреливается верная смерть а я тут философствую понимаешь ли вон молчун сиплым тертые сталкеры а чуть в штаны не наложили химера полулегендарный монстр после встречи с ней практически никто не выживал разве что болотный доктор мои мысли прервал щелчок бойка кончились патроны я автоматически выщелкнул в магазин одной рукой достал из разгрузочного жилета новый вставил в автомат передернул затвор и опять пошла пальба без остановки от ствола несло жаром скоро перегрев не найдется ведро водички звон гильз минус 50 патронов стук выпавшего магазина еще один теперь с грохотом моего автомата слился треск МП-5 молчуна застрекотал скорострельный 74-й сиплого химера перестала дрожать и подпрыгивать и свалилась рядом с трупом вахтанга вахтанг черт пусть тебе хорошо лежится все с дружью в голосе спросил молчун впервые на моей памяти этот матерый сталкер который уже восьмой год топтал зону и повидал многое дрожал и демонстрировал явные признаки страха я же по сравнению с ним полный баклан наоборот почему-то сохранял ледяное спокойствие химера слабо трепыхалась нам наверное единственным из сталкеров удалось ее разглядеть во всей так сказать красе внешне химера походила на помесь пантеры с женщиной тяжеловесом короткая темная шерсть довольно длинный хвост короткие блестящие словно металлические когти на руках выпуклая грудь овальные бедра и толстенные жгуты мышц на лицо или морду не знаю как это правильно назвать смотреть было страшно уродливая с красно-желтыми глазами буграми около надбровных дуг с двумя дырками вместо носа и почти полным отсутствием рта вместо него была пасть с множеством загнутых клыков наши выстрелы проковыряли в животе чудище солидных размеров дыру в которой весьма аппетитно булькала какая-то коричневая жидкость по всему телу краснели пулевые отверстия которые уже затянулись и покрылись тонкой серой кожицей кошмар и при всем при этом химера еще шевелилась меня обуял животный ужас я вскинул автомат и почти не целясь всадил в ее морду остатки обоймы когда патроны в автомате кончились я достал бойлер из кобуры и всадил еще 15 патронов в тело монстра теперь оно напоминало странной формы резервуар который расстреляла целая толпа обезумевших вояк из ран сочилась все та же коричневая жидкость кое-где торчали обрывки мышц ужас даже по меркам зоны но химере все равно было мало она проявляла признаки жизни значит пора применять тяжелую артиллерию еле сдерживая рвотный позыв я сорвал с разгрузки сиплого лимонку сунул свой АК-104 молчуну и жестом приказал отойти подальше и глаз не спускать с окрестностей все-таки не выдержав проблевался за то время пока меня полоскало химера предприняла несколько попыток подняться я из последних сил собрал волю в кулак прекрасно понимая что каждая секунда промедления грозит смертью слишком быстро химера приходила в себя после шквального огня из трех стволов который гарантированно бы уложил небольшого псевдогиганта а кровососа просто превратил в радиоактивный фарш я на дрожащих ногах подбежал к химере выдернул чеку из гранаты и засунул в дыру на животе которая уже успела покрыться тонкой кожицей что было мочи рванул прочь но споткнулся и упал поднялся снова побежал воздух стал густ как патока ноги вязли в потрескавшемся асфальте я бежал наверное так быстро как никогда в жизни не бегал я выжимал из себя все но казалось так и остаюсь на месте вон навстречу ко мне движется что-то непонятное да это же сиплый я попытался что-то крикнуть бесполезно словно ком застрял в горле сиплый подбежав ко мне дернул меня за куртку и невероятным образом развернувшись потянул меня за собой в безумном прыжке который окончился довольно болезненным приземлением на асфальт едва грохнувшись мы с сиплом поползли отчаянно толкая ногами землю что-то прокричал молчун позади раздался дикий рев я невольно обернулся но не успел пожалеть об этом химеру только поднявшуюся с земли разорвала изнутри граната по ушам резануло перед глазами застыла расплывчатая пелена чуть пониже плеча что-то чувствительно толкнуло вспышка еще одна еще толчок вспышка краешек сознания вопил беги прячься все кончено перед глазами двигались какие-то тени левый бок обожгло нестерпимой болью я закричал покатился по земле пелена с глаз спала вернулось зрение стал что-то слышать какое счастье просто слышать и видеть но не сейчас прозрев после хрен знает чего я чуть-чуть не лишился сознания все вокруг было забрызгано кровью в перемешку с отвратительной коричневой жижей кости валялись повсюду поблескивали на бледном солнечном свету осклизлой синие внутренности отдельные части которых взрывная волна зашвырнула наросшие в колхозном дворе дерево где они и висели теперь проткнутые ветками что-то толкало меня вбок чуть повернув голову я узрел огромную конечность принадлежавшую химере она дергалась в конвульсиях из порванных артерий ритмично выливалась кровь как выливается жидкость из поврежденной гидравлической машины природа пришла мне на помощь послав спасительную рвоту однако мой пустой желудок лишь слабо потрепыхался руки дрожали челюсти свело я поднялся с асфальта очень нетвердо стоя на ватных ногах вдруг жуткий крик разорвал барабанные перепонки какая-то неведомая сила сбила меня с ног меня повалило на асфальт чьи-то пальцы сомкнулись на моем горле тело прижало к земле я задыхаясь пытался ослабить хватку постепенно теряя сознание и неожиданно все кончилось тяжесть ушла горло отпустило снова слух резанул жуткий крик отчаянно цепляясь за сознание я повернул голову молчун прижал орующего сиплого к земле помоги медведь помоги орал молчун селись перекричать вопящего сиплого зона знает что творится он сбрендил химера псих хлопок я попытался подняться как снова левый бок обожгла нестерпимая боль я закричал справа что-то грохнуло меня протащило по земле а дальше я уже не помню з з з з з з кпк в кармане почта пришла я открыл глаза и уставился в небо абсолютно серого цвета даже вездесущие вороны куда-то подевались повернул голову тоже серость странно поднес руку к глазам красная вся в крови а сбоку оказалась серая бетонная стена почему что я вообще здесь делаю что это за место но мозг не мог дать вразумительного ответа какие-то разрозненные образы словно искры вспыхивали в сознании и тут же меркли не оставляя после себя ни следа ничего не помню я приподнялся на локтях прислонился к стене вытащил кпк некрологи 3 трое сталкеров не вернулись из своей последней ходки открыл первый 17 38 сталкер николай вахтанг ромейко равнина химера rv 025 д комп подкатил к горлу 17 42 сталкер андрей сиплый улин равнина убит rv 025 д 17 42 сталкер василий молчун крылов равнина убит rv 025 д страшная действительность сжала мое тело так как не сжимал кровосос в том злополучном тоннеле я вспомнил все я словно вернулся туда откуда надолго уходил вспомнил то что почему-то успел забыть трое моих друзей с которыми я вместе грелся у костра делил последнюю банку консервов когда выброс запер все выходы из темной долины шлепал потопи ментаря охотясь на отряд правительственных зомби которые раньше были особой исследовательской группой научного корпуса таскал хабар исходок обустраивал наше лежбище они были мертвы и даже тел не осталось чтобы похоронить по-человечески я не смог заставить себя посмотреть в ту сторону где в бывшем клубе безымянного теперь колхоза находился бункер я не смог заставить себя посмотреть в ту сторону где монстр убил трех моих друзей бог жгло черт какого кто почему зачем зона зона проклятие сталкер завершил свой путь сегодня его не станет вместо него придет властелин властелин убьет тех кто виноват властелин поведет воинов в великую битву дни хозяев сочтены скоро наше братство воспрянет и сбросит с себя ярмо хозяев час пробил КПК настойчиво вибрировал в кармане снова почта открыть так не рыпайся ты окружен со всех сторон отдай документы гарантируем жизнь порви вас в мясорубке час от часу не легче поле черкнуло у моих ног контейнер на боку мгновенно накалился я жалел сейчас о том что в свое время не выбросил этот артефакт на дисплее КПК мигнуло новое сообщение быстрее твою мать а вот мать мою не трогай я включил пеленгатор давным-давно встроенный мною в КПК на экране появилось шесть точек через мгновение КПК выдал подробную информацию расстояние до цели наличие препятствий уровень и тип излучаемого сигнала айди устройству две точки находились ближе всего ко мне там в зарослях какого-то мутировавшего кустарника мне уже было нечего терять мои друзья были мертвы из зоны мне уже наверняка не выбраться обратно мне не вернуться да и зачем я с безразличием вскинул автомат выщелкнул пустой магазин вставил предпоследние пятьдесят ударов бронебойной смерти дернул затвор и дал очередь в полмагазина по кустам КПК запищал возвестив о том что мои пули достигли цели а потом пошла потеха меня гнали в меня стреляли я не помню точно как все было я не понимал как я все еще не угодил в аномалию зона знает еще одна очередь над моей головой не попали бегу бегу что есть мочи на горизонте вырисовываются очертания ЧАЭС ну все если не пуля меня прошьет так мутант какой-нибудь прикончит тут я споткнулся и с разбегу ухнул в канаву неприятно повезло что в этой самой канаве нет никакой гадости снова очередь только какая-то слабенькая сумел оторваться пеленгатор показывает расстояние до преследователей три сотни метров не может быть бог обожгло пламенем странный артефакт раскалился но я не чувствую боли и усталости странно взрыв он окатил меня как ковш холодной воды морозным утром в ушах звенит перед глазами расплывается руки стали непослушными мысли как-то путаются контузия а ведь надо еще и автомат перезарядить попробовал черт магазин выпал зона тебя забери наконец мне удалось привести автомат в боеготовность я понял что жизнь моя не стоит шматка кровавого камня меня точно убьют надо напоследок захватить еще кого-нибудь из них хоть одного бог любит троицу контейнер со странным артефактом который будучи в составе исследовательской группы я добыл года полтора назад раскалился чуть ли не добила но я не чувствовал боли только желание прихватить с собой на тот свет кого-нибудь из этих наемных тварей окрепло я немного высунулся из канавы и попытался поймать кого-нибудь из этих сволочей в оптический прицел короткая и резкая очередь со стороны укрытия наемников с неприятным свистом прошила воздух над головой несколько пуль взрыхлило землю прямо перед моим носом издеваются сволочи я перекатился на другой бок но тут же что-то сбросило меня обратно в канаву левый бок прошибла жуткая боль я закричал в глазах покраснело стало тяжело дышать все отстрелялся умираю настало время для прощального салюта собрав остатки сил в угасающем теле в котором было уже мало жизни я поднял ствол автомата над канавой направив его в сторону наемников и выжал спуск выстрелов я уже не слышал вокруг была только красноватая тьма и боль а говорят что после смерти нет боли есть только тоннель по которому надо лететь или что-то в этом роде враги фигня эпилог месяц спустя поезд несся сквозь закат приближая меня к дому колеса постукивали на стыках нагоняя сон на людей в вагонах воздух был горяч и вязок солнце оранжевым маревом заливавшие поля и рощицы в вагоне горело зловещим красным цветом сигнальной лампы тревоги коих много еще осталось в агропромовских подземельях там в зоне наконец-то я вырвался из ее цепких лап теперь уже все позади я возвращаюсь домой странно я так этого ждал думал как буду рад думал что буду счастлив но в душе почему-то только пустота и тревога после того как я пересек периметр я не могу почувствовать себя в безопасности я постоянно чураюсь любого шороха с подозрением смотрю на каждого а зачем я ведь могу узнать что сейчас думает каждый человек в вагоне я могу узнать что сейчас видит во сне вон та бабулька что мирно посапывает в углу я же теперь не человек не в том смысле что не тот самодовольный ученый который пропал без вести где-то в окрестностях янтаря года два назад даже не тот довольно известный сталкер который вместе со своими тремя товарищами не только вернулся живым и почти здоровым исходки к могильнику но и притащил уникальный артефакт я не человек суперконтролер или что-то в этом роде думаю объяснять больше уже ничего не нужно вот идет проводница а на уме у нее поскорее доехать до места смениться отоспаться и забыть того типа из шестого купе который ее чуть-чуть не изнасиловал слушай любезная иди-ка дальше своей дорогой и не приставай ко мне с расспросами о белье и чае ладно ты лучше пойди поспи а то в конце вагона я знаю сидит пренеприятная компания от которой тебе хорошего ждать не придется мысленно обратился я к проводнице та встала как вкопанная глазами хлопает на меня смотрит чего уставилась все так же мысленно сказал я ей иди спи если что я присмотрю тут за порядком поверь никто ничего не попросит обещаю бедная девушка бегом побежала в свое купе и как я узнал из ее же мысли заперлась на все замки боится наверное меня сейчас трудно не бояться а зря в эту ночь никто из пассажиров этого вагона ее не побеспокоит я об этом позабочусь я прислонился к окну за которым мелькали столбы и деревья и попытался заснуть в полудреме я уже видел свою квартирку в которой меня не было вот уже два года вкусный ужин на столе горячую ванну и не менее горячие объятия моей любимой приятные картины прервал грубый смех раздавшийся за стенкой заткнись-ка на ближайшие пару суток зло подумал я в адрес Гоготуна перебирая в мозгу множество ментальных входов ища среди них нужный не то не то а вот это интересно сейчас я с пацанами возьму вон того придурка что спит в углу за задницу и он отдаст мне все свои бабки до последнего тугрика а то что-то у меня с капустой проблемы настали за придурка ответишь слушай урод мысленно сказал я ломясь в его мозг может выпрыгнешь из вагона вместе со своими пацанами а тогда шансов остаться живым и здоровым у тебя прибавится это что не рыпайся а то живо у меня куклой станешь забудешь забудешь даже маму свою понял и чтобы тихо без глупостей поломаю и тебя и твоих пацанов как спички ясно ответа я не дожидался просто взял и повесил замок на его двигательный центр на пару часиков пускай отдыхает остаток пути прошел без происшествий уже ночью я вышел из поезда на темный перрон и пошел по направлению к заборчику где как я знал имелась дырка дырку к моему несчастью заварили и мне пришлось перелезать через забор нарвался на патруль черт сейчас начнется стоять предъявить документы ну вот как я и говорил ладно будут вам документы я для начала легонько ударил двух через чур бдительных стражей порядка псих лобком потом быстренько наплодил им каких-то фантомов и поспешил скрыться некогда мне с ними разговаривать а то начнут какие-нибудь фокусы выделывать приведут в отделение обыщут и объясняй потом откуда у тебя сильверболлер с приличным боезапасом шел вроде бы знакомыми олочками вон рекламный плакат тускло освещенный неоновыми лампами в середине сентября поздравляет горожан с новым годом со свистом пронесся по улице запоздалый троллейбус из далекого кабака доносился какой-то блатной мотивчик где-то взвывали форсированные автомобильные двигатели стритрейсеров ветер играл опавший листвой в канальчиках системы полива журчала вода такие родные звуки нет это подделка все было не так когда-то мой родной город сейчас он мне казался чужим враждебным опасным вон в той подворотне трое зомби взвопило мое чутье сталкера которым меня наградила зона и к несчастью не им одним я вытащил бойлер из кобуры под плащом и крадучись двинулся вперед черт я в обычном городе здесь нет зоны это просто трое подростков курят в подворотне из удачи там машинах телках еще какой-то хрени вспышка электро впереди машинально подумал я автоматически полез в карман за болтом черт опять запомни ты в обычном городе нету здесь мутантов и аномалий нету поминутно озираясь и приседая держа пистолет на изготовку по сто раз говоря себе что все зоновские сюрпризы мне просто мерещатся я добрался до родного дома в окнах у моей квартиры горел свет подошел к двери подъезда ну а наконец-то кодовый замок сделали пару минут провозился подбирая комбинацию из нескольких цифр замок щелкнул я вошел в темноту подъезда и начал подниматься по лестнице интересно как отреагирует на мое возвращение не нашла ли нового кавалера моя нареченная этого я боялся больше всего вот и моя дверь с трудом подавив рефлекс я засунул бойлер в кабуру позвонил за дверью раздались шаги женский голос спросил из-за двери кто там я набрался храбрости и ответил я кто это я слушай милая ты так и будешь держать мужа на пороге уважаемые прекратите шутить на ночь глядя идите куда подальше ладно скажи то кольцо которое я тебе подарил той зимой в честь круглой даты в наших отношениях ты носишь на правой руке да оно простое без всяких там особых украшений я тогда встал на колени и сделал тебе предложение помнишь да господи неужели это ты ну наконец-то давай открывай уже я замерз и устал и к тому же я голоден ты угостишь меня своей фирменной курицей за дверью послышался вздох и всхлипы защелкали замки и дверь открылась на пороге стояла моя любимая оболченная в ночную сорочку из глаз ее текли слезы волосы растрепались руки дрожали а губы что-то шептали разрешишь войти она не сказала мне ничего только судорожно кивнула я вошел в коридор и закрыл за собой дверь едва я это сделал как она бросилась мне на шею уткнулась в грудь и разрыдалась она говорила что-то бессвязное всхлипывала и рыдала вновь и растерянно гладил ее по спине все внутри меня сжалось в один горький комок милая будет тебе реветь потоп устроишь пойдем лучше в зал на диванчик присядешь расскажешь мне что-нибудь до зала я донес ее на руках она все еще не могла оправиться от шока уложил на диван села рядом обвел взглядом комнату все как всегда только вот портрет какого-то мужика на столе здесь совсем не к месту приглядевшись я с трудом узнал в этом молодом мужчине себя заметил черную ленточку в углу да дела тем временем она пришла в себя милый это действительно ты да это я честно 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 как это может быть ну может вылез я из зоны живой как видишь этого не может быть два года назад пришло сначала извещение о том что ты пропал в чернобыле без вести а потом мама получила похоронку потом приходили из корпуса принесли твои награды вещи потом мы тебя отпевали было много народу ой что это я ты ведь устал с дороги иди пока умойся а я это пока на кухне ладно но учти хочу всего и чтоб вкусно и много я прошел в ванную комнату решил что за два года я заслужил право принять нормальный горячий душ по всем правилам а не поливаться из ковшика застоявшейся водой в холодной общесталкерской душевой долга разделся подошел к зеркалу посмотрел мне самому стало страшно на меня смотрел мужик с нечеловеческим взглядом карих глаз с большими зрачками бррр будто контролер смотрит волосы посидели кожа кое-где потемнела узлы мышц бугрились на руках и ногах ребра можно было спокойно пересчитать да исхудал я здорово руки покрывали мелкие шрамы только ладони из-за генератора были не повреждены на левом бедре краснел круглый рубец оставшийся от пробитого пули артефакта который наградил меня ментальными способностями и кое-чем еще на груди выпирали две здоровенных артерии которые почти симметрично отходили от сердца шли в сторону шеи и терялись в области предплечий поначалу как только они у меня появились а это было сразу после того как закончился последний в моей человеческой жизни день артерии доставляли мне массу неприятностей зуд жжение темнота в глазах по случаю прошел обследование у доктора тот конечно сначала не верил своим глазам неделю меня изучал написал массу бумаги а меня успокоил сказал что эти артерии дополнительные питание мутировавшего мозга ментальный контроль и псионические лучи требуют много энергии доктор удивлялся что мой мозг все это выдерживает выдерживает потому что мозг человека в отличие от мозгов тех же мутантов представляет собой сложный орган с огромными возможностями для самосовершенствования телекинез и чтение мыслей вполне обыденное для человеческого мозга дело вот только люди никак не научатся этим пользоваться только мне одному повезло артефакт разблокировал скрытые способности мозга а тому только дай волю новые возможности я воспринимал как что-то обыкновенное скажем как человек воспринимает вновь отросшие волосы или возможность поднимать более тяжелый груз после тренировки это потом начались мутации и радикальные изменения организма не скажу чтобы я сильно жаловался я стал умнее сильнее выносливее обычного человека да и не человек я теперь в общем мутант или еще кто-то в этом роде хорошо что хоть разум сохранился открыл воду залез под тугие теплые струи черт я уже и забыл что это такое грязная вода потоками лилась с моего тела унося в канализацию частички радиоактивной пыли грязь пот отслоившуюся кожу и запах зоны я добавил напора сел в ванну сидел а струи все хлистали понемногу смывая с меня скверну зоны приятно тело загрубевшее от постоянной радиации пота жесткого защитного комбинезона порохового дыма и частых инъекций антирада понемногу размекала доставляя мне ни с чем несравнимое удовольствие я и не осознавал какую тяжесть я носил на себе вода струилась по рукам весело журчала баюкая ее тепло разморило меня и я заснул впервые за долгое время спокойно заснул не нужно было держать при себе оружие ставить растяжки вслушиваться в ночь чтобы вовремя заметить подкрадывающуюся псевдо собаку не надо было караулить приближающегося кровососа не надо было поминутно проверять замок входной двери покинутой квартиры не нужно было постоянно придерживать ремень чтобы не загреметь с дерева не нужно было контролировать собственное дыхание чтобы не задохнуться в противогазе пока спишь не надо меня разбудил стук в дверь я мгновенно вскочил рука автоматически потянулась к несуществующей кабуре на бедре но я поскользнулся и загремел в ванну из-за двери меня спросили все в порядке да да выкликнул я селись перетерпеть боль странно падение в ванной было гораздо больнее чем укус слепца немного оклемавшись я поднялся на ноги выключил воду вытерся полотенцем и надел просторный банный халат посмотрел на себя в зеркало и усмехнулся на меня смотрел чересчур чистый контролер с короткой стрижкой в мягком банном халате кенгом насмех да нет не так уж я похож на контролера не такой я страшный я вышел из ванной и пошел на кухню откуда растекались соблазнительные запахи печеной картошки курицы со множеством приправ шкворчащего на сковороде мяса моя красавица суетилась у плиты каким-то чудом умудряясь еще и сервировать стол за два года она мало изменилась все те же волнистые волосы те же добрые глаза словно освещенные последними лучами заходящего солнца те же нежные руки та же гибкая спина та же сказочная талия вот только прибавилось морщинок вокруг глаз да и в волосах я заметил сединку но это уж если сильно присматриваться обычно мужчины смотрели на нее образно выражаясь вывалив языки поклонников у нее была уйма табунами бегали только вот я не бегал работал много командировки в зону готовился не до того было внимания на нее не обращал из-за уязвленной женской гордости она сама стала искать моего расположения и вот что потом из этого через три года после нашего знакомства получилось заявка на бракосочетание в ЗАГСе поклонники кусают локти товарищи бесятся от зависти а мы самые счастливые люди на земле мы любили друг друга как обычно в таких случаях говорят в народе до потери пульса но в один прекрасный день короче говоря меня приняли на работу в научный корпус корпус помимо прочего занимался исследованиями аномальных явлений непосредственно в зоне после двух месяцев работы в лабораториях корпуса начальство направило меня на исследовательскую работу в зону я конечно мог отказаться от назначения но делать этого не стал во-первых в корпусе платили больше а лишняя копейка никогда семье не помешает во-вторых перспектив в корпусе больше в-третьих работать там однозначно интереснее ну и в-четвертых отпуска там регулярные и весьма длительные да и мое солнышко не особо возражало в общем собрал я тогда свои пожитки и рванул в зону проработал в корпусе пять лет сделал несколько нашумевших научных открытий в последнюю по программе исследования экспедицию я ушел когда до конца контракта с корпусом оставалось всего неделя и та экспедиция действительно стала для меня последней я подкрался к моей нареченной сзади и попытался выудить из казана кусочек курицы за что немедленно получил по рукам подожди немного ладно получишь всего сполна веселым голосом осадила меня она что ж шок видимо прошел впервые за долгое время я ел нормальную вкусную еду честно говоря я уже и не помню когда нормально ел в последний раз пока сидел во всяких лабораториях питался какой-то стандартной бурдой а в зоне мой рацион заставляли сублиманты витаминизированные армейские галеты и тушенка в редких случаях доставался пакет армейского рациона и лимонад в банке иногда пакет лапши быстрого приготовления с большими ломтями сушеного мяса и кучей специй такие дни становились для меня настоящим праздником живота и еще я впервые ел спокойно не держась за ствол автомата и не вытирая кровь которая сочилась из носа из-за близости гравиоконцентрата пока я ел моя любовь смотрела на меня с невообразимой нежностью ее руки старались как можно чаще прикасаться ко мне словно не веря что я в самом деле настоящий закончив трапезу я тяжело отвалился от стола испытывая такое наслаждение от еды какое не испытывал уже несколько лет а потом мы говорили говорили обо всем на свете и никак не могли остановиться я рассказывал ей про зону про артефакты аномалии о мутантах и многочисленных переделках в которых я побывал она была хотела рассказать как ей жилось тут без меня как к ней сватался один придурок как на нее показывали пальцем бабки сидящие на лавочках у подъезда мол был муж да сплыл куда-то а теперь к ней хахель ходит не надо я и так все знаю не нужно мне ничего рассказывать ты и так натерпелась многого милая но теперь я здесь и все будет хорошо нет любимый ты не понимаешь как это я все прекрасно понимаю я все знаю про все про твою работу про перешептывание за твоей спиной про мои похороны про нашу так и не состоявшуюся свадьбу на ее глазах блестели слезы она шептала как как откуда я не могу тебе этого сказать но почему почему не можешь это причинит тебе невыносимую боль боль нет ничего больнее потери близкого и любимого человека а теперь ты здесь рядом со мной живой мне не страшна теперь никакая боль ведь ты же вернулся по правде говоря не совсем что как это так я сейчас тебе все расскажу и объясню ты только не переживай ладно и не перебивай хорошо могу и я начал свой рассказ понимаешь зона не такая какая она кажется вам всем обычным людям человек долгое время находясь в зоне оставляет в ней частичку себя а зона в свою очередь проникает в душу человека и поселяется там проникнув раз внутрь она разрастается и утверждается в нем проявляясь тем или иным образом иногда она разрастается так что человек становится ее частью так или иначе кто-то разлагается морально кто-то становится мутантом а кто-то погибает даруя своей смертью жизнь другим живым существам так вот сейчас ты услышишь правду правду которую я тебе боюсь говорить но ты должна знать как бы мне не хотелось держать это в тайне я сглотнул подступавший к горлу комок блестящие ручейки бежали по ее лицу собравшись с духом я продолжил помнишь года четыре назад ко мне заходил один мой приятель биолог Ставерин тоже работавший над изучением зоны помнишь он рассказывал о мутациях человеческого организма которые происходят после длительного пребывания в зоне помнишь он рассказывал об изменениях процессов в организме вызванных направленными волновыми излучениями помню прошептала она но разве сейчас это важно невероятно важно зона может изменить человеческую природу так случилось и со мной я теперь не человек я порождение зоны я представитель нового биологического вида ты слышала отставеренно о контролерах так вот я суперконтролер я могу проникнуть в мозг практически любого живого существа понять ход его мысли заблокировать те или иные функции или полностью подчинить чужой разум себе я много опаснее и сильнее обычных контролеров потому что мне посчастливилось сохранить свой разум и остаться человеком внутри пойми я так же опасен для людей как и другие монстры зоны а может и похуже я могу подчинять свои воли контролеров а через них других живых существ включая людей с помощью контролеров я многократно увеличиваю свои способности по правде говоря контролеры даже не сопротивляются моему влиянию они сами идут ко мне почитая как бога с десятком контролеров я мог бы установить свой диктат в зоне и за ее пределами практически каждый мутант в зоне по необъяснимым причинам пытается уничтожать людей даже те мутанты которые сами были людьми я смог сохранить разум несмотря на чудовищные мутации мне даже в какой-то степени повезло я выгляжу почти по-человечески наверное я не стал монстром лишь благодаря тебе мое солнышко я думал о тебе все эти два года пока топтал зону все эти два года я выживал лишь благодаря тебе зона может убить в человеке множество чувств но любовь она убить не смогла так же как не смогла убить ненависть иногда я ненавижу себя я вторгаюсь в чужие мысли раскрываю чужие тайны заставляю идти на верную смерть иногда я могу ненадолго потерять контроль над собой я тогда становлюсь настоящим демоном которого ничто не остановит даже пули мутации ускорили множество процессов в моем организме в том числе регенерацию ткани и усиленный иммунитет я на ногах перенес янтарную оспу за 12 часов в то время как другие зачастую умирают в первые три дня когда меня ранили из калаша в ногу рана зажила на следующий день даже следа не осталось но за это приходится платить либо переедать либо искать себе новую жертву чтобы питаться ее энергией или ждать очередного выброса чтобы его энергия напитала меня после выброса я чувствую себя прекрасно мои способности ненадолго возрастают я могу убивать псих лобком на значительном расстоянии но потом мне бывает мучительно больно милая как бы мне хотелось стать снова нормальным обычным человеком я устал мне тяжело я опасен и зачем только я вернулся из зоны зачем зачем солнышко любимое помоги мне я не хочу больше ты мне помогла выжить и вернуться так помоги мне снова стать человеком из ее прекрасных глаз стекли слезы но ее руки крепко держали мои бедный ты мой шептала она успокойся все будет хорошо все будет хорошо я люблю тебя любишь взрывел я ты можешь любить такое чудовище как я ты не знаешь какая зараза может быть сидит во мне ты не знаешь скольких я убил ты не знаешь что я могу сделать и тебе не противно у нас никогда не будет детей которых ты так хотела ты уже никогда не будешь со мной счастлива мне все это не важно зазвучал ее голос у меня в голове главное что ты вернулся что по-прежнему любишь меня несмотря ни на что ты любишь ты понимаешь ты чувствуешь ты остался человеком ты не монстр все позади все будет хорошо обещаю я верю я тебе верю проснулся в холодном поту мне опять снился последний день моей человеческой жизни тогда все кончилось тогда я стал тем кто я есть сейчас вбок меня осторожно толкнула моя возлюбленная все нормально да просто кошмар приснился мне тоже ничего страшного милая просто скажи куда ночь туда сон мне приснилось что тебя убили мурашки побежали у меня по спине какие глупости меня не убьют перестань нет нет мне приснилось что тебя убили давно там в Чернобыле в какой-то канаве она видела то что снилось мне я должно быть расслабился и стал неосознанно транслировать свой сон ей кошмар этого не должно было случиться милый этот сон правда начал я с отстраненной холодностью меня тогда действительно убили этой ночью я расскажу тебе как все было уже нет смысла этого скрывать волкодав давай обходи его сбоку чиж рви к тому ржавому бтряру если клиент высунется вы с глазом его прижмете я останусь здесь и прикрою пока вы тут бегать будете пошумим пусть думает что мы в лобовую идем тот-то волкодав его и возьмет тихо без шума и пыли но ни в коем случае его не убивайте сначала его нужно допросить а потом я сам отправлю этого в выродка к праотцам он нужен нам живым и документы которые у него также ни в коем случае не должны пострадать ясно ясно двое наемников короткими перебежками устремились к своим позициям стратег клиент высунулся и пытается нащупать тебя через оптику глаз запихни его обратно есть зараза он пытается уйти глухо хлопнуло СВД глаз мать ты чего урод творишь его просто шугнул стратег сам посмотри этот суцик в канаву скатился и не пикает в этот момент очередь из 104 сталкера взрыхлила землю прямо перед носом стратега командира наемников сука чиж свали его в канаву волкодав выруби этого сволоча на подходе прикройте дождавшись сигнальной очереди чижа волкодав тихо и аккуратно не издавая ни звука подобрался к укрытию сталкера вставив в канаву свой вал бывший спецназовец уже было приготовился по-тихому вырубить сталкера когда обнаружил что тот уже находится в глубокой отключке точнее у обещанных стратегов проотцов лежа в вязкого вида красной лужицы стратег он мертв из гарнитуры ППУ раздалась неописуемого темперамента смесь мата и прочих лестных слов в сторону глаза так удачно обслужившего клиента волкодав поморщился ладно волкодав обыщи быстренько труп смотри не повреди документацию которую ему удалось добыть сумел таки ее вытащить уважаю стратег он же двоих наших положил а ты заткнись глаз снайпер хренов за такую работу без доли у меня останешься урод я же тебе ясно сказал что этот сталкер нам до поры живым нужен волкодав я выпотроши его рюкзак и забери документы земля дрогнула небо стало приобретать явственный серый оттенок приближался выброс которого никто не ждал быстрее мать вашу волкодав без церемонии перевернул труп сталкера срезал рюкзак с лямок и вывалил его содержимое на землю поковырявшись в кучу вещей которые найдутся в рюкзаке практически каждого бродяги наемник не обнаружил вожделенной синей папки с яснением стратег он пуст документов нет мать земля дрогнула еще раз зашелестела листва на деревьях где-то завыли чернобыльцы мясорубка находившаяся неподалеку засвистела выброс приближался всем скорее в БТР переждем выброс свет тепло снег белые гирлянды тишина вибрации горячий воздух вспышка боль вспышка пустота вспышка чувство как спокойно я уже в раю уже все жаль я так и не вернулся не сделал многого снова вспышка снова боль усопшие не ощущают физической боли я жив свет из белого превратился в синий тряска голова вот-вот лопнет сердце я жив сердце сейчас сгорит я не могу свет тускнеет становится серым боль покидает меня я снова могу чувствовать где-то взвал чернобылец я жив я жив нет боли нет усталости я чувствую себя так хорошо как никогда не чувствовал я чувствую в своих мышцах силу я чувствую страх четырех человек запершихся внутри ржавой железки они боятся выброса они убили меня но я жив почему не знаю да и не важно пока пора расквитаться я чувствую ребята контролер точнейшей некрологии в этот раз заглючила но задачу свою выполнила страницу и и и и и и В сталкерской сети поднялся переполох. Общий эфир был битком набит сообщениями о странной ошибке системы оповещения. Но система не ошиблась. Некрологи были точными, как и множество последующих. Месяц, проведенный мной вне зоны, показался мне сущим адом. Я не мог спокойно спать, не считая ночи моего возвращения домой. Сталкерские инстинкты и ментальные способности, уснувшие на пару дней, пробудились со страшной силой. Я не мог ходить по собственной квартире, предварительно не бросив перед собой какой-нибудь предмет. Я никак не мог отвыкнуть от мысли, что здесь аномалии нет. Однажды вечером я чуть не пристрелил соседского дога, которого с перепугу принял за псевдо-пса. Соседи сверху, достававшие меня громкой музыкой, получили по полной. Я приказал им выбросить с балкона всю их дорогущую аппаратуру. На следующий день раза три к ним приезжала скорая, и меломанов на неделю отправили в психушку. Еще через неделю на мою любимую бабульке, оккупировавшей лавки у подъезда, объявили настоящую травлю, дескать, укрывает хахель у себя на квартире и непонятно чем, вернее, понятно чем, с ним по ночам занимается. Заткнуть их я уже не мог, не было сил. Я же много времени не получал дополнительной энергии извне, будь то радиация или квантовый фон выброса, и мои возможности стали сильно ограничены. Пару раз из окна я видел, как к моей невесте пристает какой-то мудак. И опять я ничего не мог сделать. Я уже лежал пластом, не в силах сделать и шага. С каждым днем мне становилось все хуже и хуже. Вдобавок я услышал мифический зов зоны. Я понимал, что это все. Моей любимой я становился в тягость. Деньги кончались, скрывать мое присутствие становилось все сложнее, бабки вообще озверели, а тот подонок, что к ней приставал, стал более навязчивым, появляясь в обществе четверых-пятерых своих приятелей для демонстрации серьезности своих намерений. А я почти умирал. Мне нужно было в зону. Я не мог без подпитки. Я не мог смотреть, как из-за меня страдает моя любимая. Не мог. Утром она села у моей постели, взяла меня за руку и расплакалась. Сквозь всхлепа я слышал, что деньги на жизнь почти кончились. Львиную их часть она тратила на меня, пытаясь вернуть меня к жизни. Что весь дом перешептывается у нее за спиной. Что тот подонок поставил ей ультиматум, или она выходит за него замуж добровольно в течение 24 часов, либо он берет ее силой. Что она не знает, как ей жить дальше. Она плакала, рыдала. Затем у нее началась истерика. Это меня спасло. Спасло от медленной смерти, чье дыхание я чувствовал с каждым днем все сильнее. Ее отчаяние было подобно разрушительнейшему из выбросов. Я ощущал, что энергия со сверхсветовой скоростью разливается по каждой клеточке моего тела, как кровь вздула питающий мозг артерии, как в самом мозгу начинаются какие-то страшные процессы, не сулящие ничего хорошего тем, кто обижал ее. Во мне разгоралась ярость умножаемой силы. Я поднялся с постели, готовый сеять ужас и панику, заставлять своей нечеловеческой силой подчиняться и ей же убивать. Одним взглядом я успокоил свою любимую, одной мыслью погрузил ее в спокойный и безмятежный сон. Я уложил ее на кровать, укрыл одеялом и твердой поступью вышел из комнаты. Я накинул свою сталкерскую куртку, засунул во внутренний карман сильвербойлер, предварительно сняв его с предохранителя, взял ключи, вышел из квартиры и запер дверь. Монстр вышел на охоту. Я вышел из подъезда и сразу оказался в поле зрения дотошных бабулек. Ты, милок, кто такой будешь? Чего тебе здесь нужно? К кому в гости ходил? Ой, не китишна, это, наверное, тот самый Хахель, это девица из... Я просто посмотрел на них. Начавшийся было гвалт затих. Старушки обмерли от ужаса. Проникнув в мозг одной из них, я посмотрел на себя ее глазами. Худой, высокий, с горящим, пропитанным ненавистью и злобой взглядом нечеловеческих глаз, который проникал в сознание и порабощал его. Слушаем меня. Если еще раз вы сунете свои носы не в свое дело, распустите языки и сделаете то, что мне не понравится, обидите ту самую девицу, о которой вы чуть не месяц сплетни разводите, то ваши внуки переедут в ваши квартиры гораздо раньше положенного срока. Я ясно выразился? Бабулек, казалось, сейчас всех хватит инфаркт. Ясно. Двое упали в обморок. У одной из них выпала сумочка, из которой вывалился мобильник. С вашего позволения я сделаю пару звонков. Возражений я не услышал. Только молчание, которое, как известно, знак согласия. Я проник в мозг моей невесты и, немного порывшись, нашел там информацию о том супчике, который требовал ее расположения. Внешность, звучание голоса, взгляд, замашки, номер мобильника, который он ей, оказывается, много раз всучал и который она уже забыла, хотя мозг о нем помнил. Я быстренько набрал на трофейной мобиле номер и, дождавшись довольно грубого ответа, «Чего?» произнес с холодной явственной угрозой в голосе. «Сегодня в три часа ты явишься на окраину второго микрорайона к старой площади. Не сделаешь этого, из-под земли достану. Появишься в районе, в котором ты частенько появляешься из-за одной девушки, урою сразу и без разговоров. Позвонишь ей, засуну мобилу тебе в зад. Будешь с ней встречаться, порву на салфеточки. Будешь ей угрожать, станешь смердящим мертвяком, который имени своего не помнит и себя в зеркале не узнает. Это я тебе гарантирую». «Ты вообще кто такой, урод, чтобы мне тут косяки гнать? Ты вообще понимаешь, с кем базаришь? Ты вообще какой имеешь право, чтобы мне тут угрожать, а, козел? Я с корешами сам тебе жопу порвусь, и чё ж...» «А ты попробуй». «Я бы на твоем месте в студень бы лучше прыгнул со всей твоей братвой. Точно бы жив тогда остался». «Ты еще не понял и не поймешь, с кем связался». «Запомни, падла, в три часа, окраина второго, старая площадь». И выбросил мобилу в близлежащие кусты. До назначенного часа оставалось минут двадцать. Разогнав чересчур шумевшую ребятню фантомом Кенга, я тронулся в путь. На старую, заброшенную площадь района, предназначенного под снос, выкатили три черных джипа. Из второго вылез тот самый мудак, оказавшийся местным криминальным авторитетом, и сразу давай мне на свои фене что-то втирать. Он достаточно намозолил мне глаза, так что я сразу одним ударом засветил ему в глаз. Сразу раздался вопль. «Пацаны, костеты ложат!» Братва повытаскивала Ксюши и Макаровой. Типа запугать хотят, пулями изрешитить за то, что я обидел их драгоценного пахана. Я лишь посмеялся. Святая наивность. В зоне я убивал людей покруче вас и не в пример лучше вооруженных. Я дал волю энергии, распиравшей меня изнутри. Я свирепствовал. Молотил кого попало псих лобками, окружил себя множеством фантомов всяких мутантов зоны, подчинял себе автоматчиков и заставлял их палить друг в друга. Ярость питала меня, как кванты выброса. Я никогда не ощущал себя таким сильным, таким могущественным. Пуля, выпущенная из береты авторитета, пробила мне плечо, а я даже боли не почувствовал. Рана затянулась мгновенно. Авторитет стоял, раздвинув рот, не веря своим глазам. А я ударил его по ногам, псих лобком, потом двинул ему в челюсть кулаком, попутно вышибив еще одним псих лобком пистолет из его руки. Взял за грудки и посмотрел прямо в глаза. В них я увидел тщедушного, подлого, трусливого человечка, который, однако, был охочен до власти и могущества. Неожиданно я почувствовал удар в область живота. Сопротивляется гад. Ты так и не понял, с кем связался, во что вляпался. Нет? А я тебе подскажу. Я швырнул кастеты на землю, себе под ноги. Собрав в кулак все свои силы, я подчинил своей воле его бойцов. Они шустро перебежали за мою спину, и все как один направили стволы на размазывающего кровь по лицу авторитета. Тот не поверил своим глазам. Все его молотчики держали его на прицеле. Нервы у Пахана сдали. Он на карачках подполз к одному, потом к другому. Никто даже не обратил на него никакого внимания, только черные глазки стволов зорко следили за всеми его движениями. Он запричитал подле одного из бандитов на вид самого крутого. — Шмель, шмель! Да как ты мог? Как ты мог? Я же тебя тогда из зоны вытащил, капусты дал, от мусоров отмазал. Сколько я для тебя сделал, и ты и так меня кинул, продался этому уроду! Тридцать пуль одновременно щелкнули у него под ногами. Костец закрыл голову руками. — Ты точно придурок! — сказал я холодно. — Я их не покупал. Они все мои. Я могу заставить их делать что угодно. И тебя тоже. Но я не хочу. Это слишком легко. Я хочу, чтобы ты понял, что нельзя приставать к замужней девушке. — Так ты это из-за бабы все устроил, падла! — Шмель, научи это хамло хорошим манерам. Бандит подошел к кастету и хорошенько пнул его ногой в бок, затем сел на корточке и приставил ствол к его голове. Вымученно произнес. — Говори прилично, не оскорбляй хозяина. Я тебе башку продырявлю. — А-а-а! — взрывел авторитет. — Чего-то тебе от меня-то надо! Чего я тебе сделал! — Ну, начал я. — Оскорблял. Это во-первых. Приставал к моей жене. Это во-вторых. Про в-третьих и в-четвертых ты и сам со временем догадаешься. — Мразь, мразь, чтоб ты сдох! — Да? А мне кажется, что мразь — это ты. И ты же сейчас сдохнешь. — Расстрелять! — приказал я своим куклам. Грохот выстрелов заглушил предсмертные вопли кастета, через пару секунд превратившегося в нашпигованный свинцом кровавый фарш. Я развернулся и пошел прочь. Но вдруг мое внимание привлек рюкзак, лежавший на заднем сиденье одного из джипов. Странно, с чего бы ему здесь лежать? Я взял его в руки и расстегнул. В рюкзаке оказались деньги в весьма приличном количестве. Наличных много не бывает. Больше здесь мне смотреть не на что. Я закинул рюкзак за спину и пошел к дому. А зачем? Может, чтобы сказать своей любимой, что никто больше ее не побеспокоит. Я петлял по узким улочкам, усилим воли подавляя рефлексы сталкера. Вдруг меня остановил чей-то окрик. — Эй, козел, огонька не найдется? — Так. Ты чего, урод, глухой? Так мы тебе сейчас уже-то протистим. Их было трое. Типичные гопники. У одного из них блестел в руке пистолет. — А вы попробуйте. Пистолет гопника выстрелил. Естественно, не попал. Прицел я ему подкорректировал. — Но? — вызывающе спросил я. Разъяренный гопник стал давить на курок без остановки. Пули попадали во все, что угодно. В стены проулка, в мусорные баки, в его товарищей. — О, черт! Что за понты? Какого хрена? — верещал гопник, смотря на трупы своих коллег. Пистолет в его руке дрожал. Только я здесь был ни при чем. — Урод! Ты убил их! Убил! Я сейчас тебя урою! — Маленькая поправочка, — сказал я ядовитым голосом. — Убил их ты. Но не совсем. Трупы. Потенциальные зомби. В любом случае. А если труп совсем свежий, то есть если с момента смерти не прошло четырех минут, то мозг еще не умер. Значит, можно попытаться взять их под контроль. Я сконцентрировал усилия, послал псионический импульс, активировал двигательные центры, прозвонил нервную систему, отдал приказ. На глазах полуобезумевшего гопника два трупа восстали из мертвых. Хотя, по сути, это так и было. Вытянув руки, как в фильмах ужасов Ромеро, зомби двинулись к своему бывшему коллеге. Тот закричал, швырнул в меня бесполезный пистолет и бросился удирать со всех ног. — Вторая поправочка, — раздался мой голос у него в голове. — Как ты выразился? И я сейчас тебя урою. Я вытащил из кармана куртки бойлер, прицелился и выстрелил. Гильза уныло звякнула об асфальт. Пуля попала гопнику в голову, вызвав фонтан крови. Неэстетично. Зато дешево и практично, — зло подумал я. Сняв свою волю с зомби, которые в тот же миг свалились на землю, словно мешки с песком, я продолжил свой путь, испытывая мстительное удовлетворение. Я поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Усталый голос моей любимой спросил из-за двери. — Кто там? — Это я. Открывай быстрее. Шелкнул замок, звякнула цепочка, и дверь открылась. Девушка удивленно смотрела на меня. — Ты где был? Почему ничего не сказал? Ты зачем вообще вышел из дому? Ты вроде еще утром не мог даже до входной двери дойти. Я беспокоилась. Давай без лишних вопросов. Дай мне войти. — Что значит без лишних вопросов? — сказала она, впуская меня в квартиру и закрывая дверь. — Я переживала за тебя. Ты можешь сказать, что все это значит? — Что все. А то, что ты, лежа без движения, вот уже третью неделю вскакиваешь с постели, будто ничего не случилось, что-то там со мной делаешь, чтобы я тебе не мешала, и уходишь черт знает куда. — Я искала тебя по всему району, спрашивала даже у бабушек, но те почему-то наотрез отрицают даже сам факт твоего существования, хотя еще вчера трезвонили, что Хахель сидит в ее квартире. — Как это понимать? — Просто. Берешь и понимаешь. — Нет, дорогой, объясни мне, будь добр, что происходит. Как я догадываюсь, внушение бабушкам твоих рук дело? — А если моих, то что с того? — возмутился я. — Ты же вроде не против, что никто о тебе слухов не распускает, верно? — Да, но тогда какая тебе разница, что происходит? — Иди лучше приготовь что-нибудь. — Быстро. Я голоден. — Милый, я тебя не узнаю. Что с тобой случилось? — Я что, неясно сказал? — Марш на кухню! — закричал я, приправляя свой приказ обильной дозой пси-лучей. Она молча пошла на кухню. Скоро до меня донесся грохот кастрюль и звук включившегося телевизора. Судя по всему, показывали программу новостей. Главным событием дня. Сегодня на окраине второго микрорайона был найден убитым местный бизнесмен Андрей Лир, по непроверенной информации более известный в криминальных кругах под кличкой Кастет. Бизнесмен был хладнокровно расстрелян, как предполагают судмедэксперты из 30 стволов. Следователи, рассматривающие основную причину убийства Лира — криминальные разборки, уже назвали это преступление самым жестоким и бесчеловечным за последние 25 лет. С места событий ведет репортаж наш специальный корреспондент Владимир Заболоцкий. Следствие, выдвинувшее версию о криминальных разборках, в ходе которых был жестоко убит бизнесмен Андрей Лир, зашло в тупик. Во-первых, разборки представляются сомнительными, так как убийцы, а их около 30 человек, по-видимому, принадлежат к одному клану. Во-вторых, убийство, которое уместнее было бы назвать расстрелом, было совершено с невероятной жестокостью и что поражает больше всего с выверенной точностью. Характерный при автоматическом огне с разных мест разброс пуль отсутствует как таковой, эксперты не нашли ни одной пули, не попавшей в цель. В-третьих, поражает поведение убийц, которые так и не скрылись с места преступления. Никто из них не может произнести связанные нескольких слов, не говоря уже о том, чтобы давать какие-либо показания. В-четвертых, следователям не удалось найти ни одного свидетеля убийства. В-пятых, вызывает сомнение личность убитого. Труп буквально представляет собой кровавый фарш, нашпигованный пулями. Даже документы очень трудно прочесть из-за пропитавшей их крови и пулевых отверстий. Окончательное установление личности убитого возможно только по окончании анализа ДНК. Милиция предпринимает все возможные меры для розыска организатора или заказчика преступления. По городу объявлен план «Перехват». Владимир Заболоцкий. Вечерние новости. «К нам только что поступило сообщение о тройном убийстве», встревоженно вещал диктор. «О случившемся Антон Васюков». «Волна убийств захлестнула город», задыхался журналист, голос которого был искажен помехами на телефонной линии. К трупу бизнесмена Андрея Лира добавились тела трех местных жителей, найденных несколько часов назад в нефтяном переулке. Все трое были застрелены. Однако баллистики сомневаются, что убийства были совершены одним и тем же лицом. По словам экспертов, двое убитых были застрелены из пистолета системы Макарова. Третья жертва была убита из оружия неизвестной марки, скорее всего из американского или натовского пистолета 45-го калибра, о чем свидетельствует гильза, оставленная на месте преступления. Эксперты не могут сойтись во мнении... «Зона их всех побери. Что со мной происходит?» «Милый, милый», — послышался голос из кухни, — «скажи мне, что... что это не ты? Пожалуйста!» Внезапно осознание собственной опасности для людей, для своей любимой, для себя, обрушилось на меня, как снорк обрушивается на свою жертву с какой-нибудь верхотуры. «В большом мире нельзя жить по законам зоны, особенно мне, получеловеку-полумутанту. Монстру, уроду, которому нет места среди людей. Сегодня я убил четверых, и лишь одного по справедливости. Сегодня я использовал свои возможности, чтобы подчинить себе девушку, которую люблю больше жизни. Я не сдержался. Всего один раз. Этого достаточно. Для чего? Для того, чтобы уйти. Я не могу больше здесь оставаться. Я постоянно или шарахаю из чего-то, или давлю кого-нибудь ментально. Я не могу. Мир, к которому я рвался из зоны, стал для меня кошмаром. А зона стала родной? Возможно. В зоне я буду чувствовать себя спокойнее. В зоне я буду не так опасен для людей. Стоп! Я бежал из зоны, теперь бегу в зону? Почему? Из-за зоны. Зона сделала меня таким. Я ношу в себе проклятие Чернобыля. А может быть, дар? Оружие, чтобы сокрушить зону? Сокрушить ее же руками, подчинив себе ее порождение? Что мне еще остается делать? Если я опасен здесь, то я опасен и там, в зоне? Теперь я знаю, что мне нужно делать. Вектор направления движения тела. Вспомнил я фразу из старого учебника. А ведь я тоже двигаюсь. Теперь у моего движения есть вектор. Вектор Чернобыля. Милый, скажи что-нибудь, пожалуйста, — просила меня моя любимая с дрожью в голосе. Мне нечего тебе больше сказать. Я совершил множество ошибок. Хотя... Мне есть что сказать тебе. Прости. Прости, пожалуйста. Ты знаешь, что я люблю тебя больше жизни. Всем своим сердцем, в котором мало чего осталось человеческого. Я благодарен тебе за все. За все. Но я так больше не могу. Я не могу больше смотреть, как ты страдаешь из-за меня. Ты видишь теперь, что я из себя представляю. Во что я превратился. Насколько я опасен. Вернуться к тебе было моей самой большой ошибкой. Ошибкой. Порой мне кажется, что вся моя жизнь состоит из ошибок. Но эта моя ошибка чуть не стала фатальной. Поэтому я ухожу. Я ухожу туда, откуда пришел. В зону. Да я и не возвращался оттуда. Ты была права. Я погиб там еще два года назад. Тот, которого ты любила. Я теперь лишь его тень. Забудь об этой тени. Она отпускает тебя. Будь свободна. Ты больше ничего никому не должна. Мертвецы не возвращаются. Но они по-прежнему любят тех, кто им дорог. И тени тоже. Я всегда буду тебя любить. Всегда. Прости меня еще раз. За то, что заставил тебя страдать. Заставил тебя потратить на меня всю твою любовь. Все твои силы. Все твои средства. Кстати, о средствах. В квартире ты найдешь рюкзак. В нем сумма достаточная, чтобы поправить все твои дела. А теперь я ухожу. В зону. Навсегда. Уже не вернусь. Я это знаю. Прости. Опять этот проклятый дождь. Черт бы его побрал. У тебя закурить не найдется? Найдется. Да только табак такой же сухой, как портянки у нашего сержанта. Туды твою налево. Зону снова поливал дождь. Вода текла с неба, застревая на колючей проволоке, желтоватой хвои припериметрного леса, стволах пулеметов оцепления, броне дежурных БТРов. Капли вскипали на черных лужах, разлетались прочь от старого гравий-концентрата, угнездившегося на дереве. Стекали они из моей старенькой сталкерской куртки, потрепанного рюкзака и верного калаша 104-й модели, недавно извлеченного из надежного тайника. Мокрые от дождевой воды болты снова звякнули в кармане, ожидая своей очереди пролететь по воздуху и, если повезет, спокойно упасть на сырую землю, а не распаться на атомы в какой-нибудь жуткой аномалии. Этих вояк я не стану трогать. Просто внушу им, что меня здесь нет. А вот и колючка. Примитивно. Мины. Забавно. Сигнальные ракеты. Весело. Что остановит сталкера на пути в зону? Ничего. Разве что смерть. А что остановит мутанта? Автоматы? Пулеметы? Заборы? Зона? Вообще ничего. Готов поспорить. Суперконтролер всегда готов поспорить. Даже с тобой. Зона. И ты не уверена, что победишь. Так? Примечание. АК-104МП. Автомат системы Калашникова. Модель 104. Модифицированный. П. Оружие огневой поддержки. Боеприпасы. Калибр 7,62. Мм. Основные. 7,62. Мм. БП. Бронебойные. Для стрельбы по защищенным живым мишеням только на поражение. Модификация оснащена двухкратным оптическим прицелом. Автомат может быть укомплектован магазином на 70 патронов в варианте ручного пулемета. 104-ка воплотила в себе надежность легендарного АК-47 и современные конструкторские решения, позволившие сделать автомат поистине универсальным оружием. В реале не существует. Три гамма-алюминий. Сверхпрочный сплав алюминия с изотопами некоторых химических веществ, полученных в результате их обработки в аномальных образованиях. Сочетает в себе легкость алюминия и прочность стали. Крайне дорог в производстве. Неустойчив к коррозии. Применяется в основном в опытном приборо машиностроении. По плотности превосходит сталь примерно в 1,25 раза в зависимости от пробы. В реале не существует. Элементы трансвартового ряда. Химические элементы, являющиеся либо изотопами элемента варта. В реале не существует. Либо элементами, находящимися в периодической таблице после него. Имеют ярко выраженные электрические свойства. В основном не радиоактивны. С моей стороны было бы бестактно забыть про тех, без кого вектор Чернобыля был бы вычислен с гораздо большими погрешностями. Автор сердечно благодарит. Данилову В.И. За высокую оценку сырового варианта повести, ценные замечания, проверку синтаксиса, пунктуации, стилистики. За Кружного Д. За критику, замечания, советы, рецензии, помощь и веру в повесть. С его легкой руки я начал работу над редакцией 3. Пирога С.В. За бесценные замечания, предложения, критику, рецензии и правки, поддержку. Его вклад в повесть по-настоящему огромен. Также благодарю Серегу за то, что дал Вектору официальную квартиру, а продолжению повести, властелину, так ожидаемому фанатами, плацдарм для развития. Плотникова В.И. За помощь в корректировании текста, критику, объективные рецензии. Силова Д.О. За советы, конструктивную критику, доброжелательность. Шаховцову А.М. Соавтор первоначальных и финальных вариантов обложки. За помощь в работе, поддержку, веру в меня. Всех тех, кто потратил свое время на чтение сего графоманского бреда. Кто оставлял свои отзывы о повести. Кто голосовал за нее. Кто верил в повесть. Кому она полюбилась. Тех, про кого забыл упомянуть выше. Простите, всех не упомнишь. Блик. Сталкер. Лид. О. Коз. Ком. Комментарии излишни. Сталкер. Бук. Сталкер. Бук. Ком. За теплый прием и согласие сотрудничать со мной. А также лично. Кир. Д. И. Валдрам. Сам издат. Лидсталкер. Лидсталкер. Ру. За первый приют повести. Ежи Тумановского. Василия Орехова. Алексея Калугина. За их работу. Их книги познакомили меня с зоной. А идеи и ошибки. Ну, здесь и так все понятно. Читателя. За прочтение повести и время, угробленное на мой графоманский бред. Если возникли вопросы и предложения по повести или появилось желание поругать, похвалить автора, это можно сделать по адресу www.pirog.doam.com. Личные кабинеты авторов Артур Артур Шмидт Сатарколов. Вы слушали повесть «Вектор Чернобыля». Автор Артур Сатарколов. Читал Олег Шубин. Автор Артур Сатарколов.